Так, кто там не бомбит? Так, какой губ стоп-старт, ё-моё? Поехали Чтобы отсечь паузу, где меня нет Нафиг, короче Пусть турнир чисто отдельно будет А всё остальное отдельно, соответственно Погнали, ребят Вердос против Рейза у нас бьётся Сейчас мне жена что-то звонила Сейчас я быстро перезвоню Вот И я здесь, короче А мне Даша звонила, что меня в игру зовут просто Видите, какая жена у меня, молодец Заботливая жена Чтоб я Вердоса не пропустил Так, ну что? Бо-5 дай Гоню я Бо-5 же у нас плей-офф Поехали Ребята Всё правильно Вердос на Чизодельфии Ну, честно говоря Я с утра встал Посмотрел сетку, ребят Я уж не буду вам сейчас показывать И его вообще как бы Между прочим на главной странице Гудгейма и ВКонтакте я уже выложил Созвон с Вердосом Сегодня это в районе 4 часов дня было Вот По московскому времени Мы созвонились с ним Пообщались немножечко Вообще как бы В основном на тему даже Не про сетку как бы А вообще так просто Вот Про Филадельфию Там про все дела Ну и про сетку тоже Я считаю, что сетка удачная Более чем удачная Удачней вообще не придумать На самом деле Сетки здесь Как мне кажется Куда еще там удачнее Масса там НИП в другой части сетки Джон Сноу Там игроки такие У Вердоса Вот этот Тиран 6300 ммр Говорят Ну ему Что неплохой тер Это в принципе Вот этот вот Не знаю Сейчас мы увидим Ну что Вердос не обыграет 6300 тер А с американского сервера Ну а там Проб Покебани В следующем туре Если пройдет То есть тоже Пробу он уже выигрывал Покебани Тоже под силам Ну а дальше Что там Чамп сапи Фьюч Не знаю кто там дальше пройдет Может фьюч Всех сбреет Вот этот Он еще неплохо Мехом против зергов Катает Между прочим Вот Так что такое дело Ребят Я тоже вчера Авила ждал Но в итоге Вердоса начали смотреть Потому что Они не начали В итоге Ну и как Вердос сказал Я так понял Что первая стадия У нас будет Одновременно Вот это вот Ро 16 Одна восьмая Как бы А с одной четвертой А с одной четвертой Как бы С одной четвертой Все по очереди будет Может ли Вердос до Финала дойти Думаю что Может Конечно Тут очень Чем не просто Может Тут очень большие шансы Что он дойдет До финала Как бы Если не будет Тупить Ну до полуфинала Вообще Вердос Ну должен Процентов Я не знаю Процентов 70 Что дойти должен Дальше там Уже видно будет Что к чему Здесь через Роба Надежно Там Банша Инвиз Ну кстати Роба не гарантирует 100% обороны От Банши Ведь Не факт Что ее встречишь Там где она будет Ну и сейчас Будет вердос Дефенсно Играть За От обороны Что называется То Я думаю Все нормально Так должно быть Епи открыты Уже Бустятся Пробочки А в сервер Летит вперед Сейчас бы Встретить бы Эту Баншу Но Что то она Мимо пролетает Да Вот это идеально Было бы Разминулись Немножечко Но Сейчас билд Увидит И поймет Все Успеет до готовности Ну Кстати Может быть Даже до готовности Невидимости Банше Успеет Прилететь Сюда Ну кстати Вот об сервер Ему срочно Нужен бы Здесь А он Иммортал Так Залетает Да Видит Смотрите Об Возвращай Вердос Энчис Вот Банша Венвиз Надо пробок Уводить Нафиг Отсюда Об сервера Перетягивать Вот же он Ближний Висит Вердос Он Не разложен Печаль Какая-то Пошла Вердос Что ж ты делаешь Ты куда там Пробок Ты чё А вот Быстрее было Построить Кричу Нового Что Вердос И сделал Ну 7 рабочих Он не досчитался Сейчас Слушайте Все равно В плюсе Правда 8 Даже Не досчитался Наверное Один Разведыватель Скорее всего Был Правда Вот Неприятный Инцидент Такой Но С Баншой Но Тащить Можно Я думаю Тащить Можно Грубо Бэй Твайлайт Сейчас колоссы Пойдут Тут вообще Вбью Да Выход Вбью Ну и прикиньте Сейчас Банша Факта Танки То есть Это Невероятно Поздний Стимпак Сейчас есть Время Бустить Пробок Еще очень Очень много То есть В итоге Нужно будет Просто Третий Выход Тирана С танками Наверное Выход Будет Навряд ли Он в третью Цеху Будет Играть Скорее всего Это с двух Бас Какой-то Выход Био Грейж Грейдами Всеми Био Грейдами То есть Стим Щиты Фугаса Плюс Танки Танки Медиваки Понятно Может быть Еще что-то Там Микси Будет Не знаю Так Да Опять Барак Смотрите Старпорт Факта Здесь Пятак Здесь Пятак Здесь Шесть Барак Увердоса Двух Бас Слушайте Ну то Фатоночка Конечно Хороша Но Второй Базин Блин Ну Чаршвердос Делают Интересно Кам Третий Нек Будет Выходить Или он Будет Хочется Звух Встречать Оппонента Своего А нет Смотрите Третий Пошла С цеха Даже Я Посмотрю Ну пока Даже Мне нравится Что-то Тиран Делает Щетку Он Отыгрывается Вроде По уму Другое Дело Что Можно Строить Сколь угодно Много Зданий Там Очень Чет Красиво Со Стеночками Со Всякой Фигнёй Там Вот Но Со Всякой Фигнёй В смысле С Третьими Базами С Туретками Там Оборону Грейдики Здорово Акирыщ Но Когда Наступает Бой Ты просто Сливаешься Нафиг Ну Такое Может Быть Поэтому До того Как Столкнётся Вердос С оппонент Своим Вопулу В драке Тут Ещё Ничего Непонятно Пока Вот И Банша Смотрите На третий Висит Куапробка Поехала Ну Епрост Вердос Ну Что Ты Видишь Банша В этом И правильно Летает Но Он Думал Что Улетел Тиран Этот Похоже Вот Отсюда Уже Баншой Но Он Не Улетел Пока Никуда Ну Сталкера И Колосса Это Лучший Вариант Как Мне Кажется Такой Везёт Везёт Везучий Сукин Сын Везучий Сукин Сын Вот Сентряб Ещё Дало Был Удар И всё Минус Банша Хотя Бо Сентряб А Тут Смотрю Смотрите Здесь Прямо Мощный Выход Пошёл Танков Много Био Много Ещё Так Вердос Щиты Куда Иллюзия Это летит Ему Летит Прямо На Тирановский Микс Смотрите Встречает Вердос Фил Пошёл Зилки Прыгают Вперёд Вот этих Надо было Срезать Но Танки Дали Больно Скорее Всего Слушайте Танков Очень много Как-то Вообще Вердос Всё абсолютно Верно Делает Вот Если Эта Фигня Подойдёт Вот сюда Или Вот сюда Танки Это Наверное Действие От Вердоса Против Такого Стиля Как Тиран Этот Играет Ну Пока Молодец Пока Молодец Куда Идёт Вон Тиран Где ходит Ему Вердос Ты чё Блин Здесь Надо Встречить Конечно На Хайграунде У Вердоса Преимущество ХГ То есть Залп Сделал Танки Засиджились Отступил Всё Вердос Уже В атаку Пошёл Ну Ему Надо ли Сейчас В атаку Было Идти Хотя Плюс Два Есть Танки Уничтожены Слушайте Ну Неплохо Вроде Пошёл Но Био Чё-то Много Осталось Но Зилоп Заходит И Плюс Два Решает Очень Сильно Так Блинк Сколько Пять Секунд Да Блинка Геймкартовский Интерфейс Надо Попросить Создать В следующий Раз Чтобы Видно Всё Было 99 109 Слушайте Вердос Убьют И можешь Зайти Сейчас Просто Развалить Так Есть Архивы Темпларов Да Чё Архонов Сразу Не сливал Вердос Он Я чуть Не понял Даже Если честно С Архонами Сейчас Можно Наказывать Можно И нужно Наказывать Так Один Сталкер На третий Пошёл Да Пару Зилотов Сюда Пошли Смотрите Добыча Сколько Призм Куда Летит Так Уводит Добычу Зилот Хотя Какая Победа Дроп Там Дроп Здесь Вот Это Опасно Уже Вот Это Уже Опасно Слушайте ТП Вердос Вынужден Сделать Домой Ну На третий Хоть Базз Здесь Понапрягал Немножечко Здесь Тиран Стимится Отбивается На Мэйне Проблема Ещё Тут Пилон Погиб Или Ещё Что-то Так А чё Здесь Стоит Добивай Ты Похренятню Здесь Тиран Выбегает Не Ну Пока Смотрю Тиран Тут Не Такой Уж Мертвец Как Как Хотелось Блин Тиран То Может Здесь Здесь Минки Выбил Ценой Потерь Своих Юнитов Конечно Вердос Броню Делает Молодец Ну Тут Сцех Восстановлен Например Ну Вот Я Не Заметил Вот Этот Дроп Который На Мэйн Залетел Конечно Если Здесь Один Дроп Был Надо Было Давать Нексус Просто Рабочий Сюда Уводить И Убивать Тиран В лоб Но С Такой Ситуацией Я Думаю Что Верно Что Телепорт С Вердос Сюда Потому Что Здесь Понимаете Вижена На ХГ Нет А Вдруг Здесь Мины Вдруг Какая Ни Хрень Зайдешь Сейчас Плэшом Все В рампе Тебе Убьется Здесь Сцех Куда Улетит Сюда Сядет Если Мультитаз Начнется Добыча Отстроит Неск Юитов Здесь Продакшн Погиб И Ничего Не Сделать Будет Тирану Такие Размены Всегда Плюс Почему Потому Что Если У Продуса Не Останется Добыча У Тирана Всегда Есть Вариант Улетел Космос И Все Ничья Так 141 154 Вердос Шторм Делает Смотрел Шторм Это Очень Хорошо Ну Зарешает Лет Шторм Вот Вопрос В чем Сейчас Должен Зарешать В каком День 9 секунд До Шторма Не Надо Лезть Вердос 9-5 Секунд До Шторма Вот Сейчас Будет Шторм И Будешь Драться Спокойно Абсолютно А вот Так Куда Лезть Так Опять Нам вдруг Либератор На Второго Куда Вердос Идет Ё Приходится Шторм Либератор Кинуть И Этого Тоже Не Хватает Не Ничего Это Печально Менит 160 Уже На 130 По Лимит В Пользу Тирана Уж Тиран Действительно Такой Хороший Тиран То есть Он Понимает Что Делает По Крайней Мере Так Нужны Сколкера Да Но Это Еще Не Проигрыш Конечно Ну Тут Пришлось Шторм Кинуть Потому Сталкера Не было, блин. Архонами либераторов печально убивать, так же, тем более, они разложены, если так, что приходится в рейндж заходить его, его, вот этого раскладки. Вот сейчас надо выход, короче, Вердосу на, вот сейчас 3-1 грейды, на самом деле, на перспективе здесь, вот я смотрю Вердос на перспектив, фидбэк пункт, куда ты, ёма, не видишь, куда грузится, что ли, Вердос, блин. Надо видеть такие вещи, надо фидбэчить то, в чём юниты сидят. Ну, всё равно, кстати, Медивак не погибло, зря я горю, так же, такое дело вообще. Так, хорошие штормы, слушайте, от Вердоса пошли. Здесь надо идти убивать, ЕМП нет, вот, Тиран, я его нахвалил, а ЕМП-то нет, то есть он не развивается дальше в технологиях, лимит есть боевой, а ЕМП, например, нет, то есть как он будет контрить с массой штормы? Да никак он не законтрит их. Вердос уже в центр пришёл, тут полной энергии, Медиваки летают, фидбэк один кинул, минус Медивак, Вердос, развернись, вот он, зафидбэчить и всё, отбил. Ты штурмовичка, разверни, красавец, Вердос, видит, фидбэк, братюня, куда ты, штурмовиков, ты, варпич, фидбэк кинь на Медивак, фидбэк! Вот это аутизм какой-то был, реально, просто. Фидбэк, ребята, не кидают, Вердоса-то жесть. Это жесть. Ну, вроде как, отбивается. А, здесь ещё один дроп прилетел. Ну, ЦЦХу пришёл, лов Вердос мял, по лимиту больше. ТП сюда сделал, молодец, слушайте, здесь по уму Вердос уже делает. ТП сюда, ТП туда, здесь заблочил пацана, здесь Зилот карает, просто один всех, как бы, говорит, я вам один всем кабину сломаю. Такой пришёл, короче, я не знаю. По принципу солдат ребёнка обидит, как бы, просто рабочих выносит. Ну, Вердос его забрал, 14 уже нащёлкован там рабочих. Так, вот нужно гоняться за тирановской армией. Ну, зачем гнаться-то сюда? Ничего не оставил вообще здесь. Вердос какую-то опять фигню начинает делать. Есть же армия. Стой ты здесь отбиваешься, что армия есть, всё есть, кто-то бежит сзади. Зачем? Спрашивается. Третья база. Зачем сюда-то, к мейну? Вот что здесь надо вообще? Выйди ты на третью, вот эту базу. Вердос, пойми же ты уже, что здесь ничего вообще нет. Всё, Вердос, понял, не сразу, но понял. Вот чем отличаются корейцы? Понимаете, они такие моменты видят моментально. Он не встанет сюда заходить, смотреть, что здесь ничего нету, если он видит, что здесь ничего нету. Он пойдёт на третью, убьёт её и всё. Так, СЦФ убирает, Вердос. Ну, идёт на четвёртую. Здесь, кстати, Планетарыч, между прочим. А у Тирана большой лимит. Если сейчас Планетарыч затанчит, а сзади Тиран подбежит, есть шанс, что отобьётся Тиран здесь. Хотя Штормов, не, не, Штормов много. Так, ну, не надо на Либераторах только сливаться здесь реально. Фидбэки ни в коем случае кидать нельзя, потому что, ну, увидите, почему армия большая. Если Шторма не будет, можно погибнуть. Вот здесь Вердосу. Будет фокусить Штормовиков, именно Тиран, понимая, что без Штормовиков он здесь убить всё может. Так, Архон на Вердос сливает, на развороте бой даёт. Три атаки, это очень хорошие грейды. Иммортлы, а здесь Мародёры в миксе в основном, то есть Иммортлы дамажат просто нереально вообще. ГГ, Рейс пишет, блин. Валидол, но всё-таки, всё-таки втащил. Красавец Вердос, сейчас чёткий Архон в конце из Штормовиков без энергии затанчил, как бы, вообще отлично. Я один, почему-то, Чизодельфию стримил, не понимаю, почему, где стрим, почему не добавляют вообще. Конечно, я полыхаю, сетка, сетка нормальная вообще, плей-офф, блин, всё на вылет, как бы, давайте вылетим в первом туре на непонятном Тиране, и там в сетке просто полуфинал, это вот просто шпык для Вердоса, вот как он вчера играл, он там всех разваливал уже. У меня не горит, я просто болею. а полуфинал, это уже 700 баксов, то есть, это уже поездка окупилась, то есть, а если поездка окупилась, то есть, ну, съездил в Америку за бесплатно, почему нет, опыт получил, на турнире выступил, как бы, познакомился там, ну, с местом, с американцами, что, уже на следующий турик, просто, может, кто-нибудь он из наших еще захочет, с Вердосом поеду, уже будет десантик какой-то там наш, может быть. Инферно подчеркивание 7 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, пони, Бау Ольша огня. Спасибо за стрельку. Так, в смысле, бесплатно. За деньги поехал, не бесплатно, бесплатно не поедешь, это Герыча деньги были. Ну, я же думал, Герыча Вердоса не забирает вообще. Герыча, герыча, Так, спасибо Inferno7, ребят, поддерживайте меня и мой канал, я рекламу пильну, чтоб счетчик пошел, а то, ну, не пилил вообще, как бы, вот, будем болеть, будем гореть, будем переживать, ну и в любом случае будем матчем осмотреть, вот пишу на твиче, спрашивают, иностранцы, видимо, ну, американцам, кастрим основной будет, я вообще не знаю, как он будет, вот, но факт в чем, факт в том, что сейчас все матчи одновременно, следующей стадии по очереди, то есть мы здесь надолго, мы здесь надолго, короче, ребята, это стопудово, мне бы хотелось бы до 12 как-нибудь освободиться, конечно, но похоже, что борода, а не до 12, вот. Да и вообще, как, бля, хочу, ору, если честно, бля, меня задолбали здесь, короче, мне уже, если еще буду ночевать здесь, сейчас, ну, пойду барагозить, нафиг, ближайшие дни, больше, блядь, то орут, то стучат, то вчера Газманов, там, мои кони, мои, мои кони, мои мысли, мои скакуны просто в три ночи, как бы, слышу, думаю, куда ложиться-то, я тут залипал, сидел, там, фоллаут выкладывал, читал какую-то хрень, там, как турки, там, в этом Африне операцию начали и т.д. Кони как ускакали, скакуны эти, сразу спать лег, короче, в 4. Я здесь, сын, Таак. Я здесь. Именно, Скайвориор. И было так, примерно, что вот я именно так этот текст услышал через потолок, вот. А когда я ложусь, ну, то есть некоторые люди, вот есть люди, как бы, они в поездах спят везде, и при таких вот всяких скакунах могут, я вообще не могу, у меня чуткий сон ущикой бы, вот. И это жесть, на самом деле. Короче, ребятюги, давайте по игре на мейне. На мейне, ребят, дроп, вердосту сразу же сбивают. А чё, нормально. Кстати, стима нет. Фокусишь, Марико, три сталкера с удара, Марико убивают. Ну, вердост, и блинк есть, просто госту в кавычках блинк вообще. А, там он понял, вердост контролил против геликов сейчас, которые заезжают на мейн. Ну, кстати, сконтролил нормально. Сконтролил нормально, что потерял, давайте посмотрим. Восемь пробок, три сталкера. А тиран что потерял? Тиран много потерял. Нормально. Третий нецус, то есть тиран не видел, по-моему, третий не... А, вообще отлично. То есть тиран на... Ребят, во-первых, Блэйкпинг, тиран на часе, вердост на семи. Здесь у нас был дроп минок и заезд геликов, точнее, дроп Марико в заезд геликов в билд. Стим делается, опять двухбазовая какая-то тема пошла элегантно. Тиран вообще не понимает, что происходит. Думает, вердост сейчас блинком улынить будет двухбаз, потому что рабочий потерял, а вердост это нексус третий. То есть это просто замечательно для вердоста. Проходит на хг. Так, а чё там, Марико? Надо уходить из-под Мариков сейчас просто. Ещё и рабочих нашатал немножечко. Да нормально вообще. Танк подрезал. Слушайте, вообще хорошо. Какие новостройки-то это? Это не новостройка. Какие стены-то? Это плиты. А плиты, они везде одинаковые между этажами. В этом доме из-за стенок вообще ничего не слышно, каево. Ну разве что, может, через розетку в той комнате. Дон 95-го года. Короче. Строился 7 лет, блин. От завода строили, мама. Ну, как квартиру дали здесь, пора. Сами строили. Типа, я мелкий был. Даже со стройки такие... Цемента застывшие такие хреновины в эту бетономешалку с водой кидал. Помню. Там, бэх, просто водища. Хулиган, короче, чё. И на ляху, короче, бежать. Чтоб, типа, я сижу там спокойно. Ну что, третий нексус. Такая лирика, короче, всякая идёт вообще. Так. Вот, ну а через потолок, через потолок слышно. Через потолок. Вот там, где я с семьёй живу, там хрущёвка 69-го года. Соответственно, там, ну, там вообще, где всё слышно. Ну что, ребят, Вердос пока уверен. Здесь всё абсолютно делает, по-моему. И погнал. Погнали наши городских, как говорится, ну. Россиянцы, американцы просто. И Вердос, смотрю, идёт уже добивать. Смотрите, у тирана нет на второй ничего. Куда он вообще пошёл, этот тиран, я чуть не понял. Зилоты отходят. Пятый элемент. Недавно смотрел, кстати, Лулу. Зачётный фильм, реально. Ну, сейчас такие, ну, такие вообще раз в несколько лет выходят, которые можно смотреть всё время почти, как бы. Красавчик, Вердос. Чарлик! Чарлик, иди сюда. Чарлик! Куда свалил-то? Чарлик! Чарлик! Стучит, стучит лапами. Ну-ка сюда иди, братюнь. Будешь сейчас международным псом, про тебя там иностранцы спрашивают. Опа! Что-то я не то делаю. Оп! Вот он, братан мой, шерстиган. Фейерверки взрывают. Давай. Оп! Поехали! Да хз, я не фильм, а я не фильм, а ман, как бы. Я вообще ничего почти не смотрю. Удаётся посмотреть? Ну, как бы, норм. Чё нет, так нет. Я фантастику люблю. Поэтому, поэтому, видимо, ну, со Старкрафтом, как бы. То есть, кто-то любит Варкрафт, вот эти все фэнтези там, вот это, короче. Вот эти все орки там, вот эти эльфы там, хрени вот это всё, короче. Я, ну... Ну, не, я могу посмотреть. И в Варкрафт, конечно, ходили фильм. Ко-ка Варкрафт-фильм вышел там. У нас-то как город небольшой. Там, в кинотеатр мы полетели. Не знаю, сколько там людей было. Там вообще весь зал знакомый. Просто... Кто синий, кто зелёный, кто чё. Вот. А я фантастику люблю. Про космос, там, про будущее. Ну, то есть, вот такое я люблю. Так, Вирдосыч 2.0, ребят. Бегущий по лезвию вот этот новый. Не знаю, мне, как бы, говорят говно. Не знаю, кто бы не смотрел. Я вот смотрел вспомнить всё новое, как-то нет, нет. Несколько лет назад выходил. Такой кал вообще просто. Да я такого говна вообще не видел, каим просто. Хотя, вот так, 90% фильмов в кино пойдёшь, как бы, вот. Стеллар, понятно, я смотрел. Ну, даже там находятся умники, в кавычках, которые начинают там спорить, что что-то там не так, короче, в Intel Stellar. Прибытие смотрел. Смотрел я. Вот. Слушайте, не знаю, короче, что там вообще в этом году будет. Там вроде много должно всего фантастики выходить, каим вот. Из-за отечества она реально вообще, как бы, ну вот, даже не знаю, Балабанов умер, блин, просто царь, конечно, был, Бодров, Серёга, ну, всё, нормальных людей как-то уносит, и всё, как бы, а сейчас шлаг просто, блядь, реально по вердосу схеме обоссать бы всем просто этим, бандерчукам. Ело. Вот. Ладно, не будем, короче, отвлекаться Старкрафта, ребят, короче. Экспансию, да, вот единственный сериал, который... А, вру, ещё там другой какой-то фантастический смотрел, но я давно уже посмотрел его. Вот экспансия, как бы, вот дал должен новый сезон, живите, экспансия вроде, ну, чё такое. Но сериалы не люблю, мутата по одной серии, вот это вот, короче, тоже шляпа. Вот. Короче, ребят, рейс сделал ререйс или не сделал. Да, рейс сделал ререйс, ребят, рейс играет за кубку минок просто. Ну, про бык его, да, мне все говорили, но он же чё-то там сказал, что всё завязал, потому что его всякие эти, ну, кто-то там его критиковал. Время первых, Союз-7. Я смотрел, с одной стороны, как бы, вроде ничего, с другой, например, ну, то есть, просто вообще не соответствуют действительности тот же Союз-7, дебильные какие-то, бля, вот реально обоссать бы им всем, короче, ну, опять же, как и предыдущим всем, вот я сказал, то есть, там вообще ничего с реальностью, нет, какие-то, блядь, молотком там, что это, откуда, то есть, это были люди, которые говорили, так не было, ё-моё, американцы достоверно снимают, потому что для них это герои, а нашим, ну, там, Союз, вот эти все барышки, боятся, что Союз опять вернётся, денюжки их отберут, снимают, говно какое-то, блядь, вот. Так же и время первых, там, всё вроде норм, но нет, там, сидит он там, с радио, короче, там, в своей Сибири, там, тебя ж в тюрьму посадят, блядь, конечно посадят, ну, космонавт там, спас, типа, единственное обнаружил, ну, в радио нельзя было, ну, такой бред просто, меня вот это бесит, просто вообще, если честно. Ребята, вердос что-то тут элегантное, по-моему, уже делает, у него есть чаш, у него, опа, по адептам прилетает, на контроль, здесь мариков много, в овердос лезет, точно не пойму, и надо ему вообще лезть, ух, сколько дэмэджин, ах, сделки и здесь, ой, минки прилетели, больно, минки, дело сочетки, вот в этот раз рейс, как-то лучше играет, но вердос, вот, помеч учил, помеч учил, стройте потомки в рабочих, но вердос играет по помечу, и побеждает, просто, ладно, шутки шутками, ребят, я слишком придираюсь, нет, ну, если ты снимаешь, как бы, про что-то героическое, как бы, вот, и называешь это так, или про что-то такое, где научное, где, ну, верх технологии человечества, сделай, будь добр, как бы, как в реальности было, а не коммерческий шлак, ема, коммерцию, вот, жопу пойди свою продай, там, я не знаю, в Москве, это, как бы, много там петухов, всяких, режиссерских, и все, а что нафиг фильмы-то голимые снимать, короче, хорош, давайте про Старкрафт, бонить вас, что ли, всех, да не, банить не будем, вот, ну, про быковское, да, это мне не говорили, короче, так, как она влепила-то туда, блин, сейчас рабочих, минку убила, очень много, вот это, вот, вердос, потому что, ну, долго надо было отвести группу, кстати говоря, 17 рабочих, потеряно, только что я смотрел, кстати говоря, спрашивал сегодня у вердоса, ну, вот, какой, то есть он говорил, что до Европы, вот там вот, пинк США, откуда он играет, 90, как бы, все, у меня до Европы, на европейском сервере 60, я один раз видел 40, как бы, с чем-то, один раз в жизни, там, я не знаю, что может, и нет хороший был, или почему такой коннект был, вот, я поинтересовался, сколько до американских сервер, то есть там до западного побережья, пятнаха, пятнаха, прикиньте, то есть, американцы, которые играют, с европейцами, на американском сервере, тот же Ниппус, ты играешь на 150, там, ну, и на сотке, а он на пятнахе просто, то есть, почти как на лане, короче, пришел вердоса, отдался, ну, хоть рабочих убивал, некоторое количество, и то хорошо, все, ребят, ладно, давайте про фильмы, как бы, завяжем, в паузе поговорим про это, ну, то есть, может, скажете, что там новое, сейчас выходит, я просто не слежу, скажу, вот, всем здорово, на всех паузе, рах, почему не в углу, третью базу, потому что это третья база, лучше, как бы, это третья база, лучше, не, минералов-то больше, опа, фокусничный что-нибудь, вердосин, фокуснул, медиваг, сталкеров потерял, ну, не знаю, окупилась, это опять, в принципе, окупилась, один медиваг сбил, получается, один задамажил, и пресек, как бы, дроп, наверное, нормально, плюс два, вердос сейчас будет, два, один уже, грейда у него, 10, карманная ццеха, слушайте, вообще, как бы, у тирана-то все неплохо, вердос, вердос ставит сам, четвертый, не обеспокоишь, у него только гейтовая, сейчас хламец, как бы, в миксе, вот, это не очень хорошо, естественно, но, так, куда залет идет, на третью, или дальше куда-то, на третью дойдет, вон летит медиваг, вердос, куда же ты побежал, рабочих уводи, братюня, все, минус медиваг, а вот это хорошая работа, вот это грамотно было, ну, видно, что, вот, реально, обратите внимание, видно, что на, что пинг маленький, то есть, все успевает, сделать, не, тут на 150 на Америке, так, не получится, на ладре, успеть увезти, от минки с грейдом, на закопщику, рабочих вообще, не, ну, на 250, пробл, опа, просто два полных медивака, ребята, тиран прилетает, и он вердосу игру подарить, что ли, хочет, нужна вторая фаржа, вердосу, уже 2-2, он с одной практически запилил, но пока стабильно все делает, вот эта ошибка ужасная, тирана, конечно, была, он прилетел просто, но видно, что уже переживает, 0-2 летит, как бы, и, ну, тяжеловато ему, естественно, вот, проблема пинга в чем, то есть, если ты привык к пингу 250, ты сможешь нормально играть, сможешь нормально играть, но, все равно это не очень, потому что тебе будет тяжело на нормальном пинге играть, в первом старике в этом вообще проблема была, на мопедах играли, там везде пинг всегда был хреновый, и на лане, то есть, кто-то умел на лане играть, кто много ланов играл, а ты из инета приезжал, блин, а там нет пинга, и тяжело тебе играть вообще, так, опять дроп на мейн заходит, а не, не на мейн, в карман, слушайте, тирану головой, в принципе, играет, то есть сюда правильный абсолютно дроп, здесь ничего нет, блин, рабочих-то вердос будет отводить, не, или будет так делать теперь, все время он, просто их не отводить, и новых строить, приводит, блинк, йому, вот улетает тиран, зачем ты сюда-то блинкаешься, подожди секунду, уже на мейн блинкнешься, просрал рабочих, просто пачками, новых-то что-то не строят, я не понимаю, почему новых-то не строят, АПМ, блин, 400, вроде блинкается, но куда-то не туда, вердос, блинкается, 4-х нексов, конечно, быстро рабочих можно восстановить, но надо идти вперед, грейды 3-2 у тирана делаются, то есть, ситуация технологическая не улучшается для верди, лимита не становится больше, быстро, а боевой-то хороший, то есть, надо прийти применить этот боевой лимит, сейчас Марик куда-то в центр пошел, надо идти, надо идти, гастов нет, одни минки, фактически, но минки за окопкой, здесь одни зилы, ты почти в миксе, слушайте, это опасно, архоном здесь, кстати, не пройти через вот эти квадраты, здесь еще и планетарка, что самое главное, но есть плюс, вот что, блин, тиран вообще какой-то, то есть, он, смотрите, типа по скилуке хочет минки дропнуть, вердосу прямо внутрь микса, ну на, фидбэк получил, все слилось, просто красавчик, вердос, здесь штормы идут, вот, прямо еще шторм пошел, как же тут все на шторме сливается, вперед шторм, назад шторм, везде шторм, мародеры просто отваливаются в мясо все, так, 135-43 по лимиту, пошла атака на СС, тихо будет, шторма есть еще? Вот рабочий штормонит, ее вердосит, так, несколько рабочих упало, лимита рейза меньше, здесь приходят, ой, или это дома, они не в обороне были, эти талкеры, я даже не понимаю, но вот это кривое шторму, никуда вообще, зачем так-то кидать, можно через верх обойти спокойно, все что угодно, можно сделать сейчас вердосу, так, плюс еще здесь две минки, 139-134, меня беспокоит, что рабочие не восстановлены, у вердоса сейчас, ну хоть третью атаку заказал, и то хорошо, так сказать, под блин, под либераторов, пошел, но под планетаркой все это происходит, то вот шторм, ай, колосс лился, да куда ж ты долбишься-то в нее, в эту планетарку, обойдись-то вот сюда, куда-нибудь, там уже добыча сверху вообще уйдет, надо сейчас тогда штормить рабочую тачу, чтобы они не чинили вообще, не знаю, что не делать-то надо, шторм набью, вот, наконец-то планетарка падает, вот прикиньте тирану, что тирану делать без гастов вообще, в современном, в современном лотке, да нечего ему без гастов вообще делать, не-че-го, ребят, нечего без гастов здесь делать, штормы все, и ничего не сделать против шторму, вот у тирана было бы хоть два ИМП, уже ситуация могла поменяться, а у него их нет, 114.77, ребят, 3-0 вердос, не без проблем, я бы сказал, но уверенная победа, Боберыч утверждает, что в твердое приятнее долбиться, ну а так бы там заднего входа зашел бы, тоже как бы для разнообразия, вот, обошел бы с заднего двора бы просто, вердос, такс, НИБа просили американцы, не знаю, где там НИБ, давайте вердосу оппонента постремлю, может, Ладно, не буду пугать, то, что вердос 3-0, вот, заднего двора не по-гусарски, на каком ТЛ нельзя качество сменить, опять на Твиче этот баг, что качество исходник только стоит, я не знаю, почему, ребят, почему там исходное, я не знаю, прыгнул в игру, в какую смог, ребят, вот сразу же, НИБ, я не знаю, что там как вообще у него, здесь все 1-1, и, наверное, будет польза, если покебани выиграет пробы, то, овердосу будет на что посмотреть, как он играет ТВП, к примеру, как ПВП проб играет, он уже видел вообще, так, ребят, рекламу пора пильнуть, всем здорова, помните про Adblockend, помните, что поддерживать, на меня и мой канал, всем спасибо, кто так делает, вот, болеем за вердосу на Чизодельфе в турнире, людей нас 800, суммарно, Twitch, Good Game, YouTube, даже 9 человек присутствуют, они все сегодня будут катать, и со следующей стадии получается, если то, что вердос сказал, соответствовать будет, соответствовать будет реальности, то есть это правда, если будет, то, то тогда будет по очереди все игры, сейчас с 1-4 получается, то есть 7 матчей, так, 4-4-2-3, да, 7 матчей, будет тогда по очереди идти, соответственно, такие дела, каких 8, вердос уже 300 баксов поднял, как минимум, как бы за 1-4, за то 8, вот, то есть уже билеты, по крайней мере, на самолет укупили, про желание еще нет, надо еще следующую стадию проходить, по крайней мере, по крайней мере, по крайней мере, по окупи, как бы с вами поднял, так же я запишу, так же, как бы за то, что вы не хотите, то даже есть, как частично, Так, трудно, не буду я ничего сейчас спрашивать ни у кого. Давайте игру смотреть, разберёмся по ходу пьесы, что называется. Очень ранний Twilight у Проба, но это стандарт, в принципе, как бы, сейчас гейт Twilight в три гейта в Роба. Нет, качество нормальное на Twitch, я просто выбора нет качества. Твоя пара. Вот, Вердот сам пишет. Спасибо, Артём, тебе за информацию. Как раз спрашивают, последняя самая четвертьфинал, Верди будет, соответственно, всё будет на сцене играться там далее. Прошёл блинг. Здесь стеночку проб... Делается неплохое, громко точно пропадет. Ну, а... Вердос уже пробано побеждал вчера. Да. Конечно, там валидол был, помните, третью карту записи, кстати. А вот смотрите, ребят, на моём канале ютубовском, который, ну, вот, ютуб там само выкладывается, всё после стрима, соответственно. Вот, но, ну, там, как бы, больше версия, 10 часов выложила запись. А ютуб, в общем-то, ютуб, в общем-то, этот, как его... Гудгеймовский я вот недавно выложил, как перед началом стрима запись, я не знаю, обработалась она, не обработалась, там, смотрите, как бы, вчерашний день. Также на Гудгейме и ВКонтакте выложен разговор с Вердосом перед началом турнира в 4 часа по Москве, то есть это ещё до того, как он туда пошёл, как бы. Вот. Короче, такое дело. Такое дело. Ну, и сегодня до конца гейминг, я уж говорил, я, конечно, хотел пораньше освободиться, но учитывая, что по очереди будут 7 бо... 6 бо 5 и 1 бо 7, то есть, ну, я думаю, что мы ночью поздно закончим. У тебя есть выбор качества, а почему у кого-то другого нет? У меня, кстати, тоже нет чего-то выбора качества. Слушай, а как это вообще, это вообще законно? У меня только 1080 и авто. А человек, говорит, у него есть выбор качества. Не знаю, в чём дело, не знаю, в чём дело, не могу вам сказать, ребят, вообще. Так, здесь в Покебане 3 барака, Steam, Starport, факта. Здесь у нас блинг стандартный, то есть, ну, примерно то, что овердосы... Мне вообще нравится, вот, знаете, что мне нравится в овердосы игре? То, что косяки есть, но он, как бы, уверенно действует по плану, то есть, без нервозности какой-то с перебором. То есть, есть моменты косячные, но... Вроде всё неплохо в целом-то. С телевизора-то смотришь, не знаю. Ещё не знаю, ребят, разбирать, есть Twitch, есть Goodgame, есть YouTube, чё хотите, то и смотрите. Где-то должно работать точно. Где-то должно работать точно. Чатик, понятно, все в основном на Goodgame находятся. Ну и на Twitch'е люди есть, на YouTube есть тоже, но на YouTube там мало смотрят, как бы, и я особо чатов не наблюдаю. Пошёл выход от Покебане. Так, залп, минус маленький, ещё что-то там подряд. Оп, минус Медивак. Не, ну пока пробовал щётка здесь. А всё, вот, Медивак сбили Тирану, с одним уже как-то и не так охотно вперёд-то идётся, если честно. Как с двумя. Есть Танчик, куда он лезет вообще? Один Медивак построил бы почему-то только, хотя надо два было. То есть, здесь ещё один не достроил Медивак, в итоге вместо четырёх получает два. Одного сбили, одного не построил. 21 на YouTube, так я не спорю. Так, вот так, геречка, обычно. На YouTube это точно выбор качества есть, на Twitch'е нет. Уже второй раз такой багзами. Слушайте, пришёл Покебани, просто ему дал подойти. Чё он бегает-то взад-вперёд? Вот смотрите, танк разложил, вот на пару клеток вперёд, и всё, нормально можно было. И опять, блять, подвёл, так что он никуда не достаёт. Ну, красавец вообще. Надо танк раскладывать так, чтобы он по какому-нибудь зданию хоть стрелял. Это, так сказать, беспокоящий огонь, как в реальности такой артиллерии. И вынуждает он просто вперёд идти. Начинается контроль, кайтит Покебани, снизу ещё один танчик приходит. Ну, Дилотов много упробуй, то есть он грамотно сейчас всё сделает. 2-2, ребята. Грейды делаются, упробуем. Здесь атака, то есть, ну, не, у тирана плохая ситуация. То есть, он идёт пуш с двух баз, то есть у него 5 бараков, он третью не ставится цеху. Даже не заказал, почему-то броню набил, так бы хоть 1-1 грейдики были, вот это нормально было бы. Как эти 2-2 грейды доделаются у Протса, если он доживёт до них, уже тиран практически ГГ может смело писать. Ну, танки не прикрывает, проб хорошо блинкает, вперёд. Либератор минус, танки минус. Остаётся нафига ставить филды такие вот, только не понимаю вообще. То, о чём ты говоришь, в любом очаге может случиться. Вот. Любой бич во всех всё, что угодно может. Может заулынить, может экспертам в чатике, там, встать неожиданно. Ну, тут давит покебани, конечно, ну, куда тут давить. Минус Иммортл второй. Сталкеры доварпливаются, зилки варпливаются. Кстати, лимиты больше тирана, но лечения нет, смотрите. Ооо, 2-2, подъехали, 5 секунд за 2-2. А здесь и без 2-2 уже просто отбился, с 2-2 вообще печаль. Огэ-гэ, покебани пишут. Ну, похоже, Вердосу предстоит уже, я не знаю, в какой раз. То есть он... Ну, во второй раз пробок предстоит столкнуться ему в этом турнире, похоже. Но ещё пока не конец, ребята. Пятая ещё нужна четвёртая игра, здесь точно. Играет НИП или нет, я хз, ну... Наверное, да. Основной стрим запустили всё-таки в итоге. Да, запустили всё-таки основной стрим. Да, сингл эллиминейшн, конечно. Не дабл. Да дабл вообще редко Ланы сейчас проводят, в общем-то, и... Наверное, это верно, потому что, как бы, групповая же предыдущая была. Там всех сеют, то есть... Ну, Вердоса, как бы, уважительно посеяли, я бы сказал. То есть он в другой сетке совершенно противоположный от НИБа, от Массы, от Джон Сноу. Тех, кого я знаю, кто неплохой, в принципе, игрок из Америки. Но, как выясняется-то, я многих и не знаю вообще. То есть тот же... Вот тот же Рейс, которым Вердос играл в первом туре. 6-300 тиран на американском сервере. Очень неплохой. Да и вроде умеет он играть. Как бы неплохой тиран. Но, видите, Вердос сильнее, как бы, оказался. То есть такие тир-2 американцы, мне вообще неизвестно, кто и что. Я знаю, кто был старый, ну, то есть из первого Старика. И давно еще в Вол играет, там, когда я сам играл, там, играл в Вол. Или... Или в первой Старкрафт, то есть, ну... Сейчас-то я их не знаю уже. Какие там пацаны решают, какие не решают. Ну, что приятно, что приятно на... Так, в Америке, обратите внимание, сколько там тиранов просто. То есть плей-офф вышло раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь тиранов из 16 человек. То есть в Америке очень много тиранов, но, понятно, уровень, как бы, далек у них от корейского или хотя бы топового европейского какого-то там. Я не знаю, то есть того же, там, Ютермала. Я не знаю, кто там на Европе-то сейчас. Сол, поляк, вот. Даже, даже Сол на насильнее всех тиранов, скорее всего. Может, масса там с ним более-менее близко, но, тем не менее, их очень много. А вот этот средний уровень, соответственно, где, если игроков много такого уровня, это... Ну, это как бы ступень для толчка на высший уровень, естественно. Чем больше таких игроков, тем больше будет. Так. Окей, речь. В смысле, какая поддержка на YouTube отключена? Не понял, про какую ты поддержку говоришь. Нет, на описание, с меня какие-то реквизиты добавить, там, всякие для поддержок, там, и т.д. Да, можете, он, YouTube, ребята, лайкануть. Там лайки, оказывается, можно ставить, я смотрю. Надо какой-то, каких-то два обичара, я-мою, там, на дизлайк или, смотрю. Наверное, этот успешный дебилок с Мальдив. Везде лазит, там, или еще кто-нибудь. В странном принципе там еще все работает. От лайков на YouTube зависит, будет ли показывать у тех, кто смотрит СК-2, и сколько там лайков надо вообще. Да, лайкайте, че ему. А, дизлайки тоже помогают. Вот система нибель. Лучше лайкайте, ему. На хрен дизлайкайте. Ну, дизлайкайте, ПСК-2 дизлайкают, значит, может бомбить пердак, типа популярные, т.д. Так, дизлайкайте, можно без вы, во-первых. Во-вторых, у меня нет спонсоров. И я их не ищу. Спонсоров шкуры всякие ищут там. Бывает иногда, но... Турниры мы проводим регулярно, ну, на гудгейме, естественно. Скоро старлайн был, ГГ года. Если кто-то призовой выделяет, это на интичах можно провести. На неделе боя запилю турик, как я и обещал, петочно призовой выделить. Просто какой-нибудь турнир, чтобы наши поиграли. Так, что пробы там есть? Давайте по игре-то. Здесь пилунги и гаснигуски, вернетка. Опять же, в ранний блин Twilight проб играют. А здесь гелики, дропмариков, кстати, кстати. Так много, кто, смотрю, американские играют. Ну, вердоса-то другое. Вирдоса-личный спонсор. Да, может, он и не искал особо. Горов-карабайт. Ну, что-то подлайкали там YouTube, смотрю, пятнаха. Там под плеером, ребят, в левом нижнем углу под плеером. Надо пилить. А то это, может, действительно там просто плеер не вылазит куда-то там, что людей мало. У тебя на YouTube и ботов много очень, я так понимаю. На самом деле используют люди. Так, шесть геликов. Здесь шесть сталкеров стоит, готово, в общем-то. Ну, зато нам и не марики сейчас нормально нахарасит. Ну, как нормально. Три рабочих минуса. Минус медивага это провалище полное, на самом деле. Три пробки минуснулось. И здесь гелики уезжают. А что же проб? А проб сразу... О-о-о-о, ребята, ребята, ни бункера, ничего. Что ж ты, дружок, в бункер-то вовремя не поставил? Так, здесь надо... Три сталкера есть. Здесь всё вперёд идёт. Если бункер придёт, сейчас минуснёт просто и медивага... О, этот, либератора. Соответственно... Проб это гагенщик, скорее всего, будет. Заходите уже, куда-то я могу. Кстати, он так, от блинками от либератора сконтролил. Да просто фокуснуть мародёров и всё. Хотя и так расконтролил, я смотрю. Да, пробу. Да, расконтролил и так, гелики слились все. Да, даже два назад приехало, просто они заехать не смогли и всё. А я бункер убить просто и ничего здесь не сделать, всё равно будет. Пробу с перебором, блинкаешься? Как ты блинкаешься-то, а? Только бэп понажимать. Ну, 16 рабочих минус, в любом случае, ГГ вообще. Да, мне уже скальт в райотая носка. К реалиции. Но... Лучше лайкать. Нахрен дизлайкать. Ещё три сталкера подходишься. Добьёт, добьёт, похоже, в лоб всё-таки. Стим есть? Да, есть стим. Ну, тут тяжеловато будет даже со стимом на саммлитерану. Бумпер упал. Ну, кстати, раньше вот в таком вот контроле сталкеры сильнее были. Почему? Потому что сейчас залп делают, Марик, и избыточный дэмэдж залетает. А раньше, как бы, они распределяли более грамотно дэмэдж сами по себе, из-за того, что он не был такой гигантский, а скорость атаки быстрее получается. Ну, тут ГГ 3.1, собственно, овердост пробы будет биться дальше вообще. Так, плюс ещё два пейлона. Гейтал достаточно. Ну, кстати, пробы как-то неплохо даже играет, я смотрю. То есть, в ротост надо аккуратненько быть вообще. Здорово, штак. 103.64, всё, дело-то сейчас же нужно. То есть, они с такой же скоростью 4.13, как и сталкеры, бегают. Призм сейчас сбил, может быть, что-то. Что-то загрузил, разгрузил. Проба настолько контролит, что иногда прям законтраливается. Я не знаю, про какого хапача ты говоришь. Есть сетка, смотрите сетку. Не надо вопрос задавать мне лишних, таких с перебором. Есть сетка, и так заноситеě. Я не знаю, что у нас закрывается. Наш консервина. Р Hilft signs сетка этого герна. Но всегда не сможем тебе. Продолжение следует... 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 Ох, кстати, я забыл поставить вот этот логотип-то точно... Пока... Пока... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что... Отлично... Ребята... Успел к массе и Джон Сноу... Вон он, Джон Сноу там сидит... В очках такой челик... Вот, интересный... Масса ведёт... Один ноль... Чем-то на флэше, кстати, у нас похож. Так, и пухленький. Не знаю, чем. Вердос кулаками на Ниба. Ну, кстати, Вердос с Нибом одна весовая категория. Без правил по ММАшным их в финал, короче. Ну что, сегодня я прямо какой-то залетатель в игры. Уже третий матч успеваю постремить. Соответственно, в 1-8. Ну, значит, просто у нас что? Значит, у нас просто Вердос молодец, быстро сыграл. Чам, кстати, там 3-0 легко первый тур прошел. Продолжение следует... Пул первый, ребята, у Джон Сноу Но безгазовая скорость не сразу будет заказана То есть собаки вперед выдвигаются Здесь стеночки, а-ля как Гумич там корейцы играли Делает у нас масса Ну и, кстати, Рипер достаточно далеко успеет улететь То есть это точно минус реактор будет Точно будет минус реактор Придется его отменить Массе Ну если отменить, хоть какие-то ресурсы вернуться Ну рассчитывал здесь, наверное, на большее у нас Зеркак, я думаю Факта готова, там Марик, Гелик заказаны Ну Трипер масса прилетел Трипер масса Трипер масса Так, ну гели и крипер должно быть два гелика, если бы реактор был, ну реактор был сгрызан собачками. Викинг у массы, то есть это минус говер, соответственно. Здесь всё стандартно, всё меняется, барак на лабу, факта на реактор. Нормальное кресло. 500 тысяч раз уже про кресло говорил. Уже несколько десятков людей подобное купил. Не знаю, есть тут минусы, сетка как бы протирается об болтную. Тут сборка корявая была, походу, просто у этого кресла. Ну, в целом нормально. Так, ну геликов 6 штучек у массы, большие инвизные. То есть всё-таки поменялся местами, не на бараке. На бараке лаба тоже, кстати, пошла. Здесь ещё одна лаба. Квоему лаб-то столько? А! А как вообще эта лаба здесь появилась? А нет, всё норм, появилась она нормально, кстати. Ну, казалось, здесь Даня до ццехи не влезет. Просто не влезет. Так, и мех пошёл от массы сейчас, как вы видите. То есть он тут фейковал, фейковал, и в итоге всё-таки у мех вышел. Тут линго-бэйлинги, покатухи бэйном делаются, и гидродайн. Гидра линго-бэйлинги без эволюшина вообще. Я не знаю, сказы апгрейды собирается делать. Пока я смотрю, что что-то он не спешит апгрейд это делать. Ну, а массы начинают харас баньшима. Так, ну хлам не хлам, но денег своих не стоят, наверное, многие. Как и девайсы, многие эти игровые, типа. Ну так, баншами харасик напрягает. Два дрона, и ещё одного дрона, который спорку заказал. То есть вообще, И-75 в спорку вложил, и дрон погиб ещё сверху. Это ошибка была от Джон Сноу. Ну нет, спасать-то надо рабочего. Ну а двух банши, видите, несколько залпов, и в итоге в минус с этим спасением себе только разменялся. Что-то странное, да похи вообще. Что это такое за нагромождение? Здесь какая-то выемка. Есть какая-то странная. Не стенку здесь. Не хотя бы здесь стенку. Это вообще... Немодёжная, блин. Надёжная, наверное, там какие-нибудь... Есть надёжная, но они уже совершенно других не стоят. Тор вышел, блин, Беллингов ногами разогнал. Просто идёт бах, об него взрываются, ему пофиг, конечно же. Зато рабочие выжили. Куда Тору не выйти, что ли, не понимаю, или что он на рамку... И точка сбора здесь стоит. Почему он на рамку пришёл вообще? Ну, если здесь такая застройка, что Тору не пройти отсюда-сюда, то это полный провал, я вам скажу. Задолбается масса вывозить их оттуда. Кстати, ещё Рипер с самого начала, что ли, жив? Уже не жив. Уже минус Рипер. Танчики пошли, здесь двое Банши. Всё ещё нам... Вот Банши плюс Торы всеми залететь бы вообще здесь. Так, Баншат всё-таки минус. Два Дрона тоже минус. Гелики объезжают, Сторами к четвёртым. Здесь много Гидры, очень много Гидры. Нужно быть аккуратнее. Синее пламя отсутствует, ошибка. Стопроцентная ошибка со стороны массы. Потому что синее пламя отсутствует. Но продакшн, хорошие пять фактурах. Старпорт с реактором даже ничего не строится, пока не работает он. А здесь какой-то полетел штополь. Так, ну собаки на мейн будет дроп, гелики на армию масса. Джон снова будет дропать. Здесь два Тора прилетают от тыла. Надо дропать Тора, потому что он летит-то. Как же они больно делают всем вообще. И дэмэдж у них просто нереальный. У Торов я имею ввиду. Так, ну тут у Коров... А, вот с королевами пошёл выход со стороны массы. Ой, со стороны Джон Сноу. Ну что он хочет сделать, мне понятия не имею. У мягтирана больше лимита, чем у зерга. И, конечно же, у него всё прекрасно здесь у массы. Ещё и два Тора в тылу, которые... Ну, то есть домой не улетели. Они продолжают харасить просто. А они сейчас рабочих не убивают. Только не надо двумя Торами в одного Роба стрелять. Он же с залпа погибает. Итак, от одного Тора... Так, гидрой перестеливают с Тора. Победит. Слушайте, побеждает. Здесь ещё даже гидруксю. Этими Торами у нас масса. Продолжает бомбить базу. Очень больно здесь всему. Рабочие падают. 8 штук. Минус улетает. В итоге ещё и Тор выжил. Ну, то есть это хороший обмен. Обмен. Нужно делать выход. Смотрите, лимита 180. Сейчас мех тираны, они как бы имеют свойство не тупить, не сидеть там до 200. Выходить вовремя, если оппонента нахарасили. Если сейчас масса выход сделает, то будет оклик. Но он сидит просто и ничего не делает. Кстати, синее пламя сделал. Да, сделал синее пламя. Молодец. Гелика. Вообще гидрали ска сожгли. Вообще в хлам гелиона. Здесь 4 гидрала идут нахарас какой-то. Видимо, у ловера садится, что ли. Да, похоже, у ловера собирается посадить их в Джон Сноу. Так, отписал челу. Кстати, у меня неправильный счет. Массаж 1-0 повел. А Ниджон снова 1-0 идет. Так, вот и гелики приехали. Танки сзади куда ты геликами одними, пошел. Так, вот и геликами одними, пошел. Не туда. Писанул всем сейчас на стрим. Бывает, бывает. 193-166. Так, здесь дроп королев на голову, что ли, идет. Какие королевы, какие гидралиски. Он снова какую-то фигню уже делает. 130 на 190, это 2-0, ребят, похоже. Привет, Винтери. Это 2-0, но еще третья игра будет. У нас же БО-5 получается, как бы. Так, сейчас кончится зеленка. Гидралиском очень сильно прилетит здесь. Бата вперед лучше не уводить. Так, здесь линги-беллинги в тылу забегание было какое-то. Ну, сейчас все, наверх пойдет. Гелики вот приехали. Тор плюс Баты, плюс Либератор уже. Ё-моё, сколько всего здесь залетает? Жесть какая-то вообще. Танки ближе еще. Надо взять несколько танков и дропнуть уже куда-то, я не знаю, вот сюда, наверх. Так, 4 гелики на Мэн. Надо было дропать. Здесь уже один сам сюда приехал, без дропа просто. Сам по себе масса не сконтролил. Кстати, есть бруды. Есть бруды. Бруды будут напрягать. Ну, здесь на Мэне, например, гелики сожгли все. Включая Гидралис, который пытался этому помешать. Так, ну, улетает отсюда масса, ребят. С 7-4, 120. Ну, я думаю, что эти три брудлорда, ну, никак не спасут здесь зерга. Почему? Потому что, во-первых, на 4-й у него сейчас все сгорит. В базе. Включая, наверное, собак. Ох, Телбат, как быстро. Жесть, короче, ребят. 111 на 107-7. 64-44. 20 рабочих тиран плюс. И 3-2 грейды делаются. А здесь только третья атака. Ну, и просто викингов грудов настроить. Ну, либо минки с закопкой. Ну, с таким зергом, у которого экономика вообще отсутствует практически сейчас. То есть, минки точно зарешают. Я бы не парился на месте массы. Просто Старкортов заказал бы еще один бы с реактором. Да, лучше два просто. Три Старкорта, три реактора, шесть викингов за заказ. И все. И вопрос решен. С такой экономикой против зерга. С такой слабой экономикой. На твиче нету никаких ботов. Поэтому друг у друга сетку просите. Либо я скину вручную. Так, о нескольких матчах вообще никаких известий. Нет никаких результатов. Я надеюсь, они играются. Потому что... Если не все здесь одновременно и не все в следующей стадии одновременно, то тогда я не знаю, сколько времени тут пойдет. Вообще жесть, сколько. Не, ну Джон Сноу сопротивляется, но крип вообще отсутствует. То есть только сверху базы соединены, в центре нет. Экономика намного хуже. Здесь уже воздушные грейды начинают масса делать. И все очень плохо. Факторок работает сколько, наверное, штук? Да, восемь факторок. Два Старкорта. Третий Старкорт пошел, в общем. Так, а на гудгейме как раз-таки сетка есть. Короче, на мейнку-то дроп идет. Что это? Танки и минки? А минки-то зачем? Так, и викинги сюда прилетели, и все сюда прилетело. Здесь какая-то группка стоит, кстати. Так, пока мин их копал, они все погибли. Одного груда забрал тут масса, Джон Сноу. Королеву раздолбил. Здесь королеву, если б не брудлинги, кстати, смотрите. Брудлинги в последних секундах своей жизни королеву спасли. Если бы они не подгрызли, он бы еще два залпа бы сделал бы, скорее всего, и убил бы. ГГ, пищи, Джон Сноу. Делакс. Делакс. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что? Кто-то окей не жмёт, короче, в группе. Кто это, блин? Кто-то окей не жмёт. Туалет ушёл. Туалет ушёл. Туалет ушёл. Туалет ушёл. Туалет ушёл. Туалет ушёл. Продолжение следует... 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 Так, ребят, все, давайте игру смотреть, все, здесь я смотрел, там сетки, все дела. Ну что, депуха, барак, ццшечку, факторку, депуха, газ, барак, ццшечку, факторку, масса. Ну и, кстати, интересное такое здесь, смотрите, положение, то есть получается стенка сюда и здесь все закрыто. Прилетел, пострелял, ничего не убил. Ни собачку не срезал, ни рабочего, тем более, ноль, видите, а нет, не видите, там я нахожусь, забываю все время про это. Так, ну что, лаба на бараке, здесь гелики начали строить, старпорт сверху. Лаба, кстати, не под старпорт, иначе зачем так далеко от старпорта получается. То есть здесь стим, наверное, все-таки у массы будет в этот раз. Пес такой согрелся было за геликами, но быстро сообразил Джон Сноу, что не надо за ними бежать. Ну и, кстати, смотрите, хорошая разведка прибегает такая, проверяют все здесь у нас. Джон Сноу, Маск пытается вернуться, а здесь, по-моему, не проехать никак. Ну и на мэй не пустил, то есть старпорт не спалил. Еще одна депуха, и все закрыто. Оказывается, собаки через тречку там побежали. А дома-то есть? Да, дома три королевы и четыре собаки. Этого вполне достаточно, чтобы все здесь отбить, что только можно вообще. Так, линк минус. Два дрона. А где дрона-то минус-нули, если я чтю? А, здесь, наверное, на третий были, получается, дрона. Ну, сразу, зерк плюсы пока по-рабочему. Но это только пока, потому что, смотрите, здесь что забил. Здесь арморы, соответственно, уже есть, так, четыре. Здесь плюс три, почему нечетное количество? Значит, соплайвлок был или не заказал, Маск, похоже. Ну, это косяки всегда. Геликов вообще всегда четное количество должно быть, если нормально их строишь. Собак тут Маск еще чуток под ножок. Еще гелики с рипером идут. Еще два гелика вперед. Медивак один на мейн, часть, а именно, пять гелионов рипер на третью базу заходят. Два криптумура масса срезал здесь. А надо ли трансформироваться? Нет, конечно, ответ, не надо здесь трансформироваться. Надо сжечь просто, работать. Упа. Вот сейчас очень вовремя. Да, собаки против собак затрансформировался. Собак пожег нафиг. Медивака можно помочь бы, вот, правда, здесь полечить бы колбатов немножечко. Так, здесь Маск нормально ножок. Десять дронов, кстати, играет. Здесь очень колбат хочет дойти, но королевы видят Джон Сноу, куда он идет. И на третий врыв тоже идет, кстати. Против королев неплохая битва. Рабочих отводят, там у нас Джон Сноу масса ждет. Контроль, фокуси. Воруй, убивай. Не смог доконтролить до конца у нас получается масса. Но 12 дрона вжег, вот уже у Зерга и не больше, чем у тирана рабочих, а вровень. А нафига Медивака давать вот сюда лететь, этого я понятия не имею, зачем тирану делать вообще было сейчас. Но это, видимо, ошибка какая-то. И Джон Сноу, Маск вообще боится улыб, а Джон Сноу кого-то бункеров наставил. Дома третья цеха, выходит био, плюс два реактора пошло. Почему реакторы, почему не лаба, не знаю, вторая. Ну, видимо, Мариков побольше хочет, плюс танчики, наверное, в перспективе. Здесь можно два барака поставить, хорошее для них место, ничему не мешают. Сюда все выходит, цехи тоже не мешают. Ну, а вот для факты, мягко говоря, не очень удачное место. То есть откуда танки здесь выходить вообще будет? Вот здесь, а, вот наверху лаба заметил, что есть. Вот здесь место удачно, потому что здесь точка сбора, ну, если вниз поставлена, отсюда танк выходит, сразу съезжает. А здесь, если он сзади выйдет, ему и не выехать-то будет. Здесь застроено все инженерками, нет бы вот эту и вот эту вплотную поставить. И здесь застроил, и эту нахерам-то сюда выдвинул, непонятно. Так, стим почти готов, 1-1 грейдинг почти готова. Гелиги продолжают харасть, еще четыре дрона. Минус, слушайте, лимиты вообще близки. У Зерга больше, конечно, это учитывая, что он роучи еще строит. То есть сейчас, когда тирана побольше станет, 1-1 сделаются грейды. Ну, там 2-2 пойдут грейды. Ну, тираны имеется в виду. Зерга вообще тяжко будет вообще. Так, с бараков уже сколько? Нормально, 7 бараков работает у массы. А нет, 6 работает, 1 строится. Вру, 2 факторки. На 2-2 заказывать армори. Давным-давно есть 2-2, не заказывают почему-то. Еще один барак на лабу, а здесь под что реактор вообще освобождается. Даже больше, чем через трибу. 5 вердос будет играть еще. Это должно закончиться. Я не уверен, что там другие кончились вообще. Дайте сетку обновлю. А не, кончаются. Вот Тесла победил Кудлбера. Сейчас, если масса победит, он с Теслой будет биться. ПВТ будет. Фьюча Сапи непонятно, Чан там ждет. Фьюча, кстати, в мех играет. То есть там долгие игры могут быть. Особенно, если Сапи будет карты брать. То есть там будет очень долго, может, проходить. Наверное, начнут как бы до того, как кончится их матч. Просто 1-4 и все. А они пока доиграют. Ну и все игры подряд будут. То есть мы ничего не пропустим. Будет у нас следующая 1-4. По идее, сверху вниз должны играть. НИП, Эпик, Тесла против победителя от массы Джон Сноу. Видимо, это будет масса. Хотя в этот раз Джон Сноу получше по лимиту себя чувствует. Фьюча Сапи победитель этой пары против Чама. И Вердос, проба ПВП снизу. Единственная зеркалка, это Вердосовская зеркалка. То есть даже зеркалка сегодня приятная. Остальные все, походу, и не зеркалки-то будут совсем. Ну, тоже абсолютной уверенности в этом нет. Там еще и результаты некоторые неизвестные. Так, смотрите сетку ниндзя, чтобы вопросов таких не задавать мне, я еще раз говорю. Так. Ну, тут дроп Харас идет, соответственно. 2-2 доделаются. У Джон Сноу ультрала по 6-ти ульт. Джон Сноу бил как-то получше, похуже, чем в мех пока что выглядит. Ну, там и начало другое было, в принципе, да. Приходят Мариносы плюс танки. Минус реладжеры несколько ручей. Надо самому камню пробивать. Зерку спасибо за то, что первый пробил. Сейчас масса, можно сказать. Собственно говоря. Так, что танки так далеко? Почему они постоянно танки так далеко раскладывают? Я не понимаю. Что этот здесь делает? Почему эти все вообще, клин пойми где, разложены? Так, идет атака. Ну, вот, пожалуйста, танки все в заднице в какой-то. Био не успевает вернуться, чтобы танки прикрыть. Все собаками просто уничтожены. Да, провал полный сейчас от массы был. Интрал уже с броней, с панцирем. Ну, хоть хату выбил. Карманы-то нет, некуда перевезти сейчас вообще. Так, ну, в США другие игроки. Здесь уровень, конечно, в чем-то пониже. Но здесь обратите внимание, сколько много тиранов. Наши войска улучшение завершено. Наши войска улучшение завершено. О, ничего себе кул там на старлайн заносит. Поддерживает старкап. Как манет. Э-э-э, аккуратнее. Ультрала хотела очень масса догнать и догнал ультрала в итоге. Ну, вот это вот такие дропы, но это на самом деле ненужная тирану затея. Почему? Потому что, постой ты, полечи, ё-моё. Вот сейчас дропнется тиран. Пока он дропает, собаки пробегут. И надо загружаться, потому что юниты за секунду все погибли. Надо постоять несколько секунд. Просто три медивака достаточно быстро вылечат тут этих мариков всем. Вот такими уже желтенькими. Хотя, понимаешь, что можно идти вперед. А здесь прибежал, а зерк уже здесь и армия стоит. Чтоб такого не было, надо, видимо, сканить. Так, зато выход одновременно идет в район девяти часов, ребят. А здесь аж целых две базы сразу погибнут. Так, и минус свайпер один. Второго тоже можно сейчас мариками сбрить будет. Зеленки что-то там же он снова наставил. Так он раньше атаки только своей правды наставил этой зеленки. То есть танки сейчас от зеленочки очухаются и начнут дамажить. Но то, что ультра с двух сторон, это печаль, как бы. Потому что все выбито. Зато развел, убил золото. Здесь можно загрузиться. И на мейн опять. Ну, стандартные тирановские разводы это, собственно говоря, идут. Продолжение следует... Так. 195, 158. Но очевидно, что масса здесь абсолютно доминирует в этом матче. У него уже две брони даже на мех. То есть он медиваки с двумя броньками летает. Но вы не видите здесь вебка. Ну, вот можно вот здесь видеть две точечки. Это две плюс синенький грейд. И вторая атака делается. То есть сейчас 2-2 воздух уже будет. 3-3 био получается. Правда, танки с бронёй это не очень. То есть им, конечно же, им гораздо лучше атаку делать, чем броню. Это очевиднейший момент абсолютно. Так, в город в одиночку тут Малик разбомбил. Бедный Малик. Ну, а что делать? Госакадемия. Единственное, что у массы... А, вот он, забыл. Знаете, медиваки-то есть, так они дома висят забыты все. Видимо, МФ-ку не жмёт. Ну, видимо, тиран так... Видите, а какие бинды вообще у массы? Control-1 чисто био. И медивак 1. Control-2 танки. Ну, такой стар... Я бы сказал, вот, масса биндит по-старкрафтерски. По-варкрафтерски это вот так вот налепить всё. Вот как вот в этом контроле, например. Я, ну, вот... Я не считаю, так и есть. Вот как... Сейчас, секундочку. Я веб-ку убрал. Как вот в этом контроле налепить просто зданий, например, различных и через тап переключат по-старкрафтерски. Я тут био с медиваками забиндил отдельно. Контролишь там, или даже медиваки отдельно. Отдельно танчики по типам. Отдельно бараки вот полностью. И факторки вот. То есть по типам, короче, юнитов. По типам продакшна получается. Не так привычнее всегда было, не знаю. И у массы как бы я что-то и не... Масса играл в первую статку, по-моему, в первую статку я не играл. Короче, вообще, честно говоря, бинды это кому как удобнее. А вот это полный провал. Пришел в семь био, слил в хлам, называется. Просто в хлам слил все био. Вторая атака воздушно доделывается. Строится батлкрузер. Ёма. Тут какая-то вообще просто армия. И батлкрузеры, и либераторы, и викинги, марики, мародеры, гасты. Чего только не строится вообще. Я вебку специально убрал, чтобы показать. Варкрафтик контрол. И старкрафтик контрол. А вы меня тут вебка, вебка. Все нормально с вебкой. Не пропаду. Да, что-то маслом био насливал. Но надо добавлять много-много всего здесь. Две гостакадемии, то есть это ядерная бомба. Кстати, есть бомба, нет? А где бомбу вообще можно отследить? Кстати, есть юнит и есть здание. А бомба-то она к чему относится? Ни к чему. В юнитах она будет, интересно, показываться на геймкартовском интерфейсе. Я вот этого даже не помню, если честно. Бараков у массы, соответственно, 9. Смотрите, 4 старпорта, 3 гостакадемии, 2 факты, блин, очень много всего. Здесь бруды ультра, что Джон Сноу вперед куда-то решил. А куда они летят-то, 3 обглотанных этих брудлордов? Вот 3 ядерки пошло, смотрите. Так, где 3-я-то гостятня? А вот 3-я и вот здесь 2-я. Рейндж туретка. С данем есть бронька? С данем бронька есть. Короче, все грейды зданческие, но армори почему-то не работает вообще. Почему не работает армори, я не знаю. Ну, либераторы и так 2-2, ребят. Приходит масса. Гасты, Венвиз, разложи либераторов! Что ж ты ждешь-то, ё-моё, что он ждет-то? А, здесь еще и вертиры есть. То есть гастов передних, передних гастов всех ультралы просто уничтожили. Задние прикрыли снайпер-шотами. Но без энергии в итоге гасты тоже остались. А, это печально. Богу, груды откуда-то берутся, блин. Причем масса все по отдельности у массы как-то дерется, по-моему. Так, надо бы караптер. Караптер 1-1, 2-2, либератора против них. Нормально справятся. Должны справиться, кстати. Зеленку сюда накинуть, так тогда могут и не справиться либераторы, если накинуть зеленку. Но зеленки я чуть не наблюдаю. Вайперов масса фокусит. Здесь в тылу какая-то драка идет непонятная. У руды вперед. Гасты их минус в инвизит. Караптеры сливаются, либераторы сливаются. У того и у другого все сливается. Ну видно, масса микс-то правильная на ЛАТе делает, но контроля не хватает вообще. Да я вспомнил, да, в армии бомба показывается на самом деле. И они там отдельно нарисованы. Ну все. Спасибо. Остается вопрос, как там фьючерсапи вообще, как у них дела. А я без понятия, как у них дела. Если они закончили, то это хорошо. Ну что. Все, начинаться должна, по идее, 1,4 сейчас, по идее. Вот. И медленно, наверное, к вердосу двигаться. Так, рекламу пилю. Не надо там про вердосу загадывать, где бы он там был или не был. В общем, ждем мы четверть пенала. Про отлоги про подержу вспомните, естественно. Сегодня опять для вас я тут буду залипать просто нереальное количество времени. У меня здесь. И вот. И вот. И вот. И вот. И вот. Продолжение следует... 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 Мародёры, марики плюс циклон отобьёт ли НИП? НИП уже всё понял, ребят НИП уже всё понял и поэтому батарейку поставил в полей А стиральной машинкой ты подумал лечь На стиральной течелок Какой же мощный этот пуш, чёрт побери, а? Стиральной машинкой течелок стричь волосы Наверное, как-то можно сделать Но там скорее голову тебя обстригёт полностью Так, ну всё, не пробил здесь НИП, чел Сразу пилонную батарейку одну отменяет Кстати, зачем пилон-то отменил? Вы балбес, а? Взял вот пилон, отменил В итоге пилона нет Нет, сейчас На товар просто не было лимита Блин, да кто так орёт? Это мародёр что-то так орёт? Как зерк какой-то когда уничтожают его Так, 44-35 Не, ну я вижу, что они в прекрасной форме как бы очень круто отыгрывают Это точно нужно искать сейчас Здоров, искатель! В общем-то у тирана двухбазовый опять какой-то билд получается Он очень даже потеет, я бы сказал Террасик-то Вот, строят тут медивайки Био строят, как и все тираны У него третий Нексус Кстати, у него юнитов не так уж много Но сейчас будет колосс С колоссом будет ему проще Кстати, вот какой-то странный вот этот очень пилон Ну, здесь бы заказал бы на этом гите и здесь перестраховочный и всё А в итоге здесь колосс Смотрите, теперь колосс не может тут здесь пройти вот так вот, как бы пройти мимо пилона Всему обходить надо Здесь какое-то столкновение идёт вообще Гвардин надо врубить Ох, филда два царских Пошло Вот энергию, правда, всю выкинул Не б там Колосс пытайся фокуснуть Попробуй его под гвардином фокусни, дружок Не фокуснуй здесь колосса тебе Минус всё Развёл как щенка просто какого-то Я не знаю Ниб как Забайтил просто на колосса Как чарлика на палку Я байчу обычно на улице Чтоб он бегал Ну, чтоб Штаны свои шерстяные проветривал А не ходил медленно Вот Или сам как убегаешь Ну, это походу ГГ Это походу ГГ, ребят Что-то пришёл Ниб Правда, здесь Блинка нет А, у него обсервер есть Ёма, обсервер разложен Я думаю, чё он минки-то тут выбивает А у него вижен есть просто на минке Все минки Блин Слушайте, ну Не, пока просто Скажу одно Приятно смотреть, как Ниб играет Вот пока Сцеху отменил за секунду Ну, когда играешь с оппонентом А чё они в дело Чё он вообще Вот это что такое Пусто Только сказал Сцеху Отменил за секунду До готовности Вообще Как боженька просто А он взял Ушёл Он опять попрекалываться Решил время потянуть Что-ли Реально Наказал бы его кто-нибудь За эту херню Блин Чтобы он так не бегал Бесит меня прям Вот эта хрень Сцеху подменил Ушёл бы здесь Подождал прирост Пришёл бы в лоб Убил бы просто Твайлайт есть Делай блинк Делай всё что угодно Там, я знаю Грейды Уже вторая броня делается На Этих всех Так Только вердос Сможет остановить Ниба Ну как кто-то Предлагал уже Можно Ну там Восьмиугольники По ММАшным правилам Вердос Ниба устроить Категория Эфизуха Похожа Как бы Тоже б нормально Было Русский убийца Последователь Фёдора Емельянин Кавердос А Ниб Этот Как вот Сегодня ночью Защита была Титулов Там Забыл Там Как Негра Такого Борца Зовут Там Заборол Швейцарца Мощного Тирана 144 Да не меочеч Другой бой В кормье Точно Да Вот он Ну что Ниб Короче Отошёл Пришёл Опять сюда Блинк Есть То есть Только что У тирана Был лимит Почти как у Ниба Но в итоге Ниб подварпил Юнитов Приходит И убивает Просто сверхуверенно Как-то прям Вообще Слишком его много Зашёл на вторую Здесь Либератор Как бы Он напрягает Но это не страшно Вообще Нибу В принципе Так Колоссы вперёд Там полет Как колоссы-то лезут Вообще Не понимаю Сверху КСМки Входят На тирану Колоссов Покусить Они же колоссы Тут всё норм Какой контроль Ещё у Ниба И блинкает И в призму Сажает Потери в конце Дайте-ка Какие потери В конце 5400 На 11к Ну В общем-то Ниб не хочет Просто То есть Он не хочет Агрессивней Он И прикалывается Заодно И как-то И В итоге Просто В макро Задавливает Хлам И всё Ну Это Деклассирован Просто Оверскилл Я не знаю Как хотите Называть Оверскилл Оверскилл Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Тес... Ага... Фьюща с Сапи еще бьются, по-моему, РО-16. Еще результата нет. Вот дают. Но еще Теса Масла следующий... Теса Масла, емано. Тесла Масла. Тесла против Масла. Следующий будет матч Бо-5, четвертьфинал ПВТ. А потом только будет Чам против победителя Фьюща Сапи. Так что, наверное, они все-таки успеют доиграть. У них какая-то там прям жуткая битва идет. Но я уже говорил, что Фьюща в мех играет постоянно. Прикиньте, сейчас просто Тиран 3-2 делает. Вот бомбанет у этих... Приверженцев теории заговоров. 3-2-2-шников этих. Ну, у меня тоже, наверное, бомбанет. Судя по первым играм, думаю, я не знаю, что с ним должно случиться. Торена, может, 8 таблеток он съесть должен. То, наверное, не успеет его это бомбануть за время этой игры. Одной. Ты точно не успеешь. Ну, может быть, и может лучше сыграть. Так, вот там и прикол ланов и мандража. То есть уровень есть. И, конечно, если кто-то мандражирует, то... Так, здесь пилон, а что не хочет сделать? Еще не понимаю. Здесь сталкер бежит. Здесь ничего он уже не сделает особо просто пилон поставил. Какой-то кривой. Вот. Мандражируешь-то твои проблемы, коль мандражируешь. Так, у него Twilight. 16 на main и, понятно, второй раз скачивает. Здесь стеночка. Можно пилон заказать здесь, закрыть либо здесь здание. И здесь что-нибудь ставить. Можно вообще ничего не ставить, если уверен, что геликов не будет. Здесь третья, этот, третья ЦСФ пошла. Матерман смотрит на Твиче. В смысле, мой канал, что ли, или что? Не смотрел в чатик, не смотрел. Это он правильно делает. Еще рабочих минус. Вирдос будет последним играть свой четвертьфинальный матч, соответственно. Третья ЦСФ, ребят, готова. Плюс барак. Еще один из три барак. Ну, стандартно достаточно тиран действует, получается. У Ниба что? У Ниба... А, Ниб все, не решил, что хорош здесь время тянуть, похоже. И, слушайте, сейчас рипер все спалит. Наверное, что происходит-то? Ну, в принципе, я думаю, он может и в лоб убить. То есть, гайки, а не понял, что... А, он третья ЦСФ увидел. А вот этот билд хорошо третья ЦСФ у Контрит, ребят. Вот в чем прикол. То есть, это у Лэн с призмой, с семи гейтов. А на бункера тирану на мэйне пилить. Другого шанса я здесь просто не вижу отбиться, как бы. Минус рипер. Потери, давайте глянем. Потери. Вот у нас в этой игре такие. Приблизительно. Минкам. Мод у нас одинаковый почти, то есть. Ну и все, сейчас призма прилетит вперед. Она уже летит вперед. Два сталкера идут, плюс четыре адепта. То есть, вот эти снизу зайдут, товарищи, на два бункера. А сверху что? А сверху бункер и призма прилетает. Гиппи открылись. Да, открываются гиппи. Ничего не потворит. Ааа, не потворит. Здесь доварфнул граунд. А зачем? Вопрос открытый пока что. Я уж думал, сейчас тиран просто не успеет закрыть. Да похуй на мэйне. Это будет печаль какая-то. Так. Не, ну неопределенно здесь понт какой-то вообще делает. Зачем в лоб-то? Залети вон сюда как бы. Варпани и убей. Зачем в лоб-то давить? Ну и пришел что? Блин, я его в лоб задавлю просто. Просто вперед пойду и убью. Не, ну понятно, уровень разной игры и... Что-то тут печально все вы видите сами. Смотрите как контролят туда-сюда читодропается. Прикольно получается. Да, варп еще уйдет. Потери уже совершенно другие. ГГ. Просто вот интересно что тут было. Ну, 7 адептов погибло. Ну, все здесь ясно было. И так, короче, до игры, ребят. В общем, следующий... Следующий у нас матч. Давайте я вам сетку покажу. Тупо как бы. Тогда уж просто. Раз, такое дело. Тесла Масса. Фьющая против Сапи. Что-то еще пока не зарепорчено. Наверное, играют еще. Чам против победителя. И вот Вердос как раз таки будет с пробой биться последним. Ну и все по очереди. Полуфинал и финал далее у нас пойдет. Ну, в общем, долго еще мы будем смотреть. Конечно, если как Нипси будут играть, то не очень долго. Наверное. Так, Джесс, ты первый прем там разыгрываешь? Ребята, Джесс, Ребуса, кому интересно, участвуйте. Вот премчики там разыгрываем. Так. Все, удаляем. Всякую шляпу. Спасибо, кто на YouTube подписывается, ребят. Есть YouTube, есть Twitch, есть GG Player сейчас в данный момент. О, массу уже подчеркали. Ну, молодцы, молодцы. Кстати, Сапи, Сапи, где здесь? Сапи здесь сидит. Сапи здесь сидит. Но пока что-то не зарепортили. Зарепортят, наверное, скоро. Не знаю, Сапи там или не Сапи, без понятия. Вообще, конечно, для овердоса идеально было бы, чтобы Фьюча убил Сапи. А Фьюча как-то нереально круто для зергами играет. Хотя, ну, писали, что у него там 5000 ммр с чем-то там. То есть он играет с true на равных, там, со всеми американскими игроками на равных, фактически. Зергами. И он бы мог одолеть всех, а овердос бы взял бы его тепленьким, просто террасик. Вот и все. Привет, YoSolo с рестримами, так же, как и на Твиче с рестримами, там. Вот. Вот. Но... Какая разница? Есть Good Game, в принципе, да? Фух. Устало чуть-чуть не каменьчить уже, но... Чай у меня холодный тут есть, надо чайку обить. И здесь чай есть холодный. Чё сапи 2-3? О, а сапи-то отлетел 2-3 от фьючера, между прочим. Фьючер Чам зеркалок не будет, кроме вердоса, пробую. Ну и, кстати, Чам он, блин... Не, ну Чам всё-таки другого калибра немножечко, чем сапи-игрок. То есть, наверное, экспресс. Ну так, мне надо знать, куда пилишь его. В описании есть всех плееров канал ютубовский, поэтому ищите. И лайки ставьте на ютубе, хотя, говорят, там и дизлайки помогают. Снизу там, в левом нижнем углу под плеером. Кстати, да, раз не поддерживаете особо, то хоть здесь лайканите, ребята, в левом нижнем углу под плеером. А то говорят, что там плеер вылазит, как бы, наверх, если лайкают и даже дизлайкают, короче. Вот. Завтра стримить? Слушай, завтра стримить. А, так Варди Викле в 15.00. Конечно, буду стримить в 15.00 Варди Викле, соответственно. Постараюсь пораньше, но высплюсь, не высплюсь, вопрос, конечно. А, так завтра и готовится финальная квалификация, ема, ема. Завтра вообще, короче, опять на весь день шляп. Блин, когда я отдохну-то я уже, ема. Меня уже что-то подзадолбало, признаться честно. Придется, ну и нельзя пропускать. Ну, бывает, что. Сапи мог одолеть, понятное дело, там, всех, но не одолеть. Опа. Опа. Кажется, дочь 2r премчик разгадал, да? А, ну, МОСПДЖЕЙ. На море и СИП подписался на премиум. Дочь 2r активировал премиум на ваш канал. Опа. Значит, подписался и активировал. В чем разница, точнее, пап. Сегодня все. Уже два разыграли, получается. Я урсалачи поддержал ваш канал на 50 рублей и сообщает, давно не закидывал полтос. Отключайте от блоки. Плепс. Ну, а сколько ЕМ? Ну, в 20.00 написано ЕМ. Хеллрейзер там и Блай будет сражаться. Хеллрейзер с Руэллой. На море и СИП переподписан 3 месяца. Ну, а уже 3, что ли, да? Спасибо, Юсалачи. Спасибо всем, пацаны. Так, короче. 20.00, да. Ну, за наших поболеем. Блин, вообще ВЦС, конечно, до конца надо стримить, блин. Ну, не знаю, если завтра усталой буду, может, наших стриману. Опять же, я так говорю, как будто наши сейчас проиграют. Надеюсь, что нет. Ну, Хеллрейзера не очень так прям повезло, я бы сказал. Лейзер очень жесткий. Сейчас ВЦС предыдущий отборочный выиграл. А это не ВЦС, это ЕМ готовится. Это другой вообще турнир, кстати. Четыре корейца. True. Trap Mario Creator. Ну, true, ладно. Американский кореец. Блайз Нут. Блайд. Ну, хотя здесь слабых-то и нет вообще игроков. жиров damage. Cогла деем. Давай, комуного. ... ... ... Продолжение следует... 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 Все, наконец-то, ребят. Масса против Теслы у нас начинается. Поехали. Так, ну все, ребят. Медленно, но верно двигаемся к Вирдусу. Масса против Теслы. Кстати, самое интересное... Погодите, 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 погодите. Че-то я вообще не вкурил. А че у них за... А, у них абсолютный рандом, короче. А, погодите, нет, они друг на друга не попали, я гоню. Короче, масса с Теслой были во второй групповой в одной группе. И там интересная ситуация произошла. Кто тетку откроет? Лаки победил некий Лаки Протс. Я даже вчера рестримил там с основного стрима. 2-0 аж массу пробрил в Венерах. Тесла Эйч Джакса пробрил. Потом Тесла убил этого Лаки 2-1. Массу убил Эйч Джакса тоже. И масса все-таки обыграл Лаки в Десайдере. В итоге они из одной группы и в плей-оффе встретились тоже. Тесла с массой. Ребят, ну и карта глубокоодная. Не в первый у нас. Тесла на 11 часах. Красненький Протс. Ну а масса на 5-и синий тиран. Кстати, масса запилил газ Тесли. Тесла его пробочками отменил с брил. Ну а Тесла успел массе запилить. Кстати говоря. Смотрите, какую-то... Погодите. Это Протс явно поставил сюда. Да? Слушай, это Протс со штангой, кстати. Прикольно, да, Сути? А как обычно штанг ГГ написано? А здесь какая-то интересная картинка. За деньги покупается или как это делается вообще? Я сначала подумал, что за петух вообще какой-то похож на птицу какую-то. Ну смотрю, блин, это же Протс. Вот. Со штангой. Сильный, короче. А, готовится трофейный фонд. Понял. А чунец активировал премиум на ваш канал. Такс, ну что же. Привальт все-таки масса газ. Будет теперь жить до конца игры с этим Протсом на мейне. Надо на нем здание какое-то построить. Прикиньте, у вас так будет бомбить от татуировки, что будете здание на нем строить. Это нью-левел бомбежка просто. Качок прибежал. Вон, смотри. Видишь? Вот он стоит. Из трофейного фонда. Пробочкой можно ставить. Трофейный фонд покупай. Вот пробочкой берешь. Где там ГГО вот этой граффити чика? И у него такое граффити появляется. Так, прилетел рипер. Ё-моё. Как масса там что-то зажал на мэне Протсу, так и Протс рипера зажал на мэне. Пробочкой адепт сдохла на месте качка. Я даже не заметил. Масса второй бункер добавляет. Что-то он сильно боится, а здесь ничего не происходит прям такого. Ну, это рекомендация моя. Не ставьте так второй бункер, как масса. Почему? Потому что его неудобно чинить. Надо между ними, чтобы, ну, клеточка была. Если будет много дэмэджа, входить в бункер не успеет вычинить рабочий. А вот если между ними расстояние будет, можно бункер будет окружать. А здесь получается у того и другого бункера вот эти стороны внутренние, и они, ну, рабочие их не смогут вычинивать просто. Блинов сколько? Вот и даешь. Раз, два, три. По пять блинов с каждой стороны вроде бы. По-моему, да. Блинов посчитать, сколько ему. Короче, мощный процесс такой. Походу. Такс. Восемь сталкеров приходят от Теслы. Ну, им не пробить здесь. На плече залагало. Погодите-ка, сейчас посмотрю. Слушайте, ну Тесла ходит, массу напрягает по чуть-чуть. По чуть-чуть чая. Проверят вещи, ребят, погодите. Да, вижу, сделаю стоп-старт. Да, вижу, сделаю стоп-старт. Пристройка завершена. Время действовать. Айсэм готов. Так, еще минус мародерчик. Слушайте, масса стим не хочет прожимать. А че ему стим прожимать? С только нескими юнитами. Ребят, сообщите на Твиче, прошло после стоп-старта или нет. Я не знаю, это ГГ, скорее всего, косячит в этом плане. То есть, рестрим часто лагает. Просто на ровном месте. Работает, работает. Хоп. Ничего не меняется, как бы. Рестрим, в общем, хреново работать начинает. Дропов нет, ничего нет, как бы. Не знаю, в чем дело. Потому что ютуб не косячит просто вот обычно. Да, это старая проблема какая-то. Не знаю, что там за прикол. Так, масса хочет сталкеров окружать. Ой-ой-ой. Не успел окружить и всем стим прожала. Какой он наркоман-то. Куда он там полетел-то у меня? Я не контрол жму и не могу. Мимо кнопки жму. Хотел приблизить, куда там полетел сталкер. Но не туда жму. Кривой я, короче, ребята. Не то, что... Не то, что НИП с тираном сыграл. Приходит масса, ребят, задолбаются. Энергии не хватит медиваком, чтобы вылечить здесь все это. Очевидно абсолютно. Ну вот. Начинается кайтинг, ребят. Кайтит масса Теслу сейчас. Тесла штормит. Масси надо отойти. Минки здесь уже могут не помочь. На 4-й некст отменил. Задачу выполнил. Медиваков значительно больше надо. Вот их 5. Где еще 3 медивака летают? Вот они летают где. Надо их сюда взять. Все вычинить. И нормально так все будет. Опять заходит масса сюда. Хорошо, здесь штормовичков пошатывает. Масса развести пытается. Еще плюс 2 минки копаются. И даже просто эту-то минку не выбить нормально. Потому что здесь масса рядом ходит. Так, апсерера нету пока. Ох, по сталкерам как прилетело неслабо. Масса сплитит юнитов своих. Частью можно на третью зайти. Вот это в стиле полта. Вот это в стиле полта тема. То есть просто воевать на два фронта одновременно. Как бы даже рядом можно забегать просто. Масса забежал. На третью проблемы жесткие. Тесла вообще не реагирует никак. Лимита массы 170 на 140. Обходит, кстати, на вторую. С третьей надо улететь на меншер. Блин, как меня бесит, как масса стимпатчится просто. Неужели он не понимает свойства стимпака снимать хп у юнитов своих? Ну куда ты на стимпатчил-то их столько? Так, минус ренч колоссом, ребят. Отменяет масса ренч колоссом. Еще и нексус убивает. Ну вот это хорошее действие страны-тирана. Вот загружается, улетает, кайтит. Там вот это все четко делает. Но стим постоянно. Иногда с перебором даже жмет. Даже еще не кончился предыдущий. Так, возвращаются медиваки. Сейчас, кстати, протас их может сбить. Сателемит протаса почти такой же боевой. Так, а куда гасты инвизные пошли? А-а-а-а. Ядерка на четвертую. Я вообще не заметил, что здесь гастов уже столько. ЕМП по штормовичкам. Еще будет ЕМП. Энергии не хватает на ЕМП. Фокуснул демеджем. Ядерка падает. Пилон минус. Ну вот зря всем гастам инвизрубил, на самом деле. Мог бы и не врубать прям всем. Так, дроп опять на вторую залетает. Разгружаются медиваки. Фотонки выпиливает масса. Батарейкам энергии не хватает, чтобы вылечить Фотонки. Выпиливает архивы темпларов и улетает. Вторая атака заказана раньше, чем у Протса 2-2. То есть это свидетельствует о том... Свидетельствует о том, что либо Протс мертвый в плане скилла, либо у Тирана все нормально. Здесь вообще какие-то загородки прям. Двухэтажная Америка какая-то. Частные дома какие-то, депутки наставил масса. Короче, идет вперед Тесла. Проштормил все. Существует по лимиту вперед-вышен. Масса старается-старается. А Протс пару штормов кинул. Кстати, четвертый некую занял. У него все в порядке стало. Гейды, правда, 1-1. Так, сталкеры! Ё-моё, убил медивак все-таки в итоге с сталкерами. Гастами ЕМП хоть выкинь. Одним выкинул, второй полудохлый, но с энергией зато. По штормовичкам масса не успевает кинуть. Вот почему сразу-то это ЕМП? Он так не кинул, не пойму я вообще. 118-155. Что, Тесла минусует массу? Да, Тесла минусует массу. Я думал, что масса этой игроку уровня такого, что в Америке Северной, вообще в любой Америке с ним, ну, мало кто с ним может на равных играть. Нет, на самом деле. Смотрю на американцев. Нормальный уровень у них игры и просто какой-то Тесла берет и шатает. Я не знаю вообще, кто такой Тесла. И в группе его зашатал, и сейчас шатает уже по чуть-чуть. Не, шансы еще есть у массы, потому что у грейды лучше, смотрите. У него 2-1 против 1-1, и скоро доделается вторая броня. Что-то масса бегает взад-вперед. И что он бегает-то взад-вперед? И процесс видит, видит тиран сюда убежал, процесс не заходит почему-то, не понимаю почему. Так, выпиливает. Вот опять стим. Да куда ты их стимишь, что дойди ты пешком туда, блин, медиваки. Без энергии вообще. Строятся викинги, а не медиваки. Сейчас массе придется еще 10-миться, все красным просто станет. Так, пошел вниз, и МП будет, и МП нет. Викинга 2 начинает колбасить, с марика вклад вперед пошла. То ли все разбинживается, то ли что у массы происходит, не пойму. Медивак еще закан. 2-2, кстати, сейчас грейды будут. Ну, что-то 120 на 180. Благодаря МП пока масса жив. И боевому своему лимиту у него рабочих меньше боевого. Почти столько же. Но вот перестимлено, лечить нечем. Вот было бы лечение био этому, то может быть даже бы и отбился. Но лечения нет, и вообще жесть какая-то. Ну, отдал как-то массу эту игру. Какие-то ядерки, какие-то гасты. Вот здесь гаст, там инвис рубил, энергию всю просрал. Псиштурмюков всех не заимпэшил. Там наотдавался в итоге, дропался, дропался, что-то и ничего не сделал. Бьется до конца, конечно, масса здесь правильно делает. 2-2 грейды есть. Вот даже сейчас, если масса отобьется, у него и шансы есть небольшие. То есть у него-то грейды лучше намного. Так, выпиливает Архона очередно. Сталкеров начинает выпиливать. Там юниты-то будут выходить. Мариков чрезвычайно сильно не хватает. ДПСа по Зилкам нет вообще. По сталкерам есть ДПС, мародеры, а по Зилам там нет. Ну все, мародеры упали почти все. Танцуют уже наглец. Наглец танцует просто перед массой этот Тесла. Вот это да. Это проклятие качка Протуса. Улетают сталкера. Масса не сдается пока что. Но тут 5 из Зилоков этих легко отобьет. Им не пройти через вот это вот ущелье. Марики улетают. Все наверх улетает. Зилоты лопаются. Испаряются. 20-30 на 50 по лимит. Слушайте, 2-2 алмаза. Вот если бы он еще 3-3 делал. Хотя здесь даже 3-3. Здесь уже 5 никсусов. 99 пробок. Он что, упоролся что ли? Вы посмотрите. Сотка рабочих. Я и смотрю, думаю, как Протус может не продавить. Лимита разница такая. Так у него рабочих на 50 больше. А боевой-то одинаковый. 99 рабочих. Куда тебе столько вообще? Кто воевать-то будет? Рабочие? Они рабочие не будут воевать. Они будут минералы добывать. Штормы в молоко идут. Гасты массе нужны сильно. Ну их нет. Так, здесь забегание Зилотов. Надо Минки на 2-й вкопать. Копает Минки. Успевает. Молодец. Зилки сейчас, если прыгнут на Минках, могут слиться. Солюция. Да, смотрите, по Зилкам прилетает плотный такой дамажич. Возвращается Био. Но штормов много. Гаста нет. Ай-яй-яй. Все дамажное в хлам. Но 2-2 прям нереально решает. Вот если бы не 2-2, уже давно к массам слился. Кстати, контролит. Хорошо, ЦЦ, увы, че не нет. Залпа погибает. Ну, чуть больше, чем залпа. На рампе. Все, ЭМП, кстати, по штормовичкам зашло. Надо идти вперед на 2-2. Вот прикиньте, одно ЭМП, и масса сразу уверенно бежит. Даже понимает, что даже такими дамажными прогонит все. А было бы больше ЭМП? Вообще буду. Так, ну сканить против Эморкла надо было или нет вообще? 720. На Твиче там баг не сделать. Либо другим надо браузером пробовать, либо на Ютуб иди смотри. Так, здесь пилон минус. Эти масса занял. Это с мейна ЦЦХа улетел? Да, это с мейна улетело. 64,79. Слушайте, если масса сейчас этого танцора Протса накажет, то это ему уроком будет. Но пока что Протс только ЦЦХу накажет. Масса новейшая. Куда он идет, масса? Я не понял. Куда он идет? Архонов сдул всех. ЦЦХа еле жива, кроме одного всех убил. ЦЦХа падает. Лимита массы боевого больше. Обратите внимание сейчас просто. Забыли пацана. Всех Архонов подставили. Подставили просто все Архоны. И это печаль. А Протс-то все здесь со штангой-то минус моралит. Так, сколько медивагов у масса? Шесть, маловато. Штук бы десять, вот он мог бы сейчас убить Буллок Протса таким лимитом, я думаю. Ну, дропаться сейчас, мне кажется, это вообще не нужно массе. Так, на рампу дроп хороший, кстати. Колосс сразу же слился. ЕМП будет в рампу, нет? Номинки, блинкаются сталкера, штормы проходят. Ну, правда, просто по своим, но штормил здесь. Вот гост был. Где ЕМП-то? Вот куда? Зачем он здесь стоял? Да ЕМП сразу надо было кинуть. На третьей базе масса дропнулся, напрягать пытается. На третьей пока нормально, но здесь забегание на четвертую идет. Смотрите, Нексус сейчас выпилит масса. Пытается пробками отбить Протс. Пробками так просто не отбить. Доделал вторую атаку, юниты убежали. Дроп надо... Ага, медивака два слилась. Здесь два юнита всего. Марик-мародер, да, варп-делков идет. Кстати, рабочих у Протса уменьшилось. Сейчас хоть боевого сможет запилить хоть сколько-то лимита. И пошел в контратаку Протас. Ну, тут и не добить Протс. Он пытается как бы... Доказатель не того, что качки тупые, а того, что если ты качок, значит, не факт, что ты биться умеешь. Понимаешь, плюшевый просто. Настроил рабочих там, ну, то есть, руки-базуки есть, а там... Ать, ать, ну, не может попасть, ничего сделать не может. Вот. Все. График и добыча. Не поздно здесь быстро ход создают. Ну что, что-то, что-то тут Тесла решает. Так, а что, Джесс, премиум это остались там или нет? Или все, хорош рекламу еще пильну, ребят? Спасибо всем еще раз за поддержку, за премиумы. Кстати, стрим-то не переименован. Всегда минус забываешь в пылу комментирования переименовать матч. Так, масса Тесла сейчас переименуем. Субтитры делал DimaTorzok. все понял ну короче сообщи если будет желание еще у тебя сделать и если кончится это еще возьму несколько прямых 35 штучек саны поразгадываю так же сейчас подготовит вам ребуса на премиум так ребят единственное youtube как бы у меня сейчас него не во всех чатиках ну как бы отображается в общих и не могу я там читать сообщения надо иногда заходить поэтому в чатах других лучше сидите или друг другом там можете общаться устануя людей меньше чем на других плеерах так вы помните про блоки на гудгейле пацаны и поддерживайте меня мой канал естественно tesla 10 но не просто здесь ему будет победить массу тем более что масса играет рипперы прокси а тесла в разведку даст его разведывает тесла кстати нет а это не рипперы это марики это марики бункер то конец у заказала здесь уже бункер пошел здесь уже бункер пошел но это будет отмена нексуса и наверху тоже марики пытаться будет подхарасить и вот строится так см к наверх идет но бункер успевает делаться очень хорошо что масса прям сразу его заказал он точно успеет доделать одна пробка минус бункер уже пожалуйста по то есть что все они тут менять придется точно уже при море коде сидят дома факторка но тесла кстати смотрите он соображает что надо как может быстрее реагировать вообще пусть и ставит прокси пил он здесь не знаю что можно сделать можно даже тупо гитов добавить пуш сюда на пилонки учить сюда гей дома гей 3d пушку просто пилил или 4 вгп даже надо было пустить варп тогда если так делать хотят да вот что непонятное происходит зилка просто взял слил зачем-то боялся что-то масса дальше идти а можно было займетить гейты и зайти выше слушайте если масса сейчас не найдет а во находит ну все если найдет значит он изи отбился здесь и наверно это один-один скорее всего будет варпа то еще нет надо еще пилон ставить просто если он хочет здесь что-то сделать здесь 3 марика не это уже без шансово как батарейку вот понимает что от этой фигни все зависит сейчас от этих а все циклон нет циклон это до свидания это такой дпс по зданиям не успеет гейты открыться просто не успеет где-то даже если варпанет сюда счет вопроса то ничего не получится гейт открыла а все-таки хочет успеть не братью не успеешь ты ничего говорит масса домой юнита видно было как с гейтас это успел варпануть 1 так сталкеры мимо бункера на муве прошли а здесь ничего не осталось вообще не на это ггвп очевидно то есть тут не пробить тут просто не пробить и цеха 10 как бы все в порядке у тирана вообще ну приходит проц гг пищит два барака сработали бывает такое они часто срабатывать могут ждем третью карту вот пока не создает 5 активировал премиум на ваш канал так играет отгадал что ли 5 никнейма надо первая буква было выписать да а кто это рядом с занстером или с этим как его во второй снизу строчки слева это кто еще такой ничего даже не узнать да и служит он ахер пойми кто играя стартрафтер что-то я многих и не узнаю тут сверху сортов касс дальше тоже хер пойми кто ему тела у от марин лорд бомбящий зестон лейзер снизу занстер я сону а нижний самый кто не гумиху ли это молодой какой-то сверху третий слева кто непонятно вообще сверху джон сноу какой еду то там нет никаких йодов он слишком молодой там мишаня еще сэм за гаражами в то время не варил и джесс ла не тащил еще пока короче ребят 1 1 погнали дальше я лично за массу а вы можете дрыщами быть как хотите но шутки шутками но пвп не хочется в полуфинале хочется масса не все-таки мне посмотреть больше так что прямо кончились брать еще или еще есть телек к 39 подписался на премиум наши ксм атакованы а еще один ну все отлично значит кто-то помимо этих премиумов еще и на премиумы сам подписывается ну респект всем просто сейчас не разобрать джесс разыгрывает тоже спасибо вам ребята гейт ребята оооо это как это билд это билд ребятки элегантно это два гейта один фрукси один дома получается ну и все сейчас сталкеры и бусты все и пожалуйста два буста масса если бункер запилит то у него может все в порядке быть на дальше проверять че тут здесь никакой пилон уже не сможет массовый ведь это очевиднейший момент абсолютно но рипером кстати контратаку можно полететь куда ж ты какие гранаты то ёма уйди уйди ушел ушел на ксилнага ушел чудом ушел ихтиандр как говорится можно залететь а здесь нету запрыгивалки кстати здесь нету запрыгивал сталкер идет на ксилнагу решил просто зайти правильно зашел здесь рипер был но он улетел а тем временем бункер подъехал и даже один марик понимаете у него 400 хп и одна броня как бы на бункере есть зерк 41к поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает спасибо за стримы спасибо зеркчик встреча пацаны подъехали на самом деле надо походу до нынешнего лет запилить а то неудобно на твиче поддерживать с этими созвучкой спасибо всем потому что по реквизитам это по реквизитам но созвучка у меня только на гг сейчас так попозже добавлю ребят плюс плюс еще три гейта ставят проц а а что это значит конечно это значит что это элегантная добивались и сейчас будет а вот то что рипера масса потерял ему может и грызстывать сейчас почему потому что протас потому что проца идет в добивание местная фаталити в общем как mortal kombat и было хочет он сталкерами под поезд просто апперкотом скинуть короче тирана но отсутствие роба может решить вот если бы минки были старые и действительно вот для таких ситуациях новые минки это опущенные минки реально то есть ослабленные минки опущенные не знаю там ну хотя ладно можно сказать и так неважно в общем просто они же проявляются сейчас но их можно загрузить медивак и ждать кд пока они закрадышатся соответственно вот но здесь есть танк с другой стороны здесь есть бункер делает второй танк если успеет танк починить сейчас масса кстати танк то близко стоит очень для тебя фукуснуть могут просто второй еще не готов сталкеры вперед уйдут в это время медивак залетает важно сколько минки убьют тесла среагировал ну еще подашь тесла вот все минус танк сразу же сверху на хг еще один раскладывай бункер нужно вычинить не вычинил бункер но танк хвамбит сверху на а вот здесь уставить где-то еще один бункер срочно надо его ставить минки напрягают селедка 39 поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает за элегантные стримы элегантному пацану спасибо селедка а как же для вас стараюсь видите инопланетный костюм все как надо как у протаса истинного так минус туретка минус депо что-то протас жестко напрягает вообще что-то протас жестко напрягает вот танк масса ошибочно разложил ну вот я не знаю тиран опытный вообще таких ошибок делать не должен стоит здесь бункер и за ним вот здесь танк разложит его здесь он достанет или сразу здесь на хг на хг страшно если подсветят убить с лоу граунда могут получается медивак все еще летает кстати все а че масса боится дропать мины так попер бункер че он мин это не дропает больше я не пойму вот опять минки залетают на вторую конечно на вторую просто там старается старается а здесь две мины так вот опять пьет пошел здесь либератор одна минка достает вторая не достает фокуси рабочих фокуси фокуси все таки одну пробку минус четыре минусы куда цех это летит танки не достают ничего не достает тут на халде просто стоит его убивает я всегда считал что масса по контролю топовый щел все таки он корейский такой канадец и нифига что-то он фигню какую-то делает вперед дается просто но все равно вот как только цеху займет так что-то случилось случилось как только цеху займет все нормально будет заальта бился говорит кто там заальта бился как там заальта бился я не знаю спасибо реалтэк говорит а что реалтэк так три танка здесь бедные сталкеры они в ловушке телепорт домой сразу масса мулов накидал здесь уже не азиат уже слишком канадец точно точно реалтэк звукоуха что думали алтэк знакомое что-то такая реалтэк в анти рекламу прошла небольшая среди геймеров так пытается протос что и дожать ема сколько у него сталкеров 16 штук это очень много но здесь четыре танка с мариками спереди распличенных танков вот если сюда адептов пустить вот так утра штучек пять и поставить разных точках их иллюзии под каждым танком причем чтоб они тп шнулись и танки еще по себе дали и вот сюда тогда можно было бы зайти либо блин к нужным такими сталкерами которые просто на муви идут без шансов сюда заходить их танки вообще развалят в хлам кстати неудачно сейчас улетает куда-то масса какой он полетел здесь родящим амбисом третий нету по рабочим ситуация выравнивается более-менее так либератора можно разложить на третий надо уводить все можно либератором сталкеров на второй напрягать куда там масса летит мариков дропнуть и с либератором вместе мариками сработать неплохо можно было бы куда-то нафиг отдает то либерка не по марике пришли но пока либерок там да он сталкер в лес под каток сам в лес выдает 7 пробок минус сталкеров уходят назад у них нет блинка так а либератор то выдает дамага кстати как же этот дроп дикона даже учитывая что медивак упал этим дропом масса убил плюс либератором этим полудохлом то есть в основном дроп 10 пробок и сталкеров штуки две наверное или три два сталкера убил точно больше одного на насчет трех не уверен здесь надо гейт заминусовать понимает эта масса пошел минусовать вы три танка четвертый правда где-то сзади но мародера есть танки очень больно сталкерам делают отступить может немножечко назад масса решил что не надо но и да здесь мародеров что-то многовато но медиваков не было в определенный момент ну тут сто девятнадцать на восемьдесят семь похоже что гэгэнчик вообще как опять твич что-либо галочки не понял ребят то там на твиче есть пошло-поехало все идеально работает что-то там ронно что-нибудь такс медиваки минус один по-моему я вижу что нормально что-то придумали там гайп твиче есть youtube есть гудгейм спасибо олдку что смотришь но я помню что ты просил и поддерживал неоднократно и еще другие люди просили я как бы youtube и запилил как-то мне он особо и не нужен был так заходит масса на третью ребят здесь все фарш от сталкеров только куски по сторонам летят они как я не знаю картонные какие-то юниты лопаются от такого количества мародера мариков плюс медиваков будет агрессивный блин куда он там это агрессивный блин делаем вообще все рабочие упали здесь все падает это тгг ребят это 21 пользу масса еще и нексус он добьет юнитов кинул уже конечно медиваками а че делать приходится улетать так мародеры нормально бомбят да кстати в тему здесь смайлик мародера который давным-давно сделан но добавила его относительно недавно минки хлопают гг тесла пишет а качка то в этот раз не было похоже минки хлопают гг тесла пишет а качка то просто не было в этот раз а Субтитры сделал DimaTorzok 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 И тезка, и отчество DimaTorzok ДимаTorzok 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 Две пробки минус Приятного мало Здесь пилон гейбер... А, погодите А чё забил? Я ещё не понял ДимаTorzok 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 бомбить сильно. Потому что у них ее нет. Особенно как у нее глефы и плюс один появляются. А вот и заходит этот адапт с другой стороны, т.е. т.п. здесь была. Сейчас КСМ может срезать, попытаться у нас Тесла. Ничего не срезает. Танк. Ну такую только с танка. По-другому никак. Взорвался адапт. Слушайте, и выход пошел. Гумич и билд исполняет масса. Сейчас я вижу только одно. Вы помните, как Гумич на GSL сыграл марики? Танк, выход и... Опа, опа, опа. Я не вижу. Здесь Даркшайн уже. Здесь Даркшайн и Дарки пошли. Слушайте, ну у массы... А, все, Туретон. Туретон здесь, но Дарка 3 и Туретка может не помочь. Ой, Дарка 3 против трех мариков, ребят, но это... А, еще и сталкались. Ой, был бы бункер, был бы ГГ просто. Скорее всего, бункера нет. Выходит КСМ, куда Туретку пилит? Туретку-то вычинивает, что-нибудь делает, сканит, что-нибудь продолжает. Так, здесь танки пришли, Туретку строит. Дарка сбил варп, если Туретка достроится, это будет замечательно для массы. Просканил Дарков, отогнал. Туретку пилит, сейчас через 7 энергии будет еще на один скан. Марики вперед идут. Куда они идут там вперед, не пойму. Скан есть? Нет, скана нет. Марики слились. Скань же ты, ема... Что этот тормоз делает? Может мне кто-нибудь сказать вообще? Я реально не пойму. 4 энергии, как уже скан был. Бункер был жив. Проскань, убей просто с бункером. Чини бункер, убивай. Он просто ничего не делает. Все, сейчас мейн сольет просто вот эту Туретку. И может проиграть, Сиран, потому что здесь-то Вижена нету. Но здесь идет размен такой интерес. Так, два марика вышли. КСМ-ки чинят Туретон. Марики бомбят Дарков, не могут убить никак. Надо похуй здесь восстанавливать, эту закрывать и что-то пытаться... Туретка на ХГ. Сканы нужны и на лоу-граунде, и на ХГ здесь сканы нужны. Падает, наконец-то, кибернеточка. Танки наверх идут. ГГ пишет Тесла, понимает, что там Туретка, а здесь его прессуют. Все-таки Мас справился, я его критикую, но я здесь неправ на самом деле. Ну, понятно, что корейцы лучше бы сделали самое топовое. То есть я хочу, чтобы лучше он делал, да? Я хочу, чтобы все Старкрафты все лучше делали. Ну, потому что я вижу, где ошибка идет, допустим. Но он на два направления контролил. Он контролил и там, и здесь, и он держал сканы, чтобы именно кидать скан в атаке. Почему? Потому что если бы он просрал атаку вот эту, то он бы проиграл бы игру. Дома-то туретки были, а там важно было давить просто дальше на ХГ. Не давать ему, а жить просто. То есть сканы очень экономно было кидать вообще. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Реклама пилю очередной раз. 30 минут уже не пилил, раз в полчаса стандарт у меня. В общем, помните про адбок и поддерживайте меня и мой канал, естественно. Всем спасибо, кто так делает. JS, кстати, ты все там премис-то разыграл или нет? Ну, если да, и не влом тебе делать, то могу тебе еще подкупить тогда премчиках, чтобы развлекуха еще заодно. Ну, в чатике было следующий матч у нас. Приближаемся к Вердосу. Приближаемся к Вердосу. Ближе Бандерлоге. Вердос там говорит в Америке сейчас. Ближе Бандерлоге. Вот. Фьюча Чам сейчас. Это может быть долго. Почему? Потому что Фьюча мех-тиран, а Чам зерг. И, блин, Фьюча просто жесть. Сколько играл Сапи немерено времени. Ну, я не знаю, как бы, сможет ли Фьюча Чаму противостоять, но он всем зергам неплохо противостоит, как я видел его матч пока что. Короче, ждем этот ТВЗ. Мне тут что-то смс-ку корешман скидывает. Сейчас я отзвонюсь. Еще будет очень много игр, ребят. Я не знаю, сколько по времени все это займет. У нас еще 4-5 и 5-7 финал. Я думаю, часа на 4 минимум. Может меньше, может больше. Не буду загадывать. Сейчас приду. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Будем продолжать просмотр... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ЧАМа... ЧАМ 6800, кстати, ММР на Европе, вердоз говорит, то есть мощный, очень зарп такой... Мексиканец... Ждите... Какой-то хост уже... Быстро они, слушайте... Мне нравится, что они быстро хостят, по крайней мере, то есть нету задержек жестких... Все-таки лан... Надо, кстати, глянуть бы... Пока есть время, пока нужно убедиться, что игра точно начнется... Надо бы глянуть, как там это... На мейнстриме дела вообще... Кто-то не жмет готовность... Надо ждать, пока телехоз создадут... Потому что иначе я сейчас буду пересоздавать... И... Пуф... Нуа... Продолжение следует... 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 небольшой номер вот именно твз именно мех у него вообще уровня как бы топового даже европейского я бы сказал кстати интересно почему отру кстати он в корее живет сейчас тушать чё-то думал-думал он живой в америке постоянно играет турики почему в этот турнир не не приехал играть интересно так ну что банша на мейн залетает без инвизная банша не сказать что бесполезно но я никогда не видел чтобы и что-то ну хотя не вручейника не вил я много раз вил чтобы ездить делали большой демочкой бы наносили оппоненту но это редко бывает вот три вот это нормально баншир азмин просто три дрона прилетел убил все так гелики здесь параллелу зашатали кстати скан критумеров минус пару-тройку третий цех полетел стилемит хороший здесь три факты работают сейчас на деваки будут все четко утираноиды рабочие строятся то есть все строится все нормально вообще так вот собаки забегают это не очень прекрасно реакция молниеносная на собачек и гелики отобьются здесь вместе с рабочими восемь рабочих не досчитался уже восемь рабочих уже не досчитался фьючер так это роучи попекла роучи там поперли видит роучи вот слушайте должен был видеть роучи колбаты затрансформились куда они затрансформились надо сваливать но роучи без скорости тоже с другой стороны а торы сейчас четвертый выбьет это стопроцентный расклад потому что видно что успевают они выбить медивах не надо отдавать вот этот бусты есть же куда ты летишь чтобы устранить его улетел кстати награя на краю тоже здесь летел на грани здесь хоть танк едет на муви тоже роучи на муви идут сюда на третью здесь стенку делает тиран зачем миллионами можно сжечь нафиг всех этих роучей здесь только гелик и стажировочи сгорят моментально еще и танк сзади помогает македистам этим и тоже прилетели здесь тоже забегание роучи идет чам пытается разводить но у тирана 68 рабочих до сих пор как бы это много так депоку падает но здесь роучи принимаются торы, танки, гелики, четвертая цеха ставится туреточку сюда депоку закрыл проход и все нормально тор сверху поливает с двух рук так роуч хара с дропами пошел сейчас уже от чама восстанавливает четвертую и пятую делает тоже базу уже хайф готов кстати я не заметил как он сделался 22 грейды вайпер и шпиль то есть бруды уже будут скоро зерк 41к поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает за вердос спасибо тебе так ну вот если чам тирана обыграет этого то я думаю что тогда как бы вердос очень тяжко будет с чамом за что тут пвз я думаю что тут пвз у него не самый хороший матч хотя я не знаю может бы и все прекрасно там в пвз ну я думаю если тиран как бы вот выиграл бы Чямой это идеально для для вердоса был бы расклад puisque ай медиваки притягиваются торов не забрать сейчас будет забирай тора то садиться прямо в наглую Можно еще фокуснуть у этого гада, блин, дорогущего. Да, красавчик, Ючер. За это и Тора притянул второй. Брат за брат, а так у вайперов за основу взято, понимаете, сами как бы. Поэтому минус Тор, здесь два медивака прилетает. Минус арморы, минус депохи, минус 11 рабочих. Ну, Тирана 166 лимита вообще. Наконец-то отбил этот ручка раз. Под танки здесь дропаются ручки, только рожки да ножки. Фига их телепортирует просто отсюда. Так, третья броня у Чама, вторая атака. Так, слушайте, Фьючера больше... Вот смотрите, какой-то Тиран просто, да? Вроде как бы там, ну он пошатал, сильного дэмэджа Зергу не нанес. Вроде как бы Зерг бегал туда-сюда, шатал-шатал. А в итоге-то здесь 200. И вот что он сидит на 200, блин? Вот что он сидит ждет? Сейчас бруды... Ой, 9 караптеров, блин. Бруды сейчас просто нечем брудов будет отбивать, к сожалению, Тирану. Хотя 4 викинга есть, но там караптеров много. А викингам некому помочь, вообще некому. То есть снизу с земли ни циклон не захватить не может, ни Тор там дэмэдж нанести. Ничего вообще нет, к сожалению. Не надо как можно больше именно викинг... Ой, здесь забегание, которому не готов танки под Сиджи вот эти были. Было бы все замечательно, танки не в Сиджи. Кстати, смотрите-ка. Бруды готовятся, но здесь Тиран приходит. Он пока бруды эту армию будут убивать, он столько здесь навыбивает просто. Террасу много навыбивает. Роучи на мейн проходят, Чамовские. Здесь танки хелбаты прямо на мейн тоже проходят. Несколько хелбатов на мейн. Танки минусуют здесь снизу. Танки минусуют с этой стороны. Ничего себе, как он обложил-то зерга со всех сторон. Просто аннигилируют вообще. Прав бруды мейн отбили быстро. Надо сложить вот эту часть домой увезти, как мне кажется. Здесь дома гигантские проблемы. Роучи вообще обордели просто. Викинги садятся. КСМ-ок фьючер бросает в атаку. А что еще ему делать здесь остается? Танков снял Сиджа. Надо уйти. Всеми надо уйти танками. Добавить противовоздушных юнитов. И все прекрасно будет. Просто уйти всеми... Эли-2914 переподписан 9 месяцев. Ой, не может отбиться. Ой, не может фьючер отбить чертов мейнсовый. Да потому что вот два танка здесь не в Сидже стояли. Ошибочка просто. Это не ошибка. Это ошибочка. А вот какие последствия. А могло бы быть все и по-другому. Так, что, все? Все премиумы разыграли на МДЖС походу, да? А, или это нет. Ник, это не сам подписался. Надо бы это уточнить. Короче, ребят, гейдра вперед идет. Викингов 5 есть. Кстати, по воздуху нечем викингов гонять. Можно. Вердос вполне себе неплох. Так, Тор притягивается, Тор мисс. По гейдре прилетает нормально. Здесь викинги брудов минусуют. Надо сложиться, надо на четвертую идти перевести юнита. А, у тебя автоматом... Да, это не разгадано еще прям. СЦФУ отменяет. ОПМ-300, кстати. У тирана куда викинги-то? Куда ты викингов ведешь? Игры может стоить такие действия. Ё-моё. Единственный юнит... А вот сейчас еще два викинга есть. Все нормально, еще викинги есть. Танки то в Сидж, то в Сиджа. Ядра подходят, уходят. ГГВФ фьючер пишет. Много брудов. А нечего викингов вперед везти. Было бы 6 штук, сейчас бы в легкую отбился. Просто кайте викингами брудов и все. Фукуси, отступай, наступай. И все будет прекрасно. Но нет. Но нет. А, ты вообще не сейчас подписывал, спорил. Это старый, да, прям. Что-то рано вышел тиран, а ведь круто я играл. Мне кажется, даже рановато он вышел почему-то, если честно. Что, лимит-то не такой уж и провальный был, я бы сказал. И что-то там нарывает в диване. Есть сетка, есть призовые, там все есть. В описании, что надо, человек, иди сюда. Пулу-финал, ярдосу. Уже окупит весь, все деньги потраченные, как бы на эти пули. Вот так вот. Заловил я Соню сухоносую. Сухонос, сухонос. Да я сам не понимаю, что он ливнул вообще. Ну, насчет выиграл, конечно, нет. Пока не выиграл, но... То есть, ЦЦФ, у Планетарку, чини ее, не пробить просто. Викингов строй, брудов по чуть-чуть отгоняй. Танки Сиджи в гидрофокусе, если подходит, все. Рассидживай, засидживай, рассидживай, засидживай. Зачем тебе контроль-то? Ну, все. Свободен, братья, свобода. Так. Подставляет этот Фьющер Вирдоса. Не хочешь, не иди. Игра очень близкая, конечно, была. Так, вот тем временем у нас больше тысячоночки человек. Везде, на всех плеерах. Фьющер Вирдоса. Верных плава. Ну,esa-зеряный. Хочу к Андат поддержал ваш канал На 100 рублей Спасибо, Андат Спасибо, пацаны Приятно Много мужик говорит Спасибо всем за поддержку Я с вами до конца сегодня Ребят, оставайтесь Будет интересно 100 пудня Потому что Следующий матч вердос проба Ну и я надеюсь, что вердос не подведет Проба он уже убивал Вчера как бы Го-3 там было, правда Сейчас Го-5, но я думаю, что если Вердос лучше играет, Го-5-то для него лучше Как бы даже надежнее А потом полуфинал и финал Первый полуфинал уже известен Это Масса против Ниба Ниб сегодня просто Деклассировал реально Аутскил по-буржуйски Просто тиранчика какого-то там Эпика Вот, просто там вообще Ну, надо было видеть Ну, очень круто Ниб, конечно, играл Мог убивать, правда В некоторых моментах Но не лез Не лез вперед Вот У нас вторая игра Здесь Масса Ниб Да, ой, Чам, простите Против Ючера В Масса Ниба вообще У нас здесь интересный билд От террасика-то Оказывается, он не только в мех играет Это... Ну, кстати, прикол в том Прикол в том, что... Прикол в том, что... Если от тебя все ждут мех, а ты играешь био Это очень круто Заходит Ну, Чам просто облетает Ну, что такое Е-просто Просто пропусти ловер Поставь это на всю длину Все, сейчас все спалит Чам, короче И это плохо Бери всех Мариносов вперед Летит, летит, летит Видит Давай, сбивай Старпорт увидел Ё-моё Ну, все понятно стало Что это дроп Ну, и такой билд, кстати, исполняет Ну, то есть, видно, что, походу, не на опыте То есть Этот билд играется с инженеркой С плюс один Хотя есть варианты и без инженерки Но это уже улыновый вариант получается С инженеркой с плюс один Там еще в макросвичнуться Может Хотя, с другой стороны Есть другой вариант Как бы, да То есть Вот этот дроп В третью цецеху В две инженерки Раньше, по крайней мере, был Не знаю Сейчас как это работать будет Ну, у Чама, кстати Ни Беллинг Неста Ни Роучворна Он, походу, не понял Ни хера, что происходит А зря не понял Так-ка, полетел дропчик Ну, это, видимо, вариация С третьей цецеха Вот как раз под нее место И потом с инженерками Надо разгружаться Стим готов через три секунды буквально Что у Чама есть Ё-моё, у Чама ни хрена нет Кроме пяти королев И нескольких собак Королев надо забегать Убивать Да не бояться Надо Рипер минус Что он делает, а? Да, контроль, конечно, видно Сразу в мех переиграл, пацан Вот это Если бы Вот это вот такую Вот реально вам скажу 14 собак И 5 королев Которые здесь стояли Даешь Бьяну в руки Вот этот дроп Это ГГ Зербу Сразу же Тем, которым прилетел Вот этот тиран Ну, это не Бьян Понятно, извините Если бы все так, как Бьян Контролили, то Тогда что в Старкрафт играть Вообще Еще два А-а-а Вот что это за вариант С Циклоном Это Ютермаловский С четырьмя медиваками Это Ютермаловский С четырьмя медиваками Билд То есть он Поэтому-то и не лезет Он ждет То есть без Бейлинг Неста Крайне сложный Отбиваемый билд Циклона Вперед Братюнь Только выведи Не стоим сзади Бейлинг Мофица 11 штук Быстрее Налом надо делать Вообще Бейлинги Не готов Ну сейчас Доделаются Эти Бейны Надо улетать Передропываться Куда-то Куда-то На Мейн Надо дропаться Наверное Нужен Скан Крип выбить Тогда Скан Кидается Крип выбивает Слушайте Не так уж Он и плохо Бил Вроде Все четко Пока делает Но Так Ну куда Ну чего На Мейн На Мейн Перелет Ну где Инженерки Вот они стоят Грейды не заказывают Тут очень плохо Что Грейды Так тиран Плохо делает Кэши Вот 1-1 Пошли Грейды Фокус Небьяновский Ну пытался Пытался Покусить Ну то Главное Не законтролиться Фьючеру Не залетаться Потому что Такие билды Надо вовремя Остановиться Иногда Вот этим Харасами Всеми Иначе Можно просто Наодаваться Так Бейнов на фокус Еще несколько штук На крипе Не получается Да все Успокойся Тормози Ты уже Лети домой Е-мое Лети домой Крип Побомбил бы Немножечко И улетел бы Здесь 3 Сцеха Тем временем Кстати Почти идеальный Тайминг перевода Рабочих Даже я бы сказал Идеальный Вот если бы на эту Минералину тыкнул Здесь бы часть Добыл И сюда поехал А так как тыкнул На эту И Сцеха сесть Успела Прям вообще Вот прям Не знаю Мне нравится пока Конечно рабочих Не сплетанул Там на добычу Ничего не сделал Но Вроде как Неплохо Все здесь Получается Но здесь Беллинг баст Идет Уже с покатушками Получается И Может быть Может быть Сейчас зерк Нанесет урон Какой-то тиран И опять Смотрите Как в той игре История Танк есть Засиджит И где-нибудь И вот здесь Когда в атаку Пойдешь Расиджишь Но это тоже Контроль Ой О повезло Депохи Депохи Закрывай На муви Все идет Беллинг Взрываются Депохи Закрой Что ж ты творишь Ничего не закрыто Марики на третий Не успевают подойти Танки сливаются Загрузи Увези Ничего не получается Ничего не загружается Ничто не увозится Вообще Не Это Это Чам Победа Чама Похоже Ребят Похоже Победа Чама Да уж Но Пытается Пытается Что-то здесь Отыграть Фьючер Наверное Третью В мех Будет играть Скорее всего Но Чам Извините 6800 На евро Как бы Сервере Поэтому Как-то так Давай Джесс Сейчас Хардкорный А у тебя там По степени По степени Сложности Еще разделено Так Купить подарок 3 Давай Оп Подтвердить Плочешь Так Ребят Еще 3 премчика Джесс Ускидываю Чтобы вам Разгадывать Не Супер жестких Он сейчас Сделает Вот Три Через один Пробел Я там Запилил Так Здесь Либератор Ребят Тем временем На мейне Шат Кстати 150 лимитов Все-таки Вышел Тиран Но Опять Забегание Бэйнов Флингов И опять Нечем Отбить Здесь Все В атаку Идет А где Чама Юниты На мейне Вообще Кстати Нету Чама Юнитов Между прочим Есть никаких Бейлинги На мейне С гидролистами Танки Сиджи Цена 4 мегиваками Впрочем Есть Ну тут Перестимлено Сплита Особо Танки Дисиджи Короче Чам Отбивает ГГ ГГ Ребята Дисиджи Инвайтос Пошел Так Топим Завирдос Чикинайдл Понял Это ты На Пейпал Спасибо тебе Громадное Вот Спасибо Всем За поддержку Пацаны Короче Завирдос Топим Но В следующем Матч Пока что Топим За фьючер Потому что Что-то Он 0-2 Летит Мне кажется Для вердоса Это Более Выгодный Оппонент Был бы Вот Но Тут уж Извиняйте Как бы Как отыграет Он Так И отыграет Так 35 минут Рекламу Не пилил Пора Пильнуть Пилю Помните Про Отблоки Поддерживайте Меня Мой канал Всем Спасибо Кто Так Делает Ремчиков Кидаю Чтоб Придумал Ребусов Там JS Главное Гудгейме Всяких Разных Вирдос Удивляет Ныть Перестал Слушай Вообще Этот год 18 Удивляет Пока Вот И мне Обращаемся Даже И Ведет Нормально Вирдос Да Молодец На туре Есть Вообще Хеллрейзер Там Он Проходит Правда Что-то там Пичет Херню Ну это Ладно Фигня Все Я Не Парюсь По Этому Поводу Вот Кастом Братов Все Играют Вроде Не знаю Может Уровень Нормальный Будет Крит Крит Да Неплохо Играет Да Много Кто Молодцы Молодняк Даже Тот Неразим Он Сегодня На Голхой СК Неплохо Вроде Уступал А это Вообще Еще Моложе Крида Пацановка Вот Посмотрим Посмотрим Главное Кашево ЦС Отыгрывать Все Тяжело Команд Нет Видите Как Вирдос Игера Хоть Спонсируют Надо Вот Чтобы Прогресс Больше У всех Этих Игроков О ком Я говорю У наших Надо Вот На Такие Турики Есть Подобные На любые Ланы В СНГ Ланов Нифига Нет А Ланы Очень Сильно Уровень Вперед Толкают Это Это Психология Это Реально Опыт Важные Например Чтобы Вот Так Депохи Не Ставить Как Тиран Фьючер Просто Депоха Криво Поставил Не Застроился Нормально Гелики Тут Старпорт Похоже Холбатуш Будет Или Что То Такое Здесь Не Будет Уже Улынов Никаких И Био Не Будет От Него Похоже Так Ну Что Ребят Тебе Знакомый Колдун Скал Что Кредиты Не Надо Брать Первой Половине Года Моя Мама Тоже Он Ходит Такой Херне Как А Теперь Я Вынужден Там Денег На Кредит Давать Надо Голову На Плечах Иметь Просто Короче Ребята Четвертый Гелик Здесь У нас Овера Этого Точно Сейчас Мучер Собьет Как Блин Чам Какой-то Ясновидящий Может он Тоже К твоему Колдуну Ходит О И Стенки Нет Такой Привет Я Думал Зарешает Это Или Нет А Зарешало Вот Наказание За Такую Хрень Происходит Какая-то Моментальная Карма Какой-то Гифки Гифки Эти В иннете Или Не гифки Ведюхи Всякие Почти Что-то Моментальное Только Уехал Сразу О Руд Скаут Кажется Разгадал Там Что-то Ну что ж Похоже 3-0 Ребят Сейчас Минуснет Чам Фьючера Хотелось бы Верить Что Вердос То же самое С пробой Сделает Чтоб Уверенно Подойти К Матчу С Чамом Здесь Я боюсь Что уже Для Тирана Шансов Крайне Мало Осталось Ну Чам Фьючер Крутой Тиран То есть Он Зергов Многих Американских Выносит Но Чама Не может Вынести Тут Как-то Как-то Так Получилось Не очень Так Тут Гелики Все Тут Отбивают Королеву Вообще Да нет Такую Фигню Саплаймем Ну То есть Это Бывает Ошибка Такая Бывает Бывают Такие Ошибки Я не сказал Нет Не норма Конечно Но Всякое Может Быть Так Почему Не может Действительно А Слушайте Фьючер Чаму Убил В группе Ёма Фьючер Чама В группе Убил Вообще А Не Да Убил Убил Офигеть Сегодня Чам Подготовился То есть Он понял Слабые Сильные Стороны Чама Чам Видимо Мехом Фьючера Убил Слушайте А здесь Переворот Вообще В этой игре Полный Чам 10 Дронов Просто На мэне Забирает Чам У Фьючер Точнее Забирает Здесь Стенка Третья Ццф По рабочему Уже Вровень Идут Грейды Пошли А тут Только Лэйр Делается Пока Я смотрю В чате Как вы Там Ребусы Разгадываете Джесс Фьючер Закам Бэчил Тут Уже Почти Что Он Кстати Сапи 3-2 Сыграл Прикиньте Сейчас 0-2 Как Закамбэчит Так Здесь Марик И Циклон На Правом Верхнем Углу Так Сканы Минус Крип Умора Но Здесь Топ Королев Что Ткани Крип Она Оставит Вообще В момент Столько Ж Сколько Было Так Можно На 4 А На 4 Ничего Не Происходит Здесь Здесь Маленький Циклон Только В первой Мех Игре Играл Но В первой Игре Вот Возможно Это Кстати Все Подрешало В первой Игре Там Еще Фьючер Не Проиграл Но Он Ливнул Имея Добычу Больше Чем У Зерга Почти Что При Равных Лимитах Отбиваясь От гидры Бруд Лордов На Планетарке То есть Он Чинил Ее И бился Дальше Я думаю Что У него Хорошая Быша Так Собак Фьючер Обнаруживает Но Не Уконтролил Блин Против Собак Геликов Надо Отводить Их Нафиг Отсюда Интересный Контроль Такой Да Дэмэдж Назад Зелененьких Вперед И Убил И Выход Пошел Кстати Интересно Какой Стратегии Играет И Не Стесняется Выходы Такие Делать Раньше Вообще Мех Так Не Играли Реально Так Не Играли Сидели Там До Конца Тираны Пока Там Я Не Знаю 200 Не Наход А Сейчас Он На 125 Выход Но Сразу Наказан Забеганием Собак На Дальнюю Базу За Выход Так Либерат Надо Разложить Танчик Приходит Чудач Пятый Там Где-то Рядом По Королевам Прилетает Вольно Здесь Отбил У Фьючера Убил Убил Четвертую И отступает Назад Сейчас Только Танки Надо Все Увести Чам Сразу Королевам Тут Маскрип Пошел А здесь Роучи Линга Забегание Идет Тут Уже Тиран Вернулся Да Гелеона Бесинево Пламя Не знаю Сейчас Многие Тираны Забывают А ведь Грей Чрезвычайно Важный Танки Нам Уведут Только Нахвалил Только Говорю Успел Вернуться Как Приходят Чам И О Чам Здесь Ничего Не продавят Это Очевидно Абсолютно Да Вот эти Отменить Да Пошечки Отменить Что Ты Делаешь 200 Минералов Минус Да Пошечки Минус Ну Все Так Чам Смотрите Прогнал И Бил Несколько Юнитов А что Теперь Тирану Делать Опять Какой Выход Планировать Под Плюс Два Наверное А что Еще Здесь Делать Чам Уж Прям В лоб Собрался Нападать Как Будто Да Как Будто Да Но Тут Есть Со Всех Сторон Чем Встретить Гелики Опа Надо Отступить Геликами Геликами Отступает Два Потерял Немного Танки Сиджатся Везде Либераторов Не так Надо Раскладывать А вот Да Вот так Наперед Перед Танчиками Чтобы Этот Вообще Непонятно Снизу Подошел Реведжер Чик 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 Ну Танк Ударят По ним Даже Два Но Либератор То уже Минус Будет Здесь Дистанс Майнинг Кстати Роущ Приходит В оборону Чуть Попозже Геликами Приехал Как Рабощие Все Сюда Пришли На добычу Так Ну Это Минус Гелики Зря Колбатов Затрансформировался Так 200 143 Опа 8 Королев Сейчас На лом Пойдет А почему Уходят Ээээээ Куда пошел Там Куда Терант Пошел Двух королев прямо на танке О, нет, здесь либераторы объясняют Сейчас королевы, слушайте, зерк-то криво ломятся Королевы, конечно, трансфюзятся Фаербулы, конечно, танчиков заходят Но танки-то бомбят вольно И под либераторов роучи влезают Есть шанс отбиться И здесь отбился, сзади как бы фьючер Что очень неплохо Здесь, конечно, танк минус будет Приятно, он бал, депохи-то закрой Ёма-депохи не закрывает, жесть какая-то Так, рабочие вперёд Либераторы раскладываются Фаербулы в этом молоку Полетели здесь, оборону всю снял Чам разводят жёстко То есть сейчас фьючер снял всё с обороны И в итоге поплатился за вот это решение Снять всё с обороны Либераторы раскладываются прямо под роучи Везде всё перекрыто вроде как Роучи уничтожил много 112, 130, танки на муви Куда идут-то? Куда ты поехал-то на муви? Куда ты поехал на муви? Сидь же сзади, сидь же везде Иначе как бы беда будет Танков пять Ну ёма, они успевают Ну что, блядь? Вот сейчас бы были сразу в Сидже танки Отбился бы Танки не в Сидже Чам проходит мимо Сейчас зафаерболят под Либераторов Вот один минус Можно было три, кстати, здесь прям Либератора попасть Но... Сейчас два попало Ещё в одного Короче, это минус Тиран Это 3-0 Чам, ребят От вердоса ждём, вердос следующий Я стрим переименовал Хрен там я стрим переименовал Чамку посмотрели беспереименованный Ща вердоса переименую, ребят Мда уж Сувердос сейчас будет играть, ребят Чам в полуфинале уже Получается, вердос ещё нет Но надо проходить вердос Чам я посмотрел бы ПВЗ такое Вот и понятно станет Насколько вердос ПВЗ готов или не готов Так, вердоса Давайте Айур, первая карта у нас Получается Девять сотен людей на гудгейме Это ещё за 200, кстати, нормально Больше 1100 людей уже Девять сотен людей Подписывайтесь на мой канал ВОДПИШИТЕСЬ ПОДПИШИТЕСЬ ПОДПИШИТЕСЬ ЦАЛЮТ- ПОДПИШИТЕСЬ Н mieszкать ПОДПИШИТСЯ Продолжение следует... Так, там что-то... Там что-то еду какую-то они едят или что-то происходит, и пока что пауза небольшая. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что... Так, ребят, там Даша пишет, что вроде как Маша приболела. Давайте, в общем, ждем вердоса. 5-10 минут, говорят, сейчас будет перерыв. Там все кушают, я так понял, на турнире на этом. Кто-то там, кто стримит, и армины все. Вот, сейчас все скоро очень-очень начнется. Я позвоню, отойду там в туалет и т.д. и там, может, что-то перекусить возьму. И будем продолжать смотреть турнир этот, ребят. Всем привет еще раз. Про отблоки напоминаю, поддерживайте меня и мой канал, по возможности, по реквизиту, в описании через плеер. Всем за это громадное спасибо, кто так делал. Впереди последний четверть финала вердоса против Проба, очень важный. И... Спасибо, Клиганс. И впереди полуфиналы, масса против Ниба и Чам против победителя вердоса Проб. Надеюсь, что против вердоса. Ждем, короче, ребят, матч. Продолжение следует... 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 Скоро начнется вердоз, ребят. Продолжение следует... Так, пора уже рекламу напилить. Еще полчаса прошло. В общем, ребята, сейчас вердоз. Прямо сейчас начнет играть. Ждем начала игр. И, надеюсь, я на победу лично. Продолжение следует... Так, все, вернулись. Чел вернулся. Сейчас хост подъедет, наверное. Продолжение следует... Китти подчеркивание... Китти подчеркивание... Ваш канал на 100 рублей. Так, пошел инвайт. Чё-то не зайдите его по Китти. Спасибо, Кайт Эмти. А, на главном стриме вердоз. Давайте-ка глянем на секундочку тогда. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. А, все, уже нельзя. Сейчас ли появится, сразу врублю тогда. Надо было сразу сказать. Я порвался его. А, во-во-во-во, видно вердозы. Смотрите-ка. Вот он, проб. Вот он, вердоз. Все, погнали. Вердоз в шарфе. Все, руки потеряют. Ребят, стартуем. Но это вы на главном стриме можете вердоз смотреть, наблюдать. А нам надо игру смотреть вообще-то пока что. Все, ребят, игра начинается. Погнали. Пвп, но важная для нас пвп. Потому что важно, чтобы вердоз дальше прошел, конечно. Он уже обыгрывал своего оппонента на данном турнире в группе. Но здесь не группа, здесь плей-офф. И здесь уже бо-5, а не бо-3, собственно. Поэтому просто здесь не будет. Погнали. Так, надеюсь, второй гейт у Вердоза. Без разведки, что ли? Похоже, что да, без разведки играет. Что-то здесь посмотрел. А, не фотонит ли его, похоже, посмотрел. Нет, не фотонит. Кибернатчики, ну так, на секунду упробуй, что-то все раньше. Ну, пилон у Лоу Граунди Вердоза делает. В разведку пойдет, интересно? Ё-моё, пилон криво поставил. Блев, а муха. Минус 25 минералов. Не надо таких вещей делать. Тут 25 уже потеряно, блин. Без боя, без всего. В разведку пошел. Я, ХЗ, правда, какой прикол в такую разведку идти? Какой прикол в такую разведку идти? Ну, в разведку идти надо, конечно. Сейчас просто можно пробку потерять. Если вот прийти мейн, смотреть, что там происходит, да минус пробка будет, скорее всего. Ну, что это за тайминг разведки-то такой, я не пойму. Ну, все, минус. А, там Сентрюс ныкал проб, он не хотел, чтобы Вердоз уверил. Это Сталкер Сентряк, кстати. Не, пробка ушла. Я что-то не обратил внимания. Смотрю, один юнит быстрее другого строится. Я думал, гус что-ли был? А я не врубил сейчас голову про то, что... А, и не понял того, что... Что Сентряк 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 быстрее строится. Так, два Сталкера Вердозу идут. Минус Сталкер, пробу надо... Собака реагирует, как быстро, а? Очень быстро отреагировал. Вердоз сейчас Сталкер разобрался. Просто жесть бы ждал опробу. Но он и так надамажил, в принципе, неплохо. Можно по батарейке пострелять там, или почему-то можно пострелить, например, по пилону. Так, куда пробка-то едет? Что Вердоз туда? Все лезет, я не пойму. А, минус. Слушайте, закрыл Филдон. Ну, Сталкер-то здесь демеджи, но Вердоз-то живые. Ну, по крайней мере... По крайней мере, вровень разменяется. Вердоз Таргейт спалил. По крайней мере, вровень разменялся. То есть, двух в двух. Единственный плюс, конечно. Ну, и энергию с N3 вынужден был просрать сейчас проб. У Нарбоса батарейки, у Вердоза везде все четко. Вроде как. Где ты сейчас откроется? Вес ангиблюда. Стартовый активировал премиум на Рожканал. Так, ну что. Бустится рабочий Вердоза. Это правильное решение. Сейчас в плюсе будет. Надо варпануть на мейн срочно двух Сталкеров. Иначе, блин, с N3... Конечно, вот под этой хреновиной с N3 живут. Но они демеджи мало нанесут. Так, Оракул залетает. Опа, мимо иллюзии летит Оракул. Ревелэйшн. Кидают проб сразу. Ничего не сделал вообще. Так, второй Оракул прилетел. Да, второй прилетел. Вердоз. Вот у оппонента... А, не, это тот же Оракул. Я извиняюсь. Так, Апсевер разложен. Только ты, Вердоз, пошел здесь контролить. Оракул видит, где летает. Иллюзия прилетает к нему. Ну, что, роба есть. Плюс один есть. Все строится. Пока все в порядке. У пробы, что давайте глянем. У пробы все примерно то же самое. На две пробочки поменьше. После роба Твайлайт бустится плюс один стабильно. И здесь то, что вообще пока зеркально абсолютно идут. Но Оракул работает чуть-чуть больше. А вот одну пробку, да, забрал. Да, забрал Оракул первую пробку. Да, главное, чтобы Оракул не нахарасил здесь как-то на халяву. Кстати, можно сейчас его побомбить было, Вердоз. Хорошая артера здесь стоит, конечно, но не успел выйти сюда. Под Оракул кто-то из подошел. Ну, хотя нет, надо совсем, чтобы проб мертвый был, чтобы вот так вот у него Оракул забрать. Я просто тремя сталкарями подойти и убить вообще. Так, и Морфу устроен, устроен, Вердоз. Камешки вот эти забрал сейчас. Архивы темплара. Слушайте, по-моему, что-то тут двух баз Вердоз пытается продемонстрировать. Ну, проб, кстати, что самое интересное, тоже какую-то элегантность двухбазовую делает. Вот сейчас на таких стадиях важно контроль. То есть нужно иллюзию запустить вперед. Потому что если сейчас выходить, во-первых, здесь Оракул на карте летает. То есть он может сжечь рабочих. Во-вторых, там тоже две базы. Смысл две-две выходить-то вообще куда-то. Так, Оракул прилет-то. Вердоз реагирует. Вот, кейсбэк пошел. Нормально. Ну, хоть три пробки всего отдал, и тот норм. Иллюзия минус. Орхонщика сливает. Ну, в лоб две базы. Вот сюда пробить, мне кажется, нереальным каким-то условием. Просто нереальной вообще темой. Здесь единственное, что 7 гейтов, как бы Ордозу 8 получается, да? Ордозу вообще 5 пока. Не все открыты. Сейчас 3 еще откроются. Так, выход идет. Вот что мешало, блин, Иллюзию запутать? Место разведки на 3-й нексу Вердоз Иллюзию пускает хер пойми куда вообще. А, ну он Оракула хочет увидеть. Тут один сталкер остался. Надо батарейку было добавить, значит, тогда. Так, второй сталкер добавляется. Ну, по лимиту, по боевому Вердоз немножечко в плюсе. В принципе, если проб вперед вот так вот будет вылезать, можно зайти и убить его будет. Но вперед-то он не вылезает пока. Вот в чем прикол. Так, плюс... Так, сталкер с Зилат. Все, все взял, кроме одного сталкера. Вот сейчас вперед. Так, Оракул на мейн, между прочим, врывается. Там батарейка есть. Так, надо зайти. Пробочка минус. Отступает под вторую базу сейчас оппонент Вердоза. Вот, армия растянута. У Артема сейчас нужно аккуратнее быть. Некусу-то третьего нет. Надо лезть туда вообще. Мне кажется, что не надо никуда лезть. Здесь плюс два есть. Делай плюс три. Бля, хомуха, что творится? Шесть проб... Вот я говорю, опасно выход делать две в две базы, блин. Оракул халявный прилетает, который на карте уже существовал до этого. И начинает просто уродовать здесь. Так, призму на муви проб слил. Это хорошо, потому что призму на муви проб слил. Вердоза меньше по лимиту стал. У него микс покачественнее. Здесь архонов побольше. И вот, воправдан. Одного поменьше не надо туда влезать. Законтролил, отступил. Десять лимитов в минусе. Так, сталкер Зилат против Зилата. Блин, сталкер падает. Ну, отступишь-то ситуация-то равная. Рабочих подстроит две в две базы. Нахрена его пытаться вот сейчас убить прям в лоб? Вот прям в лоб. Зачем? Мердоз. Ну, куда ему все-то тянет-то сюда? НКС-то понял, что вот подстроил пробок, сейчас и все, блин. Две базы проб плюс три закал. То есть проб уже плюс получил. Вовремя подступил, плюс три заказал. И вообще бы все в порядке было бы. Опять оракул, блин. Ё-моё. Ну, это подстройка под Вирдоса. Хорош этими двух базовыми хреновинами играть. Видишь же, что подстраивается уже этот балбес. Под него имморталы добавляются. То есть здесь в две базы так все и кончится. Там Даркшайн, там плюс три. Надо бы самому иллюзию Вирдосу запустить туда. Посмотреть, что плюс три, что фаржа работает. Посмотреть, что Даркшайн делается. Тархона проб хорошо контролит. Хорошо проб контролит. Блин. Мы поняли, короче. Оракула, да? Да. Сталкера можно наверх перевести туда, куда-нибудь попытаться. 93-105. Все, пробы уже больше. Лимита боевого. Вирдоску-то там имморталы идут. Что, он будет прям заходить? Нет, заходить не хочет. Ну, третий Нексус хочет выходить зато. Ну, тут на грани все будет. На грани. Вирдос плюс три заказал. Архонов добавляет. Так, Зилу-то. Зилу там аккуратнее надо быть. Что-то загрузил, разгрузил все. Призма летит. Да, летит Призма вперед. А ведь обсервера-то на мейне нет. Это уже очень большая проблема сейчас будет. То есть, похоже... Да, с 0-1-то не хочется начинать. Я думаю, никому. Матч по пять. Так, вот Призма прилетела. Ну, видно же. Видел Вирдос Призму? Да, вот она. Ага, боится пробы. Оно боится, как Джонни Рико говорил. Нет, не Джонни Рико говорил. Я вру. Это разведчик говорил. Так, два Зилка Дарк, ребят. Вирдосу надо третью идти отменить базу. На 10 лимитов. Плюсе 3-3 игры. И еще два Дарка на вторую. Два Зилка Дарк на мейн. Да, Дарки пришли. Очень плохо. Очень большой урон, ребят. ГГ, Вирдос пишет. Ну, что это такое? Подрался по щухой. Хотя, что тут драться? Здесь экономика падает. Не в позиции там был. 0-1. Печаль, а что делать? А что группу-то покинул? Готов к базовой теме. Вот очевидно это. По-другому надо играть. Субтитры добавил DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не, ничего не происходит пока что... Паралайзер активировал премиум на ваш канал... Так, вот паралайзер что-то... Отгадал или нет? Отгадал... Вот вердос... Пока элегантен и невозмутим... Пьет воду... С флагом там, смотрю, сидит... Овердокс, молодец... Не проигрывать, бля... Продолжение следует... 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 Биггилол, да что ты говоришь, что, серьезно, что ли? А мы-то тут сидим два дня, не вкурием. Опа, выдаю желаемое за действительное, а не туда единичка пошла, ребята. Бирдос против этого. Так, ну пилон гейт в рампе, два газа, все стандартно, здесь то же самое у оппонента вердоса. Кстати, пробка, вот как так? Я хз, вот это вот как происходит так? Вроде все одно, а пробка на 3 секунды раньше у проба строится. Но он же проба, у него бонус на пробку, просто первую плюс 3 секунды, похоже. Из-за никнейма его. Продолжение следует... Так, дорог и люк. Так, ну что же. Здесь два сталкера, здесь два сталкера. Нексус и Вирдоса. Да, одновременно фактически они Нексус ставят. Два сталкера в 2 СН3, пробка по карте есть. Что-то тут разведают, Вирдос или сныкать что-то хочет. Я даже не знаю, что он здесь хочет сделать. Он проверяет прокси на всякий случай, потом домой, видимо, уедет. По лимиту в плюсе из-за СН3. А здесь вообще ничего не закану. Здесь Старгейт, потому что. Два гейта в Старгейт. Он против этого проба вообще. Он по-другому играет, не так, как... Против него Даршайн надо играть или Твайлайт. Он вообще Дарков не делает. Он играет либо Старгейт, либо Твайлайт сам, блин. Надо это было проанализировать, Вирдосу, на самом деле. Я вот за два дня это понял уже сейчас, что так вообще. Так, пробочка у Вирдос минуснул оппонент. Батарейка на мэне. Подбустил еще один раз варп. Ну все, варп сейчас гейты откроются, соответственно. Надо как-то пролететь. А как тут пролетишь? 80 тн? Да нет, здесь пока не пролетишь вообще. Да. Продолжение следует... 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 Шурупы... Продолжение следует... 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 да уж короче ладно на самом деле ну делаю вердос как неприятный осадок и так что-то я это распереживался расстроился в еще овердосу чудит ему и так ладно из чел там сидит сам как бы ничего не делает криво ну вот так и не надо идти там ему руку жать к сам проиграл тебе подошел чел пожми ему руку в росту лучше блин это некрасиво потом он в следующий раз и не пойдет с каждым для говно какое-то чем руку жать вообще все-таки в одной лодке все рыбы starcrafter и особенно из первого starcraft ну то есть как такая тема у всех бомбит кто-то кого-то не любит но все-таки как бы коллеги получается да так ну все скоро начнется все да нет вопрос даже пойти это если отбросить то что это некрасиво там пивайте как бы ты же себя подставляешь этим кабу то есть у тебя бомбит пердак ты не жмешь руку челу на тебя смотрят на стриме в чужой стране делают клипы в тебя пальцем тычет горят и вот какое чему урод из россии приехал да блин там и на страну начнут гнать и т.д. как бы вот руку не жмет ты потом это опять же как бы вот узнаешь все как бы приезжаешь же когда остыл у тебя опять пердак бомбит на тяж гонят как бы все ничего себе так это круговорот бомбления передака в природе зачем так делать к его вот просто в чем прикол c сам себя подставляешь ну то есть нервничаешь лишний раз че ладно хорош этот момент мусолят ну флаг-то власовский все равно согласен да как бы вот но все равно тут ничего не поделаешь короче короче да что да это глупый вопрос ты тоже ревчик поход не догоняешь этого момента как бы вся соль то не в том чтобы я сделал спердос мне руку не правда ничего не зачем что-то делать человек сам себя этим опускает просто очень прикол это блин до этого надо дну дорасти как как до шубы салата как мой друг говорил кто шубу не любит дорасти надо просто все уже поздно бомбить ладари бомби там как бы это узнаете сейчас и влада ли застринец кинут как ладно короче хорош я просто думаю что ну зря поэтому и не надо ну себе каких-то результатов там ставить думать о местах о деньгах о чем-то как бы просто приехал играй как бы все получаю удовольствие я всегда как бы ну вот не а тоже потому что ну то есть я так-то жестко у меня не бомбила никому бомбила кого то есть но лёха вайтера в этом плане пример как бы для подражания то есть он всегда ну то есть удовольствие все делает проиграл все весело все нормально короче так смуф какой-то сною надо выпилить бессрочным еще лишь 21 до число такс ну что ребята ну ждем на полуфинал все карты полуфиналов готова отлично ребят респект тем кто со мной до конца я сам потому что на самом деле что-то ну как же уже закончил но надо до конца стримить ребят Крепкая хватка показывает неуверенных себе людей прохладная история вообще ну а потные ладошки это физиология как бы тоже у меня сейчас потная мышку держу как бы отчасти у кого-то так ну вот природы у кого-то нет а 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 выпилил такой типа типа он не тот чувак сам на самом деле был бы нормальный человек просто калу я только зарегался тому типа 1 2 меня горю но тут тут сразу же короче рассекречен оказался следователем по особо неважным делам помещен как там мальдивы как успех твой петров сергей да вот в том то и дело что уже как-то давно это происходит хочу все не меняется у некоторых людей будем надеяться что когда-то все таки поменяется ребят три матча у нас осталось на сегодня это два полуфинала и финал давайте смотреть я бы не стал вперед забегать на самом деле не пишет чувак видите ну не знает как шифронуться правильно не знает короче надо смайлик может про мальдивы запилить увековечить этот высер тут я не знаю как его вы вы отобразить реально а чё карту мальдив а кстати в смайлик интересно ксисок у нас прям авто осталось о смотрите-ка слот тоже свободен уже 31 прем из 800 еще как бы уже на последний слот за заносится нормально короче ну чё как думаете мальдивы зайдут или как надо блин мальдивы первый класс как бы мальдивы первый класс как-то это сделать так типа и успех тройную гифку мальдивы первый класс успех короче это нормально будет мне кажется не просто стюардесса такая норм стюардесса короче и ты там такой весь успешный сидишь со своим делом короче мальдива основное государство цену там тяжело можно будет не понять что это мальдивы мне кажется ребята не против массы первый финал давайте по игре короче говоря давайте по игре запилен был массой газ нибу на мэне не вынужден был на второй базе запилите рипер что-то пролетело какое масса-то рипера убили все пошел отдавать рипера оооо провал минус рипер но он пробку даже не не заминусовал здесь в робо играет ниб все короче в игру концентрируюсь ребят всем здорово кто недавно пришел вердос к сожалению отлетел начудил немного ну ладно на самом деле не надо гнобить его сильно, и не надо вообще никого гнобить, ни наших, ни чужих, как бы особо можно, конечно, так, по поводу скилла там и т.д. порассуждать, пообзываться бичами, но как бы нужно это делать, ну, не со злостью какой-то там. 10-30 цехи, ребят, глубоководный риф, 5 часов массы красная, 11 не в синий, цценщик третий, короче говоря, здесь уже грейдится, проморгал я, ну, короче, был, бил-то, барак газ фриперов в цсшечку, в цсшечку второй барак, в третью цсху и в третий барак вообще. Вот. Долго рассказывать, она скорее лица, может, в чатике кто-нибудь расскажет, игру надо комментировать, в паузе, короче, напомню. Вот. Короче, здесь 3 гейта, то есть гейт газ нексус кибернаточка в робо в плюс 2 гейта и в 3-й нексус в итоге не поиграет, батарейка есть, все прикрыто с толкерами вроде как, и робо бэйт, то есть это колосс или что это, еще непонятно, две форжи пошло. Две форжи, понятно, грейды, но робо бэйт и не применяют. А, все, смотрите, залетел нип, вот смотрите, как нип, вот называется, как бы, играть от разведки, играть с головой, соответственно. Так, это что такое ниди стайл? А, ну да, типо того что-то. Кстати, кстати. Блин, у нас маленькие не видно будет, они же маленькие вот этого всего. Чаваш поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, на Мальдивы первый класс. Да, спасибо, Чаваш. На Мальдивы первый раз, когда на Мальдивы буду вылетать, ну, на маршрутку, буду в Питер садиться там, или с Москвы, шавуху возьму в ларьке за соточку у нас тут. Вот, спасибо. Тебе начинать с малого надо, сам понимаешь, у меня не как у пацана, того дела своего пока нет, придется собирать, как бы, вот. Не, у нас и за сотку есть. Ну, в основном, да, 120-130. Как-то так. В общем, ребят, перевел масса-цеху уже вниз. Вот НИП очень пассивно действует, уверен в своих силах. Слушайте, ну, пассивность массы, ну, хорошо тут. Масится, масса, масса, массится, как там, тавтология, масло-масляное. Так. Да не, блин, у меня что-то жжет заболел. Начал про шаеву говорить, про всякое вот это дело. У меня сидр там есть, в холодильнике кислятина. Значит, как? А, с головой-то не поиграл. Он пролетел об сервером, короче, был момент, то есть он заказал роба, роба-бей, то есть он не понимал, что происходит, видимо, и хотел раннего колосса сыграть от обороны надежно. Но он пролетел, увидел цеху, и он просто не стал колосса строить. То есть у него были эти здания, он отложил колосса, он заказал форжи, чтобы получить бонус по грейда, но только потом в колоссов перешел. То есть вот в этом плане, я хотел сказать, не грамотно очень действовал. Так, заказан блинк, рейндж колоссом есть, 1-1, 2-2, но вот сейчас пока блинка не будет, не бы сидеть придется здесь вообще. Э-э-э-э-э-э-э-э! Прихлопнули паука здесь с всей шаблой этого колосса. Массовские юниты, а они вообще полезны. Вот опять масса настимпачился в хлам. Вот реально, посмотрите, сколько здесь юнитов тирана. Был бы это какой-нибудь Бьяна Лимару моментальный сплит на вот эту ширину фронта, мародерчика вперед, там юнитов выводить. Здесь одни сталкеры. Можно было вообще развалить. Или колосса вот этого вкусную второго попробовать. Ну, хотя развалить было тяжело, был бы размена, тирану сейчас размен не нужен пока. Опа! Ядерная бомба! Ядерная бомба! Ну, короче, в ГАГский трибунал, короче, этого массу, потому что, ну, Канада, ну, как бы не в ядерном клубе, что он себе позволяет против исключительного американца НИБа вообще. Какие еще ядерные бомбы? Даже у НИБа пока ничего нет. Грейды тут, как бы, да, есть, колоссы есть. Все дела. И куда эта бомба полетит-то, я чуть не понимаю вообще. Гост, кстати, один. Да, один гост, единственный. Главное, не спешить с бомбой, с этой. Подумать хорошенько. Так, Либератор, они к минусу. Все, 2-2 грейды доделались, и у массы проблемы, серьезно. Я вот тиранов вообще не понимаю, почему они не делают 2-2 в последнее время. Просто, ох, минус центряц полной энергией практически. Почему тиран не делают 2-2? У цеха третья, раньше, чем у процца. Да уже бы 2-2 доделали. Сделай ты армори вовремя. И играй ты нормально. Нахреня тебе пуши на 1-1 нужны вообще. Так, СМ пул, бери, СМ ок выводи, я не знаю. Так, Либераторы прилетают на второй. Масса заходит в рампу ко второй базе к Нибу. Неплохо зашел, но и викинги вроде позицию заняли, но сзади сталкеры приходят. Колосса сбоку подходит. Кстати, викингов-то много. Викингов много. Колосса 1-1, минус сталкеров, мародеры здесь разбирают. Здесь Массе надо из-под дивотов куда-то улететь, иначе разберут его. Отступить. А у Ниба 3-3 уже. Понимаете, вот если б Масса сейчас одной волной задавил, это был бы для него шанс на 1-1. Но у Масса идет такая тягомотина, размен, поэтому это проигрыш очевидный. Тут 3-3, как только 3-3 подъедет, эти юниты вообще ничего убивать не будут вообще. Да. Да. Ну все, Ниба идет добивать. Лимит 60 на 80 главное идет добивать. Когда 3-3 будет, даже с таким лимитом не будет убивать вообще. Зачем, говорит, юниты же сильнее всего? Так это у Касса по версии Вердоса. И только против Вердоса. Понимаешь, юниты сильнее. У обычных игроков так не бывает. Так, 605. Так, 605 людей сколько? Кэши люди рассосались, блин. Вердос подставляет. А вы говорите, надо поддерживать игроков наших. Копа сразу 50% людей свалило, потому что ждали Вердоса прииграть. Ну а что делать, ребят? Ну истинные любители Старкрафта будут смотреть Старкрафт. Уж полуфиналы это уже все-таки высший уровень Старкрафта. Масса очень неплохой игрок. Непонятно, топовый. Чам 6800 на Европе. Крутой как бы игрок тоже топовый. Сейчас игрок стал. Проба, конечно, да, чудом сюда попал, но так бы можно и про Вердоса было сказать буржуям, что чудом сюда попал, убил пробы. Ну все, не пойдет нажимать. 3-3 на 1-1. Это совсем неравные апгрейды, ребят. Еще и шторм есть. Тут просто накрывает медным тазом масло. В игре он пишет 1-0. Ну да, так может что-то и видно будет. Сейчас сейчас мемосов каких-нибудь Провердоса наделают. У него бомбанет еще раз Ка приедет, блин. Так, ждем инвайт. Так, а погодите, массаж ядерку так и не кинул, да? Конвенция, потому что жил, конвенция запрещена, вот и не кинул. Международный запрещение ядерных испытаний ядерным клубом, понимаете, кому это надо вообще? Кинул? Куда? А, погоди, куда он кинул? Я что-то не заметил вообще, я в пылу комментирования ни хрена не заметил. Короче, ребят, тут пара версий Мальдив есть. Вот такая, но это не видно будет. А вот такая норм, да, мне кажется, смайлик. Надо его в смайлик превратить там по параметрам. Я вообще думаю, надо гибку какую-то запилить. Можно вот картинку эту, потом вот эту, а потом третью бабосики типа какого-то. А кто мне смайлик? Мне с джейс вроде смайлики делал, Как бы или такие там этого рептилоида спасибо громадное ему. Вот. вердос залетел как протон тот 10 неп ребят не кого-то аналитик на диване такой там был чел так паранойя у меня гриш ну давай я даже анкеты там есть давайте разбаним посмотрим мальдивец то или нет просто ради интереса будут высеры какие-нибудь еще или спалить то несложно будет ладно тогда этого чела разбанившую сегодня которого забанивал чтобы не обидно было сюда гул по игре ребят все таки здесь вообще 0 3 может быть пользу 30 пользу неба очевидно что да как бы по уровню выше здесь всех ну вот и там кого кто ломает добра топчу так ну что же ребятки у нас здесь не против массы карта номер два называется она катализатор у него пилон гид в газ в нексус кибернеточку причем гейт и кибернетка на 2 в такую стенку то есть против геликов сейчас любят так просто играть здесь же в ранний ранний стим билд то есть в 16 мариков дроп аля как зерга вообще гелики геликов часто бывает что в них девки такие пытаются делать без стенки никуда вообще не им можно и бед стенки но это кота не рабочих отbergrien так рипер на мэне в этот раз прошлый раз масса просто рипером ничего не убил а в этот а сколько 4 пробки и ушел за всю боль за всю боль просто рипер этот тут stalker правда 3 марика убил этот рипер за всю боль просто ответил за прошлую игру за то что не по не дала и перу ничего убить и еще и подрезал этого юнита 4 пробки вообще жесть какая-то 42 38 но dark shine ребятки но dark shine где кстати dark shine ты видел кстати масса dark shine ни хрена масса вообще не видел и не увидит кстати а это что значит значит ударки сейчас сюда придут и что они сделают правильно здесь 200 цехи а поэтому билду чтоб марики как может быстрее полетели мулов надо выкидывать вообще постоянно так тебе просто интересно вот интересно смотри starcraft кто не понял тот поймет c кадыров рамзан нейроды вот а первый пришел dark учу не делать зайди ты на мэн д эпохи все зашел бы на мэн гг неужели не по элементарщину такого не знает вообще да все до эпохи закрыты слушайте ну вот таким образом масса выиграл против теслы подобным он пришел и запушил его тоже dark а камео прессовал так вернулся dark скан будет будет скан хорошо dark а убил 24 слушайте а похоже здесь тоже самое повторяется не очень похоже прям на это очень похоже очень похоже на этот ту игру точнее на эту ту игру на туретку ближе вот где-то ставить чтобы vision был поближе dark приходит dark минус батарейки падают все подробно а тоже минусовать танчик нужно ближе подводить бункер да бункер ставится не бункер на туретку надо это было ставить а всего-то надо было заход а прикиньте вот тут просто это элементарная тема это знает мастер лига даже не тир один это все знают ребята к такая ситуация тебе идет выход у тебя два дарка к оппоненту заходишь тирану туреток нет у него просто от эпохи здесь открыты не трогайте первым дарком еще вот я вам объясняю как делается это элементарно первый dark заходит сюда начинает резать синхронно с этим все у тирана не хватает контроля не хватает сканов то есть ему надо сканить сюда-сюда максимум у него может быть два скана поэтому билду и 2 нет просто и тогда у него в атаку не будет скана точно короче ребят это проигрыш книга а риперта за всю боль семерых уже нашатал в этой игре живой до сих пор спасибо что живой как говорится это тот который 4 рабочих убил прошлой игре рипер ноль убил здесь 7 и еще продолжают наказывать все церковь заделась и надо осада полная в осаде только стивен сигал помните в осаде сначала захват назывался потом в осаде переименовали фильмы стабильно он шел про миссури линкор или какой там класс корабле я забыл вот был бы стивен сигал он бы может быть как бы по ходу у него есть стивен сигал он все-таки спустился он все-таки спустился но на самом деле здесь полное преимущество да и про поезд был там и третий было бы был бы Продолжение следует... Продолжение следует... Не, вот тут каундук управ, кстати. Во-первых, во-вторых, не умничать, а политота первая. Первая политота. Во-вторых... Во-вторых... Во-вторых, гон просто левый. Просто левый гон. Да это про... Про Мальдивы. Про Мальдивы. Спрашивал, наскорялись. Был тут один клоун, аналитик на диване, его никнейм. Был. И просто... Единственная информация, которая от него в чат поступала, это на то, что тираны слабая раса. На то, что все тираны, которые играют, все правильно делают. Но они не могут выиграть, потому что слабая раса. Но они все правильно делают. Это постоянно было. То есть, еще у него бомбил пердак очень жестко. Конечно, я его выпилил. Потому что этот клоун... Ну, то есть, я его уже выпилил, разбанивал. Люди не понимают просто, что... Ну, то есть, не надо. А тем более, как бы, ну, то есть... Не игрок, не пойми, кто вообще сидит. Как бы, ну, игрок просто он бы и не стал вот так делать. Ну, это позорненько, мягко говоря. Вот. Ну, я его выпилил. Вот он там мне написал про успешных людей, летающих на Мальдивы первым классом. Ну, то есть, это не про меня, как бы, а про него, короче. Вот. По ходу дела. Хе-хе. 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 Вот. Ну, короче, этот. Конечно, высадило всех здесь, и меня в том числе. Вот. В хорошем смысле слова имеется в виду это дело. Поугарали. Вот, думаю, смайлик надо запилить. О, вердос здесь. На наши зомби напали. О, вердос здесь. Ну что, ребят Уникальный нип, который элементарно Дарков на мейн-копоненту завести не может Слива проиграл Майлси предыдущую карту И у нас третья Сейчас в итоге карта идет Соответственно Вот Так, в правилах нет, что ты должен брать руку Так в правилах нет Как бы то, что То, что Не надо игроков там бичами называть Комментаторов Потому что в чатике обсирать как бы не надо Да, людей Ну я за это выпиливаю Как бы сегодня выпиливал Куда он что-то там говорил Вот Это же элементарная как бы Тема Бывает Бывает Бомбит Ладно, когда абстракт Ну там про корейцев я говорю Каких-то Хотя понятно, что Адекватному человеку Любому, что они не бичи все Как бы да Там Если уровень их брать Но На фоне там чего-то Кого-то И желания там Идеальную игру Увидеть Это да Как бы Так и с рукой Тут такое Тут и Тут и с рукой Такое Да и негласные правила Он в основном Надо как бы Ну то есть Это человек Те уважение проявляет Как бы Что он тебе подошел Вообще Ну а суть Я уже про нее Объяснял Что как бы Это круговорот Бомбления в природе То есть Самому только себя Лишний раз С нервы тратить Просто своей Все как бы Потому что Ну вот ГГ написал Руку пожал Там подошел Чего Успокоился Сам все пошел С моими делами Занимался Тем более В США Погулять Нужно Посмотреть Чего Ходить Так Ну что Минки на Мэне Минки на второй Вообще Не реагирует На эти Минки Ребят Ёопа РСАТ Это в стиле Кого Это в стиле Ютермала Билд Между прочим Походу Масса 2.0 Что ли Я чуть не понимаю Пока я тут Ребят Только не разводите Тут с вердосом Срач пожалуйста Дайте мне покомментировать Короче Вот Так Ну что ж 40 40 лимита Боевого На 24 В пользу Масса Ребят После Дропа Минок Которые Просто 20 рабочих Убили Идет выход Танки Плюс Марики Марики За танков Отходят Да Даже Такое Бывает Не прикрывают Их от Сталкеров Чтобы дойти Сюда Как можно Большим Боевым Лимитом Но у НИБа Делается Чарж И здесь На грани Будет Сколько Гейтов У НИБа Сейчас 5 5 это Немного Но А 8 уже Ребят Слушайте По моему НИБ здесь Просто чудом Сейчас Может отбиться Масса Прирост Растянут Хотя Стим Щиты Подъезжают Прямо Одновременно Практически Все апгрейды Танки Рассиджены Сейчас Очень хорошо Так Видит Масса Что НИБ уже Позицию Занял Щит Пошла Атака Как же Щиты Прямо В секунду Атаки НИБа Дать Ё-моё Как же НИБ четко Все сделал Как же Долго Сюда Шел Масса И Как же Он пытался Позицию Здесь Занять Но НИБ взял И просто Все убил Ну Короче Надо Что Тут Говорить Надо В общем-то Выходить Быстрее Массе Было Ну И Следить За Этим Момент Подождать Щитов Либо Стима Где-то Здесь Поставить Может быть Сбоку Зайти Может быть Дропнуться До Этого Еще То есть Надо Не Отпускать Было НИБа Шатать Пытаться То есть У него Не было Экономики Он Просто Все Вкладывал В Рабочих Сейчас Да 2-1 2-1 Походу Отменяется В пользу Массы Он Скан Кинул Но Он Не увидел Полные Картины Он Увидел Здесь Зилов До Сюда Скан Примерно Был А здесь Еще Юниты Были Вне Скана И Сталкер Еще Танки Подвел Идеально Подсталкеров Понимаете И танки Убил И Все Здесь Остальное Убил Им Без Мина Кстати Тяжело Мне кажется Что Такой Пуш Надо Было Вообще Зачем Зачем Что-то Менял На факте Реактор Минами Дожимал Да И Не Парился Вообще Масса Да Это Это Здесь Зил Это В Ответ Пришли Все Печально В общем Петров Сергей Поддержал Ваш Канал На 300 Рублей И Сообщает Спасибо За Стрель Спасибо Петров Сергей У тебя Что Никнейм Такой На Будгейме Первый Раз Видит Что Такую ГГ Масса 2002 1 Нип Очень Четко Не Подбился А Ну Я Твой Я Твой С Твича Возьму Та Никнейм Подержу Спасибо Ладно Вирдос Хорош Ты Мо Ты Нормальный Чел Я Тебя Видел Много Раз Живу Хорош Херней Заниматься Иди Гуляй Лучше Хватит Бомбить И Жми В Следующий Раз Руку Просто Тебе Идут Руку Жать Вот И Все Может Тебя 3-1 И Подъедет Тут У меня Вопрос Сможет Тот Кто В Другом Полуфинале Находится Хоть Кто Нибу Конкуренцию Заставить Чам Может Будь Проб Чам Убьет И Нибу Пвп Развалит Сомнения У меня Есть В Этом Ну Может И Может Чам Так Депуха Газ Барак Ну Я Не Проб Умеет Зергами Играть На самом деле Я Я Я тебе Уже Предлагаю Успокоиться Наконец-то Я тебя Разбанил Ты мне Что Работодатель Или Кто Ты Так У Наверняка Смурф Какой Если Хочу Обнаружу Смурф Это Просто Легко Но Я Предлагаю Завязать Это Обсуждение Во Первых Во Во-вторых Там Очевидно Было За что Забанен И Не надо Тут Говно Разводить Потому что Аргументация У тебя Какая-то Не очень Дружок Так Нип 2.1 И Прокси Гейт Ребятки Прокси Гейт Два Гейта Сталкера Будет ли Зил Это Нип Зил Там Такой Бил Дел Недавно Илон Чик Цц Хублоч Надо Бункер Бункером Все Отбивается Да Я попрошу Чтоб Посмотрели Если Мальдивский Чудик Окажется Что Это Брос Ковну Человек Охинею Несет Вообще Абсолютно Кто-то Ему Там Должен Кто-то Те Чё Должен Те Должен Те 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 Это еще как, ну, я, ну, то есть к этому всему отношусь абсолютно, когда спокойно. Слушайте, моста отбился здесь. Моста отбился тем временем здесь. Ни бы, конечно, больше лимита, но СЦХ раньше не ксу, но и надо лететь сюда. Но, грубо говоря, в нули вышли, как бы, по отношению к стандартной экономике при стандартных билдах, можно так сказать. Я за свою популярность. Да не, вопрос-то был в том, за что забанил там, что-то там в России, что-то там все там, что-то там в России и т.д. Какой России вообще? О чем ты говоришь-то ему? Дэня, зачем мне тебя банить-то? Во-первых. Во-вторых, сам проявил неуважение за то, за что был забанен. Вот и все, как бы. То есть, мне интересно, как бы. Люди какую-то огородят херню, как бы, по поводу, там, страны своей, может, не своей, я не знаю, как бы. Ну, любой, как бы. То есть, и требуют все уважения. При этом, ну, грубо говоря, бревно в своем глазу не видят. То есть, это очень часто в последнее время происходит. Ничего удивительного в этом нет, конечно, но о чем говорить. Так. Две пробочки. Опять Минки полетел. Слушайте, отсюда как вообще, почему, что? Так. Одна все-таки не выдержала, Минка бомбанула. Тут с клэшом Сталкера подрезала. Третья ццеха, ребята, у массы. Третья ццеха, ребята, у массы. В più? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не получается Нибу ничего здесь наубивать Правда как он это хочет без блинка сделать я понятия не имею То есть прийти и от танка увернуться от дэмэджа Ну в игре это как бы нереально сделать Он по-любому попадет Может в реальности Но тоже сомневаюсь что можно от выстрела танка увернуться Вот Третий Nexus тем не менее Ниб занял Вышел в колоссов Грейт на колоссов на рейндж Правда он не делает Это вообще это фейковый колосс Аля как в Уоле делали И в Ходис по-моему тоже Робо Б1 колосс Забайтить тирана на викингов Развестись чтобы он викингов строил А самому выйти в чарж Архивы темплеров Архоны шторм там и так далее Что-то примерно то же самое Здесь и наблюдаю Вторая броня пошла у Ниба Чарж почти готов уже И призма делает Да похоже какой-то выход будет А у Масы что? Кстати где у Масы вообще? В чем у Масы весь боевой лимит? Он расплетел армию здесь? Или что? Где у него армия эта часть вообще? 21 Марик Где он 21 Марик? Здесь много Нет здесь много стоит действительно Щитов у них единственное нет Пока у Мариков этих Так слушайте А Маса по-моему Да опять 1-1 пуш Ну я ему как задолбали эти 1-1 пуши мне Ну вот Что мешало сейчас поставить армор Или просто инженерку И делать 2-1 уже например И все было бы прекрасно вообще Ё-моё Какие филды Вот это филды Царь филды были Реально То есть Вот реально Маса сейчас должен убивать Но вот эти филды Могут все испортить Викинги сели В итоге-то Развод удался То есть Викинги на земле сидят Вместо того Что колоссов убивать Колоссов отсутствуют Их нету Нету 4 архона Ну как-то у Масы Прям слишком много Боевого лимита Я посмотрю Сканит Маса Еще один Викинг сел Либератор Раскладывается Танчик сзади Апсервера не мешало бы сбить На самом деле Так Викинги за филдами остаются Вот их можно было поднять Сейчас Почему этого Маса Не сделает 143 126 Слушайте Прям 2-2 Что ли будет В этом матче Похоже на то Хотя здесь зилки В ответку И на мэне И на второй Только третья нормально Баса добывается Так Либераторов Надо ближе подвести Они далеко Стоят Буквально Миллиметр И не заходит Он в рейнч Либераторов Сейчас Архоны падают 134 На 104 По лимиту Здесь зилки На мубиг На третью пошли Либераторов Надо на третью Перераскладывать Сейчас Но этого Маса Не делает Здесь у Ниба Четвертый добывается Кстати ТП Прямо отсюда Откуда знает Маса Куда ТП Пробок сделать Недавно Кстати кто-то Из корейцев Так победил Я помню Откуда зилки Берутся Где призма Я чуть не понял Призма Призма Кажется Только-только Погибла Зилки Наконец-то Не будут Ниоткуда Браться Но на мэне Они устроили Полный погром Я бы сказал Тирану Но тирана Все еще на 40 Лимита Больше 35 Тарабочек Есть На второй Добыче Есть Зилы По чуть-чуть Кончаются Маса Вообще Знает О четвертой Нет Маса Не знает О четвертой Базе К сожалению Анибовской Ну на лимита Больше Маса Но опять же Эти 1-1 Апгрейды Не увеличивающиеся Вообще Так Возвращается Маса Марадеры Марики Викинги Че там за клипы Так 119 135 96 58 Не лимита Бой О не Вот это вообще Жесть Для анибы Я не знаю Чем убивать Единственное Что А у него и блинка Нет С блинком Да С блинком Да Единственное Что прикрытие У либераторов Мягко говоря Не очень много Здесь Нужно и аккуратнее Поэтому и находить Обходит Маса Тут со стороны Где ниг не ждет Марик Минус Разведывал Он недолго Что происходит Везде Апсы висят Просто Везде У неба Апсы висят Загрузиться На мейн Может полететь А че Вот сюда Либераторов Разложил Всеми улетел Туда Просто Здесь армия По моему Наземная Медевать Поместилась В итоге Дерется Без Либераторов Просто Масса Это очень плохо И главное Что так зашел Как ему прирост Удался И привести В этом направлении Я вообще Понятие Так Много По земле Мало Небо Больше Рабочих Небо На бронь Побольше То есть Сейчас Просто Пойдет И убьет Походу Я здесь Среди теней Я здесь Среди теней Не Не Пока Не спешит Довоевать Очень много клипов Напилили, ребят, спасибо Просто некогда в контакт выкладывать особо Можете в комменты там выкладывать Если, ну, там видео выложили Куда-то в контакте, в группе Так, ну все, они бы больше по лимиту, ребят Шатал, шатал и зашатал все-таки О, армори подъехал Ничего себе, на 15-й-то минуте вообще Дхз, не знаю Палил там вердос, не палил, что там Минус-то цеха, ребят Да, пилд пошел Отходит нип из-под рейнджа либераторов Падает здесь все, падают мародеры Агрессивный блин, вперед пошел Масса Что если тройной дроп Вот куда лететь вообще этим дропом масса Я хз Летит на четвертую базу Это очевидный, да, ответ? Ну, блин, дома-то ничего нет вообще Нажимает нип Массица Масса пишет, ребят 3-1 нип, не в финале Ничего нового здесь Так Зерпчик Самая слабая раса В которой ты играешь Эту истину я уже давно вывел На самом деле И все ее знают Самая слабая раса, да, в которой играешь Ты, как бы А если серьезно, она просто тренится И ныть поменьше А-хм-хм Продолжение следует... 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 Это уже до Питера доехать можно Спасибо всем за поддержку Пацаны большое На крупном турнире Последний раз европейский игрок побеждал А я хз Когда там последний раз Европейский игрок побеждал, ребят Кто там шарит Да побеждал-то давно Сейчас же Европа разделена с Кореей ВЦС отдельно для всего мира Корейский турнир отдельно Поэтому Много раз Правда американский игрок НИП Которого мы только что видели Он трижды чемпион ВЦС В прошлом году Из четырех сезонов И в четвертом был в финале Кому он там слил Я что-то подзабыл Сиралу или Лейзеру Кому он там проиграл Или еще кому-то он там проиграл И что я уже это Буду устал Спасибо всем за поддержку Большую, ребят Фух А то что ну Последние дни на убой Прям идут эти стримы И хочется отдохнуть Но хер отдохнешь Почему? Потому что завтра В 15.00 Ребят в Арде Викле Турнир называется Вот Будем мы его смотреть Обязательно А вечером А вечером Как раз таки И Емчик будет Готовится отборочный Европейский Второй день А это значит Что на вылет Уже полетело А кто там играет? Я вам сейчас даже покажу Кто там играет А, в Валенсии Да, в Ру Короче, да Я вам наврал Он вообще не в финале Не был Короче Да, он там отлетел Раньше Короче, да Это я уже Кстати один раз лепил Так и второй раз леплю Я помню Как это было Что я так ошиблась Короче Элэйзер Против Хелл Рейзера Будет биться Вот и Бла Еще против Снута Это два игрока СНГшных наших Как получается Как обычно Дофига зергов В Европе Ну, вы видите Пара Трунам Шар Стефано Шоу Тайм Харстам Нерч Хороший пар Стреп Ю Термал Пти Друг Мару Крестерал Четыре корейца Еще здесь Ну, и еврокореец Точнее, американо-кореец Этот Труп Это будет Восемь часов вечера Я хотел завтра Вечером отдохнуть Семью Посидеть там Думаю Ну, хер Нам ВЦС Надо стримить Короче ВЦС Надо стримить Столку дня Думаю 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 Так, вижу Проб заходит Так, переименовывать надо стрим Думаю Из игры Может быть Может быть Я сейчас поздно Все кончится И она Не Так, а что там Они Где они Вообще Что там Проб ожидает В общем Я-то в группе Вроде сижу Должны позвать В общем Если поздно Кончится Я здесь Буду спать Ложиться Хотя Опять Чувствую Тут 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 Какой-то Сверху Хотя Я сегодня Тоже Орал Может быть Как бы Ну Ну Хозе Успокоиться К 3 Успокоиться 4 Может быть Короче Этот Что я хотел Сказать Еще Что Может быть Пораньше Даже Фоллаут Побегаю Немножечко Все Мне не удается Никак Часиков 5-6 Фоллаут Побегать Все Не начал Уже Четыре С лишним Можно С вердосом Созвонился Все Да В группу Зовут Всех Вроде Сейчас Все Начнется Так Я вижу тут какой-то смух Все Не уймется Блин Опять же Давай Подвязывай Уже Там Свои Эти В смысле Врик 2 на 2 Мне не разрешили И не разрешат Стримить Можно Наглеть 31 Застримить Как бы Вполне Но Можно Наглеть Как бы Не знаю Посмотрим 31 Это будет Число Так Все Почеркали Отлично Наглеть чё там браток тащил-тащил но все-таки не дотащил я смотрю слова к сожалению зерк чекана долгая история короче проекта даже начинать не буду нафиг starcraft и аудитории в астриме не там права всяк шляпа всякие там находятся додики конторы которые ну просто так как к придачу просто к другим дисциплинам обычно уступается как моим беспределы происходят полную кучни буду развивать темы блин надо целый круглый стол собирать короче ребята ждем чама против пробы вот они уже вроде проб в группе чана еще нет пока в группе но сейчас он придет как бы и все продолжится естественно второй полуфинал и финал был 5 ибо семьям уже уже второй час у них то понятно время там мало еще но они читал ну тузит уже нас как бы давненько хорош уже пора бы начать по моему ребят встану глаза пусть отдохнут сейчас в окошко посмотрю просто ну просто от моника устал уже за сегодня очень долгий стрим короче я буду смотреть что за инвайтом я здесь рядом не волнуйтесь разговаривали и Продолжение следует... Блин, ребят, я не удержался и хочу вам показать просто сейчас. Смотрите, просто что, я не знаю, будет на вебке видно, это красота или нет, как бы. Но я обожаю такую тему, вечером походить, наверное, с Чарликом даже выйду после стрима. На фонарь сейчас надо сконцентрировать. Вот на фонаре видно будет все. И практически полный штиль. Практически полный штиль, даже, наверное, штиль вообще. Хотя нет, с трубы там ветер. Видно, да, было там? Чарлик обожает такую погоду, у него прям... Пф, летит вообще. Короче, сейчас я подойду, ребят, подождите. Посмотрю в окно сам глазами. Пф... Продолжение следует... 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 Пора начинать, но здесь роучи бегают, ребят. А оракул что? Оракул просто стоит и наблюдает. Собаки забегают. Здесь сентрии, здесь адеп. Ёма, пилды будут. Одну сентрю. Хорошо, одну отдал. Я уж думал, сейчас две отдаст на собаках. Сентрии на собачках отдавать. Чам поэтому и забегает, что сентрии на собачках разменивать просто сверху выгодно для зерга. Колосса без ринжа, пока что блинг и плюс один густится. Здесь роучи гидра, кстати. Роучи скорость. 68 дронов. Надо четвертую скачать, сейчас туда дронов поднаправить. Сколько роучи есть? Роучи 14, 5 гидралов, 8 строится. Вот такой роучи гидролинга микс эти интересные вообще. Две сентрии. Где две? За всю игру две. Здесь-то одну. Кстати, где вторую? Что-то это... Погодите-ка, ребят. Гидра. Гидра. Отгоняет призму. Оракул шакалит. Крип у Чама хорошо распространяется, я бы сказал. То есть, почему крайне выгодно зергу крип распространять и крайне нужно? Это вообще вот сейчас, по прошествии 7 лет Старкрафта, а он крип-то изначально давал все эти свойства. Стало очевидно, что лично мне, например, что крип это вообще основной компонент зербитский практически. То есть, он ничем по важности уступает, ни макро, ни микро. Ну, то есть, это и есть микро и макро, как бы, да, получается, ты же контрольно это тратишь. Короче, он ничему не уступает, никакому аспекту из других самых важных. То есть, например, Оракул летает и ты видишь, откуда он летит, туда все перемещается просто. То есть, и все быстро... Короче, это просто одна из самых важных вещей, которую зерк должен делать. Понятно, что в ЗВЗ это уже не так. В ЗВЗ надо только, чтобы для себя выгоду он давал, то есть, между базами, короче. Почему собак на Сентрея выгодно разменять? Во-первых, Сентрея 100 газа стоит, 50 минералов. Во-вторых, Сентрею выгодно вначале варпануть, почему ли построить? Потому что у него энергия копится. А Сентрея было там больше сотки энергии. Опа, заставил ТП шнуться сейчас. Пробы ЧАМ. Минус четвертый нектус за это получит. Смотрите, как четко ЧАМ действует. Кстати, в лучшем стиле нерча, там и лейзера, и евразерков дроп наиграющих. Учится? Значит, ЧАМ учится на чужих. Да уж, минус нектус, да не минус. Слушайте, а проба здесь на изи, чё, дроп ловит? Ну нахрена, ё-моё, сюда дропаться? Улети ты, разгрузись, нафиг вообще сюда лезь. Лезет ЧАМ, Хайва нет, вайперов нет, ё-моё. Нахвалил я ЧАМа, и сейчас он просто проигрывает, по-моему, первую игру. У него меньше лимита, у него всё плохо. Тут плюс два подъехала у проба, ё-моё. Нексус не добил, дроп просрал, всё просрал. Задумка была крутая, как бы. Исполнение просто ужасное, просто ужасное. Руки-базуки мешают микрить, пацаны. Тут уж ничего не поделаешь. Руки-базуки для того, чтобы, как зило там, людей убивать просто. В своих мечтах, правда, ну и на программе Малахова. Всё, я сейчас перебором чувствую, там, разогнал в голове. Так, ЧАМ-контр забегает, ребят, сюда. Но тут пришёл проб, и с этой армией ничего ЧАМ не сделает. Грутлордов нет, вайперов нет, ничего нету. Что здесь, может, люркеров нет, в конце концов, которые сталкеров вообще люто уничтожают сейчас. Так, агрессивные блинки. Здесь три колосса, как бы. Ой, филды хорошие какие. Хорошие какие филды. Смотрите, беспомощные роучьи ядра просто за стеночкой. Пустите, мы вам кабину разломаем там. Ну, типа как. Сейчас я тебе кабину разобью, только за таксильную заплати, братан. Гэ пишет ЧАМ. Это Гэ. Чё-то англо-сакс, англо-сакс, а то там в США тащат. Мексиканец должен побеждать. На пробу Австралию, пусть обратно летит нафиг. Присо-сакс. Тихо-сакс. Пассивный. Продолжение следует... 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 открой свое дело и учи старику я это мог бы видеть так такое только ну например какое-то ну там bootcamp как бы куда молодых просто берешь там их тренишь как бы и не только в starcraft а заставляет там с утра бегать там зал ходишь с ними там и т.д. и т.д. и т.д. как и на bootcamp ах в тимхаусах корейских собственно это делается это так надо делать поэтому маме с дрочкой не люди многим я уроки давал за деньги там писали как бы хотели их спрашивала надо вообще муж нахрен не надо может трениться просто лучше же игру ну то есть если я буду учить к его ну то есть вы играть не будете при этом там по несколько игр то не толку от этого не будет ну-ка по людям просто интересно там как бы посоветовали что в той иной ситуации может пообщаться просто кого так проб 20 pvp что финал ребят я не знаю pvp ли это финал пробы тогда блин тогда это вердоса в плюс но не в них не в плюс то что руку не жмёт а про просто тащит 20 чама а вы тут говорили чем там сто процентов куда там так он гос удар клуб рекламируют меня прав не спросил об этом что я бы как бы мог бы и вы про рекламе чё там 24 января в среду на гудгейме 15-45 по киеву 14-45 здесь турнира матер турнаментского приглашать все желающие к такую хель пишешь надо ссылку кидать кайбу на турнир чтобы люди не искали потому что его на главный нет явно как боевую нет на главный нужно как бы кидать сок что люди тыкнули и зарегались просто вот мне про рекламе starcraft ский турнир не впаду и не в лом короче ребята третья игра чем против пробу у нас бьется да про лютый не лютый тут человек полуфинал вышел понять неспроста как бы проб умеет играть и я это знал и вам говорил тоже как но я не уверен был про чама хотя я тоже думал что он фаворит на самом деле вот этот урик что ли вот урик только я не понимаю фиг у этого турика вообще то есть first amateur турнаментов почему любительский турнир а разрешено всем лигам играть я думаю для каких-то кроме там гмл задротов призового 0 можете поддержать конечно а в эту либерти чуть за модификация к в эту либерти я это вообще не заметил короче все понял в эту либерти какая-то модификация ребят без понятия что за модификация давайте смотреть полуфинал ребят проб чам у нас уже может последняя игра это быть если проб побеждает то чам вылетает это они против проб финал пвп но мы его обязательно посмотрим я обязательно смотрю посмотреть весь турнир и не смотреть финал это называется просто и не пожать руку американцев которые меня позвали сюда стримить как бы на туре как это вот и все кстати они просили меня статистику им послать потом напомните мне завтра ребятка буду стримить что статистику они просили послать надо будет им стримы послать короче статистика по сравнению с их официальным стримом принципе я думаю очень даже неплохая будет относительно больше там нормально людей было на гг и на твич это суммарная обсказал смысл чё по кастунке турнир там но по какой-то этой карте какой-то модификации кто-то везде по ходу днк пока не просили так ребят четвертая карта чам решил не играть в какие-то улыны решил сыграть нормально в макро это идет оверс его прикрывать а овер то падает овер то падает так на королев нам они пытаются нажать проб крашу контроль что-то проб разыгрался под вечер а хотя у них еще в эти 10 утра начиналось это 6 по нашим 8 часов разница короче у нас с ними это много сколько сейчас у них времени получается 2 минус 6 у них уже 6 вечера почти тоже королеву жук дроны катаются дронов выжигает фламину просто а у чама вообще блин реальные руки базуки похоже чаму мешают смотрите что творится овер и летает вообще просто не узнаю его лучше играл до этого овер ну 0202 здесь уже у него руки трясутся по ходу кавычках руки трясутся он конечно же просто уже нервничает и минус еще одна королева ваш проб то молодец смотрите видит королеву я человек простой вижу королева вне крипа заплутала прилетаю сжигаем оракулами и и как какую-то шваль вот так минус овер на юнитами sk1 понятно спасибо за инфу мне кажется много людей не соберется таких вещей я как-то пептару писал короче ну и так и потом и не писал и не запарились мы ну помни помните тот фановый турнир который я угорел с него постремил что за деньги короче чину донатите на стрим а на карте там минки появляются юниты респаундится идут бить человека просто сами по себе гаева ну вот этот мод я хотел под застримить его плюс это реально весело как и ревчик на таком турнире выгодит будут против него там делать ливер доз там то я не знаю так 169 145 все-таки стабилизировал в чем ситуацию 85 дронов экономика прекрасная золото добывается инкам 3 700 на 1200 на тысячу минералов больше газа поменьше вот больше не будет делать и выложит карту для всех желающих о чем не хочет больше один на просто одном месте с ним заправиться когда ну ладно посмотрим на самом деле тоже не критично к его мне мне понравилось к его понятно что выгодные плане донат там всего как бы но мне понравилось само что крылых какие-то юниты бегут из против тебя там за тебя пилят из можно можно как бы такой интерактивщик устроить у чама караптеры плюс гидра роучи 200 лимита но тут-то 180 упроба тоже колосс номер один падает а там иллюзии непонятно кто из них колосс а кто фасос или не колосс короче вот где караптеры почему гидра сливается без караптера вообще у чама куда он бежит что он делает и на финал на это делает уйди вон отсюда какая боль просто вместо колоссов иллюзии падают сейчас гидра роучи сливаются колосса законтролил проб ребят это 3-0 походу что-то чем просто здесь флам вообще стерт другое дело экономика там жесткая можно еще восстановиться как бы но тоже рабочих потерял пять уже получается чем гидры много кэш заказ на боевом боевого хватает у чама то есть great 2 есть на атаку 3 не делает почему-то кстати никто ничего ничем понятно не делает у него хайва нет брони и между проц не делает почему-то не знаю почему надо ли вот хробы сейчас на самом деле делают херню почему у тебя 170 куда ты прешь то вообще дождись 200 как бы иди вперед делай плюс 3 а он куда-то как же у бога чем делился какая убогая позиция вокруг этого все отбегает от на колоссах отдается вам в итоге сталкеров очень много имморт лживы зил это щаржем все подрезают прирост по отдельности чем пытается отступить но это походу уже без шансов потому что больше проба лимита призма рядом есть колосс идет вперед и здесь еще каратор и часть боевого лимита представляют практически бесполезные но колосса сейчас пусть они будут шатать дроны пошли в бой ну чам вот последний шанс сейчас отбиться и как-то контратаку уйти слушайте с дронами отбиваются чам еле-еле просто еле-еле отбивается так и стадис ой какой-то какие стадисы поперли надо дронов восстановить гидры очень много кстати чам и по стилю игре сливку напоминает просто масса говно как димага говорит как он будет так 184 169 но здесь то тоже золото здесь уже 5 как бы надо какие-то забегания чаму делать сюда две фотонки без батареек собаками забежал бы куда ты плачу как и чама ошибки просто дерьмовище ошибки какие уча мы вообще позорные ошибки провальные вообще вот это что было просто фарш из юнитов бегут мимо вообще отдельно но это же блин реально алмаз какой-то стиль так сделки походу колота все-таки чам зафокусил гидры роучи бьются на ура зилы пиксы но какая экономика уча мы просто дичь вообще и плюс 2 еще за решала все-таки походу это не минус чем ребята это 21 сдается мне ну нужно еще додавить еще есть шанс хотя не я вру ребятки 21 здесь 4 не с золотом к его здесь сколько гейтов 10 гейтов и ресурсы есть здесь сейчас поживет чуть-чуть если чуть-чуть поживет сейчас проб то у него есть шанс но ему нельзя сейчас бой было давать на было максимально отсиживаться архонов добавлять там больше потонок добавлять на базах один в итоге нет все таки давит чем молодец что у меня останавливается потому что если постановился то отстроился бы просто ребят колоссы падают gg 2-1 хорош ну что камбэк на 32 ваши ставки граждане с гудгейм отвечаю отовсюду ну что инвайт идет ребят здоровенько всем еще доброй ночи по московскому времени по другим временам да по другим тоже доброй ночи уже в принципе по даже по европейскому времени уже двенаха будет примерно вот хотя три часа вроде сейчас разница ну на дальнем востоке доброе утро уже догоним там уже утро конечно в общем кому как 50 минут рекламы не пилил пилю ребята помните про блоки обязательно поддерживайте меня мой канал кто так делает тем респект вот продолжаем смотреть чизодельфию турнир ну а реквизиты везде есть и прямо это же узнаете как подписываться ё-моё с 25 числа у нас плюс 4 потепление люк жесткая какой-то чё за херня все растает будет кал опять сплошной я сам уже не высыпаюсь так ну что 21 проб идет проб ведет ночам не сдается очень он нервозно отыграл предыдущую карту но упа смотрите билд 14 хата интересный билдет кстати вот такие с таких билдов сгры залить и делать просто так на самом деле хата раньше газ можно с пулом раньше заказать тайминг скорости раньше как бы процесс просто не ожидает когда скорость доделается если еще с передропом там здесь задропнул а здесь стенка то двойная здесь и здесь просто можно оббегать двух сторон вообще ну а здесь ну а здесь ты лонгей газ не эксус кибернатичка тем временем проба может эти тут по по таймингу пула здесь и по таймингу минералов здесь бы третья до готовности пула бы зашла очень неплохо хотя и на королев надо будет честно и и Продолжение следует... Продолжение следует... Уголок заходит за камень, я помню на этой карте пару раз в стенку делал, как бы понял этот момент. Пусть я на новых картах вообще не играл практически ни на каких, поэтому некоторых нюансов могу не знать. Ну, здесь, ребята, скорость, здесь криптумор королевы ставят, сейчас вылезет третья на мэнни, тоже пойдет инъекция очередная. Пока Чам развивается и, в принципе, неплохо разбивается. Ну, здесь гейт все-таки поставил, почему-то проб, не знаю, кривая. Ну, так все, стенка здесь, собаки могут нагрызать хорошо. Чарлик плюнул, ушел, что-то зерк не тащит. Старгейт, в три гейта, короче, угроба. Ну, на этой карте неплохой билд. Нет, надежный, как бы, через Старгейт. Здесь некто, спилишь, третий, потом все. Можно и в арматку выйти, и в любую, в любую тему можно выйти, кривую. А что же Чам? Чам ставит спорки на всех базах, кроме третьей. Почему-то королева на третьей пошла. Вот на третьей тоже надо сразу спорку ставить, на самом деле. Пока Оракул летит, типа дронов здесь мало, что ли, Чам считает. Будет еще меньше, если Оракул прилетит сюда именно. Так, собака не успел посмотреть, видел ли Оракула сейчас Чам или нет. Так, здесь у нас робот третьего. Он тут, не знаю, что-то как-то слишком, по-моему, надежный проб играет. Надо раньше третий нефть уставить такими билдами на этой карте. Ты же играешь в Таргейт, я думаю, но так все перекрывает. Там, велку заказал, скилл показал, как говорится. 50-45 по рабочим, Чам вот сейчас четвертую бы ставил бы, например. Там, Леер Дел и Роуч Гидрусу Блюру катал и с дропами, с его любимыми. И вообще бы все неплохо было бы у него, я думаю. Пока рано вперед забегать. Чам просто мастится, мастит дронов. Роуч Ворон, значит, хочет надежно сыграть, как бы. И его можно понять, ведь у Кробы было два матч-коинта. Фактически. Даже три, почему два? Три. У него один он просрал, сейчас еще, еще один потом будет. Там уже будет одинаково у всех. Нет, Чам играл так по укату, потому что боялся какой-то очень ранней агрессии, видимо. Не знаю, какую именно. Может, адептов двух там боялся он. То есть он хотел, получается, и хатку, и скорость пораньше. Ну, это надо у него спрашивать, почему именно он так играл. Может, под эту карту как-то, может, под именно... Знает, как Кробы играет, не знаю. Так, опа, опа. Смотрите, что за элегантный билд. 8-8 пуш без твайлайтов, без всего. Просто с двумя оракулами, с призмой. Это очень интересный билд. Я очень любил воле подобные катать билды. Но здесь-то масс роучи, ребят. А масс роучи... Вот реально на слив кучам похожи стилем игры. Здесь он СД зажал, 70 дронов, и все. Сейчас масс роучи с лингами. Ну, лимиты близкие, но здесь-то ревенджеры еще есть, как бы, в лодке. Сейчас просто массить роучи, и всю эту хрень без блинков, без всего, можно отбивать. Билды можно пробивать, как бы, и... Слушайте, дронов можно эвакуировать просто вот на эту базу. Я бы на месте Чама даже бы не сидел здесь. Так, а что бы, оракулы начинают сжигать. Ну, здесь-то королевы, здесь корка. Фаерболить надо там, отгонять. Просто отсюда чуть-чуть отдалю, чтобы видно было позиционное... Сейчас положение вот это... Видел, что Фаербол с имплю одну убил. Ну и Чама идет вперед, 126 на 103. Похоже на 2-2 очень сильно это, ребят. Очень похоже прямо на 2-2. Потому что здесь не пробить. Просто не пробить пробуют, очевидно, а Фаерболить. Призмы на месте Чама, Призму Фаерболил. Королевы сбили оракула, который жёг-жёг, да не зажёг. На Призму Фаерболы пошли, не хватило. Это для просто катастрофы провал в такой игре с таким билдом. С другой стороны, третий никс есть, но он даже не раскачан. Здесь обратите внимание, третий фаржи нет. Грейды зеро. Зеро просто, они грейды абсолютно. Ну и об на месте, чтобы пробу делал. Учитывая вот это, я даже не знаю. Я хотел предложить заказать вторую робу в робу-бэй колоссов намасить. Но здесь-то в руды просто подъезжают в итоге. А против рудов здесь просто колоссам не делать нечего. Даже с шестью было бы. У колосса блинг может быть, как бы, да, попытаться. Ну, и грейды, а грейды нужны, как бы, а грейдов нет. Может, пытаться вложить, пересеменно. Вот резко за дефис, а фаржу, фатоночки, как бы, и с трех бас, например, в карьерах. Старгейт-то есть. Плюс один на он заказал. Прям наглый, типа. Тем более по счету ведет проб, чем надежно будет играть. Вот смысл вот этого перестреливания сталкерами без блинга, я не понимаю. 87 на 100, 150, это гг, ребят. Чам очень проб понимал, что просто у него все плохо после того, как Чам его отогнал, и что макро будет тяжело перейти. Чам придет и его убьет. И решил, да, улынить. А с тремя нексами можно было попытаться макро перейти. 2-2. 2-2. И Чам сравнивает счет неожиданно прям. Хотя еще более неожиданно проб 2-0 повел, как мне кажется. То есть дело такое. Все-таки Чам не лишает нас надежды на не PvP, а PvZ в финале. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну третья запроба карты, конечно, была. А куда он полез? Так. Несколько слов про турнир тебе сказать. Ну, бота у меня на твиче нет. На он, сетку посмотри. Вот. Там все станет понятно. В общем-то, тебе по сетке играл вердос. Вердос наш, к сожалению, вылетел. Вот. Это полуфинал. Второй уже полуфинал. Счет 2-2. Карта, то есть решающая, то есть уже точно последняя здесь. И далее финал. В нем НИП ждет победителя. Если будет проб, то будет ПВП-зеркалка. Если будет этот ЧАМ, то это будет ПВЗ. Когда-то на турнире и подобном. Ну, там на то время, конечно, более крупный, чем этот турик был. И ЕМ региональный, да, как бы. Да и то призовым он более крупным был. Я играл также 0-2, демаги проигрывал. Выигрывал, точнее, потом отлетел просто 2-3, как бы. Обидно, но ничего не поделаешь. Бывает всякое, короче. Повторить ли проб мой подвиг и подвиг многих отлетевших с 2-0 на 2-3? А это не такая уж редкость, на самом деле, стоит понимать. Вот. Сейчас мы это и увидим. Громко орать не буду, вердосы все равно нет. Ребят, к тому же, наверное, спят. Может быть, как бы люди везде. Да, слушайте даже. А не какую-то херь слышу. То ли телек работает, то ли разговор. там пофиг. Вот. Как я что там? Ничего противозаконного он не сказал. Ну что, переводится все дроны с газа. Пошел мув собачкам на 4-й базе, соответственно, 4... на 3-й, ой, на 2-й базе 4 дрона уже появилось сразу же. Собачки ведут пробку отгонять с 3-й базы. Пробку и игрока, и юнита пробку тоже они идут прогонять. И, кстати, не увидел проба, что здесь с 3-й хата заказан. Уехал. Ну, адептам увидит. Пилон Гейгас Никс Кибернетчиков Старгейд Путь на Решающая карта Сатас Нет Финал Бо-7 Финал должен быть Бо-7 Старгейд Видит Чам Прекрасно Упроба реально Биллы какие-то Исполнение хорошее Биллы какие-то У него Я бы сказал Ну Вариации особо Нет Сыграл бы Что-нибудь Там Грейдами Там Что-нибудь Не через Старгейд Через Там Твайлайт Я не знаю Третий Никс Варматку Добавил бы На определенной Стадии Варматка Это Да Так Батареечку На всякий случай Проб Ставят Чтобы Чтобы Не убили Его На халяву Чама Кстати Собак Сколько 14 14 Собак Это можно Подгрызть На самом деле Получается Третий Нексус Вероятный Спорка Заказа На мэне На второй Ни королева Ни спорки Ни хрена Вот сейчас Вот А Это только Феникс Королеву поднял, а Ракул он просто под другой королевой ножок рабочих. Дома роба еще не Твайлайт. Ну, сыграл бы Старгейд Твайлайт из такого билда. Очень неплохой билд, на самом деле. Эй, эй, адепт мне на холде стоял. Это опасное такое действие. Так, ну что-то пока эти Оракулы и адепты вообще харас ни о чем, ребят, от проба. Четыре дрона там убил, у ЧАМа уже 60 рабочих. Еще девять трос, сейчас семидесятку он выйдет просто и начнется уже тогда продакшн. Так, Тумар погиб, дрон кто-то поехал, отдал тоже. Так, ну 65 дронов есть, не 70, конечно, но 65 тоже достаточно. Это много рабочий четвертый укат уставит ЧАМ, соответственно. Плюс один заказывает одновременно почти с Протсом, но у Протса есть бусты. Ну, поэтому, конечно, у него быстрее играет, сделается. Ну и проб сам третий нигг сделал. Опять же, адептов колоссов в Твайлайт сейчас без фаржи. А, погоди, как без фаржи? Плюс один-то делается с фаржой. Не, ну у ЧАМа, точнее у Проба, билд очень пассивный, но он очень сильный при этом билд. То есть у него получается очень сильный микс в ближайшее время. Ну, конечно, у него есть фаржи. Так, два овера полетели Кстати, неприятных таких овера А здесь и Феникс есть Куда Чам летит под ревелэйшном? Это сразу отмена, просто Сразу же сворачивать операцию надо Сразу же Куда ты под ревелэйшном летишь, балбес? Четвертую раскачал 77 дронов, ребятки Вот это нормальный тайминг Хайва на 7.30 примерно Заказывает Чам Хотя сейчас есть билды на 6 С чем-то 6.20, 6.30 Так, отогнали королеву Феникса Надо ввести овера сейчас отсюда Можно протрансьюзить, кстати, было бы Но что-то трансьюзер не кидает Почему-то Чам Хотя здесь королева, он идет с 67 энергии Так, гладрона, оракул Нам еще срезали Видит и шпиль, и хайп Видит у нас, соответственно Кров Он сейчас может попробовать Вот-то до брудов по таймингу Прийти попытаться колоссами Вот этими всеми делами Ну, либо в Старгейт надо выходить Иначе печаль будет Так, Родус ушел А Чам, посмотрите, какое четкое забегание от него проходит Ой, сейчас минус адепт И просто придется тпшиться отсюда пробу На третий никс побежал А что, пробивал бы? Здесь ничего вообще нет Ё-моё Да, тпшиться проб Колосса одного забыл А Роучи убежали, конечно же Отсюда, что им здесь делать вообще? Адепт сталкера минуснул и свалил Все четко, все по уму На четвертую базу дробуют Вот по 8 Роучи прибежал На сцене здесь адепт Пушатал Пушатал адепта, точнее, в единственном числе Чам И плюс 8 оверов с Аплайблок Квати 8-то Ну, с запасом будет Просто уже 200, еще плюс 5 там в запас Или 6 оверов То есть на 250 лимит Просто вышел Чам Ну, конечно же, его нет В Старкрафте Такого параметра И, ребят, Грейтер Спайр почти готов Но карапторов-то нет Карапторов-то нет А проб идет в атаку Тремя колоссами, между прочим У него две атаки Здесь вторая у Чам Не готова еще атаковать Предельно аккуратно быть Собаки сливаются Так, карапторы под шпиль доделались Карапторы под шпиль доделались Но Тут лимиты боевые Вообще равные практически Вот плеток Вот такой ситуации Зерго нужны пушки Нужно не стесняться ставить пушки Вообще не Так Минутовер Раз Второго не подвешал Все, у Чама 3 бруда На больший лимит А нет, надо плетки ставить Конечно, вот Наконец-то дотумкал Что плетки могут подрешать Четыре пошли Сверху, снизу Везде, короче, они делаются Пытается зайти с этого направления Уже с другого У нас У нас Кробы Плюс 3 закал Молодец, что Плюс 3 закал Лимит 188 Надо выходить в этих Темпестов Походу Крок И Во все-все-все Вот это дело Ну, хату Не страшно отдать На самом деле Просто Ну, отдал хату Ну, установил Дроны-то живые Бруды-то есть Бруды бомбить Начинаю С эти телепорты То укроп А нет, пока что Он ткдшится сейчас Сто процентов Можно сказать Хотя уже вот Да, 7 секунд Осталось На самом деле Быстро ткдшится Кажется 129 секунд Долго На самом деле Не так уж и долго Ну, чем Вместо того Чтоб сейчас Больше-больше-больше Брудов запилить Как бы И пойти пробивать Имея крит массовый Бунг Крит гидру Строит Зачем Спрашивается Не знаю То есть он уверен Что проб Будет дожимать А проб Кстати Смещается По второй базе Куда ты лезешь Ты позицию Меняй Здесь пушек нет Правильно Второй Вот на вот эти ХГ надо По 3-5 пушек Ставить просто И тогда Просто Будет не зайти Слушайте Я так вот Играл Примерно Как играют Пробы Более еще Вход с подобными Темами Как бы То есть просто На сталкер Колосса И там Трехбазовый Тайминг Ну тут понятно В лотве Четвертую Просто ставят Так как Здесь экономика Совершенно другая Здесь в начале Рабочем Два раза Больше Вообще Так Сколько еще Плюс 3 Учам Брудов 9 С 9 Уже надо Вперед Идти Как бы И пытаться Отогнать Просто Очень жестко Брудлинги Здесь жрут Вот Пробы Сейчас Абсолютный Затуп Сделал Абсолютный Ший Я бы даже Сказал Затуп Сделал В чем В том Что У него Уже Давным Давно Должны Были Быть Эти Так Опа Сталкерами Развел Проб Зашел Наверх Ребят Хату Срезал Эту Хату Тоже Придется Отменить Сейчас Чаму Груды Летят Сюда Зачищаться Дроны На муве Приехали Спеклись Дроны Похоже Все таки Пробы Мы в финале Увидим Ё-моё Тащил Тащил Чам Хотя Пробы Какой-то Бред Начинает Делки Какие Грелки Строить Темпестов Уже Проба Не минус Чам Точнее Проб Идет Вперед Смотрите Отдается Телепорт Какой Ужаснейший Телепорт Просто Ужасный Призма Падает Все падает На оклике А там Грелки Еще Вместо Просто Вместо Этих Вместо Темпестов Это жесть Что сейчас Учудил Проб Ребят У Чама Третья атака Подъехала На гидру Третья атака На гидру Это очень опасно Давайте посмотрим 35 гидральского Два троущей Это очень много Прям очень много Грелки против этого Бесполезны До брудов Не долетят Колосса Два То есть Три бруда В принципе От двух Колоссов Могут и втанчить Дамаг Так Чам Сплитит Все Старается Максимальный Фронт Делать До гидра Тут подставляется Что же ты делаешь Уходи Вон отсюда Так Зато на четвертый Нексус зашел Просто Чам Спокойно Абсолютно Проб Позицию Потерял И нексус Отдает Брудов Надо увести За гидру За роущей Срочно Это Чам Делает Как-то Очень неохотно Очень криво Это он делает Грелки в бой Ступает Под брудов Свалил Как под гидру Я же говорю Грелки бесполезны Просто Скорость Медленная Грелок Выпиливает Чам Очуметь Как же Проб Нанервничал Наошибался В этой игре Колоссы притянуты Минус колоссы Пишем ДГ Выпоем Два бруда Осталось Вот это Валидолище Просто Чам Я сейчас Хочу эмоции Чама Посмотреть После этой игры Ребят Кстати Открою Даже стрим Вечей Небудь Там эмоции Проб Серьезен Понимает Что походу Все плохо Такую игру Проб отдал Еще жестче Той Про которую Мы говорили Это просто Жесть Какую игру Проб отдал Просто Жесть Ребят Какую он Игру Отдал А все Потому что Надо было Добить Вовремя Не добил И все Тут уже Бесполезно Вот эти Архоны Абсолютно Бесполезно Надо было Добавить Шторм В этот Микс И убивать Просто Ёб Просот А во сколько Спать Это лягу Я не понимаю Уже Три Почти Пол третьего Еще Финал Бу-7 Впереди Бу-7 Это минимум Час Минимум Заходит Чам Ребята Два Бруда Гидра Есть Брудок Убивать Нечем Вообще Гидра С плюс Три Просто Все Лопается Нафиг Здесь тоже Плюс Три Ге-ге Ге-ге Проб Пишет Безомо Хотя Не радостный Чам С 0-2 На 3-2 Повторил Проб Мой подвиг С демагой Какие грелки Вообще Отпробу Вот этого Я не помню У него Столько Времени Было У него Минут 7 Было Просто Если Не Больше Вообще Просто Блин Построй Темпестов Три Темпестов В разы Были Выгоднее Этих Гелок С С С Они Полетели И на Гидре Слились Тут Как я И сказал Собственно Так И произошло Ну что Ребят НИП Против Чама Как Заказывали Но После Такой Игры Что Чам С НИП С 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 Проп Хорош Хорош Вопрос И Мой К вам Хорош Лепроп Или Сейчас НИП Чама Просто Разорвет Так Надо Переименовывать Сейчас Вы Помните Про Одлог Сейчас Рекламу Скоро Пильню Так И поддерживайте Меняемый канал Естественно Подписывайтесь На Премиум Отключайте Отблоки По Реквизит Писание Через Плеер Как Нибудь Поддерживайте Как Угодно Ребят Всем За Это Спасибо Куда ТП А База Ну Да Так А Если ТП Если Если Ты ТП И Строишь Глелок То Это Бесполезно Зарк Восстанавливает Две Эти База Копят Крит Массу Грудов Идет Вперед Грелки Это Просто Унылое Голно Сейчас И Нужно ТП И выходить Либо в Каррерах Либо в Темпестах Но Он Это Голно Голно Абсолютно Ничего Укрою Чам Поддержал Ваш канал На 100 Рублей И Сообщает За Россию Пацаны Уже Угорает Спасибо Чам Братюнь Сколько сотиков Накопилось Просто Сегодня Раз Два Три Четыре Пять Уже Ничего себе Давай Тащи Финале Нибо Доля Пацанам Сюда Россия Мексика Братство Слушай Так Ну что Как же Обидно Проба Сейчас Понимаю О Прекрасно Но Ну нам то лучше ПВЗ Финал Не зеркальный Ребят Сейчас там интервью Кстати Наверное Идут Какие то Щам Или что Там Я не хочу Ничего Переводить Что то Смотреть Там В смысле Посмотреть То Можно Это Тон Ухмани Прям Тона Денег 3000 Бакс Не Ну денег Нормально Че Тон Ухмани Для Для Какого Турнера Все Так Перебор Так Вот Это Я Вырубаю Заставку По Чему Врубят Права Какие За музыку Там На Ютубе Короче При Выкладывании Еще Там Видюху Забракуют Забанят Спасибо Всем За поддержку Ребят Короче Большое Ребят 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Какой кофе в 2-2-8 ночи вещь, 2-2-8, ребят... Так, рекламу пилю, я просто вдохну, пойду, подошву воздухом в окно, водички налью. Мы ждем продолжения, ребята. Продолжение следует... 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 так слышу звонок попер здорово вернулся в гостишку туда в дом в комнату смысле да да я смотрю стрим смотрел сейчас те игры чем против проб и масса против них смотрел ну короче все смотрю сейчас понял слушай ну расскажи чё там не так то пошло с пробой вообще да что-то проб как-то хорошо сыграл я не знаю у меня даже ничего сказать то есть я не считаю что я там сильно файлил по билдам как туда то есть но как мне показалось я нормальные билды играл но они как-то не заходили и и как-то на шаг впереди всегда проб был даже как-то так можно сказать был просто что после первой карты 3 уже 02 заливал то есть там stalker этого не словил и так далее то есть это уже следствие на того что как бы счет такой был не ну да ну а знаешь типа stalker там выходит типа допустим как бы тоже неожиданно происходит то есть я не ожидаю от действия до понятно все понятно все там дело не в реакции да я то есть я бы готовился там допустим ну короче как-то не знаю ну как-то хорошо он сыграл да я не могу сказать что прям вот он супер игрок но знаешь вот сыграл мне кажется лучше меня просто вот и все то есть ну сам как рассчитывал проба рассчитывал что убьешь ну да я думал что он уши от поздно пройти там с чем он поиграл потому что посмотреть типа смогу с не смогу финал выйти как так вот ну и повезло но вижу вот мне кажется что просто у меня чуть уровня не хватило то есть у меня вот страты говно в принципе в пвп ну вот реально объективно мне кажется но дело не только в стратегиях старкрафте то есть дело еще в уровне исполнения вот то есть такими так как я играть можно но нужно жестче отыгрывать то есть вот например в игре с этим терроном который рейс да помнишь там то есть там как было я на самом деле по билду был всегда вообще жестко позади то есть он играл в геликов даже там да и я как бы играл в вообще без стенки да там знаешь сейчас обычно стенку делают или stargate делают с оракулом а у меня просто там три сталкера ко мне заезжает типа 4 гелика плюс дроп мариков но из-за того что я там законтроливал жестко как бы да я выигрывал хотя по билду был ну вот если такой же билд играл бы you thermal я проиграл ну как мне кажется не ну понятно что ты сравниваешь я именно вот мне не там не уровень сравниваю именно что билд если бы такая ситуация по билдам было игрок посильнее я проиграл вот и поэтому я думаю что с пробам такая ситуация была что мне именно вот не хватило уровня игры чтобы тем что я играю чтобы выиграть как-то так мне просто я чё к чё хотел тебе сказать что билд и контроль то есть и вообще игра строится от уровня игры как бы и билды то есть определенный билд под определенные контроли т.д. там то есть там три юнита меньше отдал три больше построил 6 в итоге в плюсе как бы 6 уровень просто еще понимаешь такой момент что стандартных билдов принципе папы нету сейчас учитывая все эти патчи там по очень долго устаканивает то есть особенно пвп но и принципе в других матчапах про то свои с любой раз и конечно все играют как-то про то сюда но вот я пока не вижу да то есть каких-то стандартных билдов прямо пвз лишь проб чуть не выиграл ваших серию какой-то да то есть чем то есть он играл ну что это такое там кита сталкера колосс просто блинкает то есть поешь он игра он будет играть против было этом на иеме да там вот через через неделю или через две там через короче там где-то феврале да у него была и оппонент по сетке и просто было и парфонет люру против этих бич сталкеров там 5 люры и потом также брудов сделает я просто посмотрю как он играть будет но вот за счет но чуть не зашло мог 30 выиграть как бы да то есть ну чё-то чем вещь как-то люру не уважаю тут тоже непонятен мне этот момент короче если честно да там много вариантов знаешь там например такие игроки как степана они например делают они очень это не течится а просто с четырех бас давит колоссов как бы гидро и бэйнами и продавливают то есть короче много вариантов уча получается что он как не использовал все варианты которые есть то есть просто гидро ручка рапторов катал достаточно ватный микс ну и стиль игры проба это какой-то вообще неадекватный старый стиль да там kit stalker и колосса он играл какой-то пуш с гитами играл там еще что-то ну по сути он играл в билды которые против сильных зерков сейчас не должны работать но они у него чуть не сработали понятно но вещь это лан и не самого лучшего уровня на лане вкатить может все как бы иногда аж надо удивлять вот кстати нет это понятно я перебью чем прикольно что сделал ну что с какой-то девушкой разговаривает и показывает телефоне на стриме что она там шевелится тоже короче что ты хотел сказать то я хотел сказать что просто сейчас запросов вот после патча вот этого ноябрьского еще там патчи и вот все идут идут патчи эти еще сейчас будет пачки до сих пор нет стандартную билдов поэтому как бы вот у меня как-то с приемом решений плане билда с некоторые проблемы из-за этого всего вот ну иногда заходит иногда не заходит а именно контроль чтобы так вот взять и просто расконтролить этого проба у меня чуть не хватило контроля его семья из-за этого проиграл да слушай но всякого от меня знаешь дестабилизаторы где у него во первых удивить они или нет и ну там почему-то ты не прокликивал или что-то там grid это так забыл вообще с плюс 2 бегал все время у меня как-то не хватало никак денег и на этот great мне там он сначала я уже хотел заказать уже отменил там феникса у меня было типа четыре феникса я думаю сейчас закажу great а он в этот момент пушить начал мне пришлось короче дозаказывать снова фениксов потом уже после пуша я пошел в контратаку и там уже тоже на great не было времени то есть ну в общем никак денег не хватало то есть как бы вроде они были но они мне нужны были на другое постоянно на самом деле я прекрасно помнил что у меня не было грейда 3 я думал заказать на мне никак денег не хватало общем так кстати ну да наверно great это тоже зарешал но вообще просто уже там был момент ты как бы пришел у тебя вообще то есть ты по экономике отставал там постоянно как бы но лимита все время боевого больше было и ты пришел к нему дома там отбился грамотно зелков принял и морт и все туда подтянул но он просто наварка вархонов они с двумя полями были как бы их вообще не про а там я не видел какие у него грейды но я взял что у него скорее всего три атаки есть начать не успел посмотреть что там еще и не на это вообще жестко ну да от грейды тут вы решали но блин но он так достаточно хорошо играл то есть дестабилизаторы сейчас помойка в пвп они вообще не работают и ну как бы он достаточно сильно контролил то есть мне не получалось так просто их взять и забрать как одну как я предполагал что сейчас с фениксами там наломлюсь и за раз но избавлюсь от этой проблемы и но из-за того что как бы он постоянно везде везде пытался разводить там в общем хоть и как бы не особо в плюс как мне казалось но просто из-за того что он постоянно разводила не мог его поймать как бы всю армию разом и убить причем проблема была как бы действует чтобы как раз не слиться в 1 атаке типа получается так то чего просто который всех волнует чурку ты не пожалуй настроился да не на самом деле вот у меня просто это вообще не с бомбежем связано но на турнирах на лану а я вообще просто считаю что это как-то неправильно завелось в старкрафте то есть в других видах спорта обычно по-другому то есть там либо жмут сначала игры и там допустим в конце игры да руку чтобы уважение проявить либо сначала только игры жмут ли вообще не жмут руку а ну или жмет проигравший то есть иногда проигравший может подойти в любом спорте к победившему и пожать руку а в старкрафте как-то завелось ну мне кажется вот моя мама мое личное мнение что неправильно завелось что типа победитель подходит к проигравшему пожать руку то есть это неправильно то есть вот у меня я играю весь турнир у меня ни разу не было чтобы ко мне проигравший подошел пожать руку но я не подходил к проигравшему жать руку а здесь как бы получается но морально мне кажется с морально этической точки зрения это сам сама вот эта традиция в старкрафте она ну неправильно заведена то есть нужно нужно как бы как-то перерабатывать это что нет нотки истины есть у тебя да ну ну подошел как бы просто это ну то есть для себя пожал как бы все ну остыл результаты выбросил из головы научил молодец нормально сыграл как все так а я так считаю что нормально сыграл нет понятно просто не очень красивую ну перед ним все-таки получается что-то его ну чего тоже обидно как бы малину не знаю как-то короче такая неприятная тема вас мне кажется ну я говорю что здесь именно со самой изначально ритуал как бы в неправильной последовательности заведенная вот именно придерживаюсь того что пускай организаторы либо прописывают что-то в правилах и тогда как бы не проблема да ну кстати есть турниры где надо пожать руку то есть например на вес там надо было перед игрой пожать руку или где-то я не помню я играл типа сказали типа вот вы должны там сейчас в камеру пожать руку и сесть играть окей это одно дело а другое дело что вот эти не парни не писаные какие-то традиции еще и неправильно да то есть как бы что здесь куча есть вариантов гораздо более лояльных к проигравшие победивший стране как бы более сбалансированных да а это получается самый худший из всех вариантов когда чувака так проиграл и ему еще подходит там руку пожать ну мне так кажется то есть конкретно в этой серии в этом ты прав просто не тут нету логику ищи как бы то что ну то есть ты сам для себя его просто не парься и все то есть вы же они вы же старкрафтеры знаешь когда ты приезжаешь старкрафт оп свою сразу как рыба в воде атмосферу попадаешь даже с буржуями допустим да там как бы страдки там все дела как бы ну да напряжение быть не должно как мне кажется такого нет напряжения я даже не бомбанул говорю когда проиграл ты что ну там чё-чё бомбить у меня как-то нос он сыграл лучше я хуже просто игры что я именно ну придерживаюсь того что вот здесь как бы дал должны либо что-то поменять в подходе либо организаторы либо игроки либо но так я не хочу как бы за всем стадом идти именно и в этом плане потому что тут я финале уже позвали меня короче я думаю с твоей стороны можешь поменять просто как бы не париться жать к его руку пацанам и все как будто сам ну сам не хочешь не ходи как бы но если идут просто не знаю некрасиво это как бы честно тебе скажу получилось ну и не знаю я просто я наверное в следующий раз попробую знаешь что жать до игры если у меня есть риск проиграть но тоже как выход не начал то в ответ может подойти после тебя пожать тоже но это он уже тогда переборщил я так что то есть это что там 20 пожатий рук там нормально но я конечно хотел бы выиграть там хотя бы топ-4 попасть я сразу говорил что у меня как бы задача в топ-4 и там уж как пойдет ну к сожалению не попал ничего делать не знаю призы попал конечно проб надо было пробу обыгрывать ничего делать лишь он как бы скользкий тип он чуть чама не убил то есть какую-то фигню играет вроде кит шары в пвп колоссом у него как бы то есть у него контроль он такой и он как-то знаешь расслабленно очень играл как мне показалось это тоже подрешал а ты там сидел то не были моменты к можно было как подвигаться он там ходил ты блин ничего оборона нет туда-сюда послал как в общем вроде не по уму а в итоге заходила ну ладно все давай то я пойду смотреть все давай удачно тебе домой добраться там дальше пока ну я имел ввиду что домой смысле долететь конечно назад на самолете там и все дела ребят я имел ввиду что у меня там и все дела там и и и и и и и и Да, тут Никс справ, кстати, сильно, что ещё по человеку и о стране будут судить, если б, конечно, Вердос всё объяснил бы сейчас, то, что он мне говорил, допустим, я сомневаюсь, что б у него английского хватило, хотя может Вердос там идеально владеет, не знаю, но мне показалось, что не идеально, но об этом-то никто не думает, но в общем так и получается. Плюс даже вот посмотрите, сегодня, например, UFC бились там титульные бои, вообще зостики просто, то есть мужики, которые с удара там 99,9% в периоде людей ищут, мне кажется, убьют его, ну хотя нет, это много, 99, допустим, и есть возможно бойцы у нас там, ну, победитель подходит, как бы жмёт, то есть ты там стоишь весь, побитый, короче, стоишь, ну, тебе подходит, респект отдает, как бы, ну, победивший, просто неважно как, не сейчас, в следующий раз, главное, ну, морально не ломаться, вот и всё, не сейчас, в следующий раз победишь. так и здесь тоже, ну, просто это киберспорт, игра обычная вообще. Так, да не, конечно, подгорел. Как проиграешь, ну, тут даже, ну, это подгорел, это всё, это вообще, как бы, подгорел, это обобщенный, я бы сказал, это термин обобщающий, подгореть-то по-разному можно, можно, ну, там, херню какую-нибудь писать, а можно подгореть в том плане, что просто расстроился из-за своей убогой игры просто и всё, это тоже подгорел-ка его, ну, и там на расстройство херь какую-то сделал, то есть, а как там это всё называется, неважно, то есть, допустим, подгорел, не подгорел, вот я уже в подробности вдаваться не хочу. Так, так на ВЦСах всяких и турнирах, где на сцену вызывают, там перед матчами руку людей жмут, но там и после матча жмут, я ещё раз говорю, то есть, ты перед матчем жмёшь, то есть, ты уважаешь соперника, допустим, да, как бы, ну, и жмёшь ему нормально руку, а после матча ты, ну, типа, не жмёшь, у тебя бомбит, блядь, что ты за олень тогда такой вообще, ну, то есть, ну, в общем, просто надо пожать руку, как и всё, как и на лане, да, там, ГРГ написать на ладере, там, не хочешь, не пиши, я считаю, ну, там, тренировка какая-то там, это уже по желанию. Смотрите-ка, ребята, просто пытался подгрызть, ребятки, Чам Нибу собачками что-то, подбрыз он в итоге только, только ничего, потому что два адепта там сейчас отдались уже у Чама на мэне, они убили семь рабочих, это крайне неприятный момент, крыло. Так, два оракула у Ниба, ребят, уже рассекаются, воздушное пространство карты под названием Глубоководный риф. Хватит об этом рукопожатия. Я думаю, что не знаю, я не хочу за Вердосу думать. Пусть он сам думает в следующий раз, но по-моему не очень-то красиво. Точнее, это не очень красиво, это некрасиво. Ребят, две королевы минус, оракулы минусу здесь дронов. Карта Глубоководный риф и ее-то воздушное пространство. Хотя, какое воздушное? Это же подводное пространство, но какое-то странное это подводное пространство в понимании того, кто эту карту делал. На 5 чам, синий на 11 ниб красный, ну и что-то у него и рабочие больше всего больше, но вообще все прекрасно. Зашатал чама, зажаловал, рабочих наубивал, всего наубивал и в плюсе в абсолютном итоге. Че там за дюхи воскидывает? Негор на Кличко. Видите, Кличко? Хоть я, е-мое, и готовится к земле и т.д. Выдержал, как бы, и понимал, что надо всечь ему просто там, когда надо всечь, то есть в ринге, а не сейчас. Ну, а негр себя обезьяной показал, вот и все, как бы. Пусть не обижается потом, что так называют. Расист там, не расистка его. Тут только одно можно сказать по этому поводу. Короче. Четвертый некст, у Ниба сто восемь, сто двадцать девять по лимиту, спарм хосты... Опа, спарм хосты, да ну... Пробиваю, Чам, камешки. А где его хосты-то? Слушайте, их одиннадцать штук уже будет, это порядочно. Так, ну я б не назвал это прям жестким невежеством и ограниченностью там, как бы, это называется, ну... На дипанах, на припекании просто вырубил голову, вот и все. Так, прилетает локус-то, ребят. Слушайте, первый приплод очень удачный такой получается. Одновременно с забеганием здесь собак. Девять пробок погибло суммарно везде, как бы, на всех базах. Здесь два пилона еще с Брилл, Чам, получается. Ну да, скорее не воспитан. Невоспитанность, хз. Вроде вердоза достаточно воспитан. Ну как, тоже там, бомбить у него просто тут. Смотря, что под воспитанием понимать. Невоспитанность в плане отсутствия мужской руки, наверное, так бы я даже подуточнил бы, короче. Пять рабочих минус. Пять рабочих минус, ребята. Слушайте, Чама 193, Небо 150. Че происходит-то? Опять я, короче, от игры отвлекся. Флужуни и бегает бесполезно по центру. Пытается хостов поймать, ничего не выходит. Здесь нет Нексуса. 20 пробок уничтожено. Везде забегания роучей шли. Только сейчас не подбился. А что у него по воздуху? У него Старгейт. Ни флитбикона ни хера. И сейчас бруды просто замечательно могут зайти вообще. Так. Тебя никто не уважал. В смысле, с чего ты взял, что тебя никто не уважал? Тебе что, все должны ходить говорить? Я тебя уважаю, брат, емано? Может, тебе с головы-то всечь еще за уважение, короче. У тебя даже фанаты есть. Он, Энни Юдай, мне всю башку задолбал. Уже здесь, короче, бывает и не только. То есть на тебя смотрят, как бы пример с тебя берут, понимаешь, как бы, как играть в Старкрафт. А еще пример будет брать и того, как ты действуешь и вне Старкрафта. Поэтому-то и надо жать руку. Такс. Ладно, короче, хорош, хорош. Рассуждение потом отдельно нужно будет обсудить его. Ребята, груды, хосты, гидрорачи, беляши по 300, короче. Сигаретки-водочка. Заходи, не кушать селедочку. Сейчас тебе принесет тут, покушать принесет тебе чамп. Локусты, брудлинги, гидрорусские, короче, все бежит. Там темписты пошли. Ну все, дождался темпистов, добегался, короче. Крип весь ниб убил. Вот че летает, а? Вот че летает? Это ж не проб, йому, а это ниб. Ну здесь уже... Он не будет грелок строить этих просто. Бесполезных. Он темпистов урастроит. Вот и мы прошли. Так, ну пару имморталов забрал еще 10 чамп. Ну а что эти имморталы? Ну забрал пару. Только они и нахер не нужны против брудов. Только лимит освободя, рождается. 6 темпистов ваншот бруда уже, даже 5, в принципе, достаточно. Но один может погибнуть, 6 надежнее получается, короче говоря. Вот. Ну и карреры пошли. proud to be. Пожарка. Bonsoir. Пожарка. Продолжение следует. Подолжение следует. Продолжение следует... Так, слушайте, а чем-то давит Давит очень сильно 80 на 120 по лимиту даже Где были Вот эти чертовы Оверсиры, которые Должны были Вижн дать Я не знаю, где они были Оп, извиняюсь, это милбинсклик с моей стороны Слушайте, ну и на грани Здесь все было, но чем развалился Чам взял и развалился Вот если по эти локусты пораньше были Было бы лучше Прилетает много-много карапторов По земле локусты все здесь забревают Минус феникс Минус темп стебут, каррера уже ема Здесь уже интерцепторов Да хренище, карапторы не все одновременно Подлетают, а по очереди Пытается сходу просто Задавить Чам, горящий мексиканец Куда ты прешь, скопился бы хоть чуть-чуть Но здесь надо тепленьким Да, было ни бы брать, ни взял Тепленьким А сам тепленьким стал просто В наших глазах сейчас И это ГГ, ребята Это ГГ Потери почти равные, кстати, в этой игре были И как символ Гидралиск растворился Этого ГГ Так, ну Чам пока не сдаётся Местерождение кончилось Надеюсь, тебе есть куда расшириться Мутация завершена Мутация завершена Он там, да, окей, позову там Ну, то есть он реально манерная челка его Если бы это был какой-нибудь говноед Типа, я не знаю, кто там сейчас вообще существует Вообще Кто там остался из таких мерзавцев Ну, какой-нибудь лалуш раньше там Или когда нерча бомбила там Давно Мы бы это знали Так, опять сюда локуста Слушайте Куробочки и минус на Нексус И Нексус успеет выпилить Чам Стопудняк успеет Успевает выпилить Нексус Ещё и пробку почти убил Не, ну не убил Всё-таки в итоге Специал В смысле, мейджер, что ли? Про мейджера не знаю Элейзер Элейзер манерный чел всегда был О чём ты говоришь Не помню, что бы он бомбил вообще как бы Держ, да Тефель там поляк Да, многие поляки там Солу говорят вообще Бомбардия полная Ещё и чё-то про русский Там гонят Про Россию Ну я этого не знаю Тоже ничего Так, ребят Игра-то интереснейшая Идёт Не всё так однозначно Идёт сзади За Нибом Чамп Шатает ему Интерцепторов Карер пытается вытянуть Но фидбейк Убойный Не переносится В мост Переносится 156 171 Всё-таки Как бы Ниб здесь ведёт Ну вот про сам себя начни улажать Тут это согласен Я Это как раз то, о чём я на самом стриме говорил Что Ну пусть Только себе Это хуже делаешь Вот и всё Короче 12 роучей Ядра Ядры много 2-2 Грейды И вот это, кстати Вот что я думаю Как чам вообще живёт Этим говнищем Говнищем Ведь реально Против армада Со штормами Вообще не микс Просто у него 2-2 У Ниба Одна атака На воздух И на землю Это смешные Амгрейды вообще В размину Вот идти Когда Ниб сюда вышел Сюда Он чем-нибудь Забежал Просто Так Не успел Притянуть Мазершип Чам Не, ну тут Без вижена Вообще делать Нечего У чам У просто Вижена Нет Ё-моё С интерцепторами Драться Когда тебя Штормы Льют И архон У тебя С имморфлами Жарит Ну это Совсем Провал 1-0 Ниб Ребята Что-то Чам Не тащил Ну У него Блин Технологии Не было Таким Миксом Надо не давать Пробку Вместе Скопить Таким Миксом Надо Жать 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 Так Сходи Чизкейк Сходи Выпей Вот Вот я Был Когда Ну В Нью-Йорке Когда Мне друг Я очень хотел Океан Посмотреть Волны А там Открытый Океан На Лонгбич Там На Лонгайленде Точнее Лонгбич Вот И Может Там Лонгбич Где-то Есть Не знаю Ну Продолжение следует... 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 А, 2-0, там карреры летали Первый, да Это 2-0 Один из немногих случаев К финале Турика, где стримлю я из игры И где даже не зеркалка ЗВЗ какая-нибудь А ПВЗ и НИП играет Мне хочется, чтобы Поменьше игр было Потому что уже, блин, четвертый час Спасибо, Антони Оле СК Ну что, вписался я в этот турик И я не пожалел Спасибо и вердосу за то, что Сообщил, что туда поедет Он сам организатору отписал Что я вам постримить могу И меня позвали стримить Как бы сюда Ну и будет запись Вам будете в записи смотреть 9 часов, кстати, 5 минут уже турнир этот идет Даже вот отдельно от все вот эти игры Короче Ну а 2-2 игры мы сейчас увидим В принципе, знаете ли И ЧАМ и против пробы отлетал 0-2 А потом 3-2 втащил НИП, конечно, это не пробы далеко Но всякое может быть Да, это не пробытый час Ну и будет, конечно, это не пробытый час Ну и будет, конечно, это не пробытый час Так, ну что Неоновая площадь Пилон Гейт, Гастниксус, Кибернетчик У Ниба, понятно, Пилон Гейт Стенки снизу Здесь 17-я хата Гастпул У Чамы Так, Бибоб, ну так и есть Но это женская больше тема Страдальческая Это у деревянных подруг Ну и про сценический образ тоже В образе, вот просто у нас В образе Типец в образе просто Так, ну что Королевы делаются во время Королев, как бы и хату третью Что ли хочет Чам запилить, да-ка минералов Нет пока А, чё случилось-то? Отменил Нексус, говорит Вместо Пилона Бывает Бывает Ну вот этим Ниб Меня бесит, что он сразу ливает Но в такой игре, если уверен Как бы в своей преимуществе победе То можно, как бы, так сделать, наверное Конечно, Нексус, видите, да Право, холлы здесь А кто-то ставил, прикиньте, на 4-0 Ниба А он Нексус изменил и ливнул Уставочников взорвался Пердак просто Поэтому лучше Поаккуратнее с этим Субтитры сделал DimaTorzok Ниба есть что-то американское, идровское Какая-то зазнатость просто Поэтому он так и ливает постоянно То есть он Ну, было много игр, а не плевалка Ещё можно было сопротивляться То есть он Ну и всё у него горит, как бы У него горит не от того, что оппонент От того, что, ну, как бы У него чё-то не получается Он сразу, как бы, ну, сдаётся Получается Что тоже неприемлемо, на самом деле На высоком уровне игры Потому что сколько игр, которые были Затащены там Из вообще фиг памятных ситуаций Так, ну что Четвёртая карта получается Сто процентов Не последняя теперь Ну, в принципе, плохо Предыдущая была Можно сказать Может сказать и не игра Это было Просто счёт изменился Какого, то есть и быстро И не понять, чё Ну, а здесь Семнадцать хат Агаспул Ну, вот, если за такой хрень Не проиграет Никто Вот Хорошо проиграл, да Ну, чем он, наверное, не тот Всё-таки, кто может Ниба наказать С корейцами так Не надо ошибаться Просто вот из-за такой хрени Проиграть матч Вот это будет наказание Самое нормальное Чтобы больше такого Не было Следующий раз Будет эскейп И поаккуратнее Не бжать Вот он это что Просил разбанить Как бы вчера Ну Улички Там Ну, вообще, вот Улички Странно пишут Но он, какого Понятно На самом-то деле Ну В жизни не так общается Я думаю Просто в личку Значит, писал Прошу разбанить Отрезвел Включай Включай Мультитаск Потом Обещаю Не бухать На том-то Придётся Новый акт У тебя есть Защита У вас Точнее Есть защита Не знаю Где у вас На губгейме Прости Если что Разбанить Я его Изнасилую Прямо сейчас Всё, короче К чему Что там Кого Кого Почему Не знаю Я Ну Иногда Понятно Даже Ничего Как бы Ну, последнее время Чего-то Трудно Понятно Короче Вот Ну, вот Нынче Поддерживал Много Крывом Тусе Даже Побыл Утал Как-то Переписывался И Разбанить Та Его Разбанил Последнее Время Как-то Ну Матом Что-то Вообще Какой-то Неадекват Ребята Короче Давайте по игре А то Так Опять Херню какую-нибудь Городить Буду А игра Уже Кончится Короче К этому Моменту Как Я Закончу Городить И соберусь Что-то Тут Рассказать Одиссея У нас Чам 11 Синий Нип 5 часов Красный Получается Вот Да Потом Разбаним Кто-то Кто Гудвей Мы выпилил Основные Аккаунты Буду Ночью Наверное Уход Заходил На Экстрим Я так Предполагаю Может К Майке Рукмечет На Молит Кому-то Он Может Полностью Выпиливать Короче Нип На 5 Красный 2 Опять же Короче Играет Феникс И 2 Оракул В прошлый раз 3 Оракулы Короче В прошлый раз 3 Оракулы Было В этот раз 2 И Феникс Пацаны Прилетает Харасик Королева Поднял Оракулы Жгут Ну Фокус Был Так себе 2 рабочих Ушли На 1 Больше Мог Забрать То есть Не 5 А 6 Ну Это Ладно 5 Не 6 Как бы Ну То есть Но Всего 5 Забрал 5 Забрал Клеер У Чама Пошел По рабочим Проседает 50 На 55 А тут Глефы Ребят Подъехали В смысле В заказе Подъехали Но еще Не подъехали Не подъехали Самим Адептам В наличии Нет Еще Пока Так Королеву Оракулами Моментально Не выпиливают На 3 Фениксами Фениксом Единственным Числе Шатает Оверов Адептами Пришел Без Глефа Нахера Вообще Пришел Он Адептами Без Глефа Сюда Оракул Помогает Им Конечно Но Минус Адепты Все Один Только На 2 Зашел Через 9 секунд Глефа Но Не успеют Доделаться Но Один Дрон Все Минус И еще Что-то Собаку Еще не успел Дэморужную Фокуснуть Молодец Малюгейц Малюгейц Роба На 3 Базе Странная Позиция Хотя Раньше Вообще Вы помните Даже Ходьте По-моему Так Начинали Просто Два Роба На 3 И Штамповка Начинается Я всегда Это не нравилось Почему Потому что Атака приходит Роба Убивает И все Лишаешься Продакшен Основного Не основного Батареечки У него нет Тут в рампе А зря И вот И с Глебами Адепт пошли Прикиньте Тех бы не просрал С какой Вообще Жесть Была Выход бы Туда Бегал И механизм Так Здесь Оракул С Эмор Вам Неплохо Разговаривают С этих Собачек А Королеву Забирать Куда Наденется Против адепта Глебовских Вот она Просто ушла Но добивает Ни пары Залпов В рабочих На мейнтп Шнется Восемь Уже Выпилил Так Второй базе Двумя Покусит Неплохо Покусит Минус Минус Рабочие Здесь Два адепта Вниз пошли На третью Есть Ну Роуч Встретил Как бы Роуч Отобьет Можно Дронов Опускнуть Было Ну Кстати Даже Здесь Неп Среагировал То есть Если Идеально Среагировал Сюда Не заворачивал Прям сюда Пришел Двух Забрал бы Но То что Вообще В целых В принципе Среагировал Неп Это Говорит О его Высочайшем Уровне То есть Он старается Доконтролить Все По максимуму В принципе Все стараются В бронзе Тоже Пацаны Все Стараются По максимуму В любой Лиге Но Получается Не всегда А здесь Это еще И получается Так Плюс Три гейта На золоте Стенка Полная Собаки Прибежали Собаки Убежали И здесь Шесть Гейтов То есть Два этих Прохода Стеночкой Заносите Отменяет Чам В этот раз Не сам Неп Нексус Те отменяет Чам Пришел И не второй А четвертый Золотой Ну Чам Отменил Чам Отменил Нексуса Нет Да Уар Медленный Шел Нексус Появился Хоп Сразу Быстрый Пошел В этот раз Можно Всех Юнитов Просто Слить Если б Неп Среагировал То Видите А мы Вердос Ругаем Шим Сталкера Не подред Хотя Там то Другая Была Ситуация Там то Надо Как раз Тех Сталкеров Было Настолько Контролить Прям Вот Карту Постичь Чтоб Точечка Красная Появилась Сразу Ее Минус Здесь 24 базы Здесь Попробую Контроль Уже На такой Стадии Все Со всех Сторон Идеально Короче Небо 75 Пробок На 66 Дронов По-боевому Меньше Плюс 2 Там и Там Одновременно Практически Будет Готово И Чам Слушайте Прям Любит Он Страту Вот Этот Дроп Кстати Это Сильная Стратегия Вдроп Так Вот Гидра Идет Кой Гидрат Идет Поворот Не туда Просто Не туда Потоптано Просто Потоптано Поюзано Рэйп Сам Гидралис Кисун Проверьте Твиттер Зилков Вот Или Архон Архон Там Твиттер Ведет Зил А не так На подсосе Вот эти Пацаны Здесь Главное Вот Дроп На Мэйн Залетает А здесь И до Варп Зилки Были Ну Кстати Здесь Много Гидралис И Они С Роущими Неплохо Дерутся Гвардиан Прям Посреди Трех И морф Смотрите Красивский Гвардиан Ну И здесь Неп Идет Добивать Соответственно Чего-то я Одной рукой Все тут Уже Тыкаю Ну Устал Ребята Извиняюсь Почти 14 часов Стрима Не рекорд Конечно Ну Кстати Рекорд У меня 16 Половины Часов Но То-то Близко Он Был И там Рестрим Сидишь И Спокойно А Здесь В игре То-есть Это рекордный Стрим Я думаю Что Вот это Рекордный Стрим Вообще Всю жизнь У Продолжительность Именно Из игры Именно Кайф Пэнчик Весь день Идет Как Когда Это Пофала Вот Был Но Тем Не Менее Так Дошел Нип На Мейн Филд На Рампу Накинь Ты Еще Вот Еще Один Филд Зил Это Вдовар Пойдет Жесть Еще Филды Есть Можно Еще Филд Пойти Поставить Что Нипа Делает Ну Это Какая То Дикуха В рост Подошла 177 141 Ждем ГГ От Чама Здесь Все Очевидно По Могу В этой Игре Так Ценных Телепортнул Газовых Пацанов Кинул Ну Что Такое Мог бы Зилотами Телепортнуть Че Они Здесь Ничего Не Убит Хотя Они С Так Себя Не Побили Скажу Но Сойдет Короче Итак Садить Патронки Епич 4 Есть Штучки Ну Все Шторм У него Есть И Просто Жесть 7 Мемов Там Архон 13 Зилков 9 Шторм Зилков Вообще Жесть Пошла Битва Штармы Не Выкидывают Попадает Пучник По Позергу Чам Демонстрируют Неплохие Сфлейты Но Иммортл Идут Сзади Роучим 50 Гидралом 20 Я уже Давным Давно Рассказывал Что Иммортл Он Как Кондуктор Только Не Берет А Выдает Или А Как Жириновский Он В институте По Моему Раньше Студентом Кому Полтаху Кому Сотку Иммортл Более Стабильная Конечно Выплата 22 Цаха 50 20 50 Но Прилетает Нормально АС плюс 3 Пик и поболее 3-1 Непре Матчпоинт Непре Пятая Карта Матчпоинт 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 Все Резко Стартуют Все готовы Ребят Поехали Так Рекламу Рекламу Запилить Запиливаю Рекламу Ребят Помните Про Одлоки Про Подержал Ужина Автомати Просто Одлоки 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 Матчпоинт Матчпоинт Трешку Выигнал Нет Еще Он ничего Не выиграл Я извиняюсь Раньше Времени Я это Говорю Может Опять Что-нибудь Отменят Сейчас Трекс Ну что же 10-17 Хат Газ Путь На Чам На Пяти Часах Синий Зерк Нит На 11 Красный Проц По Позициям Как В прошлой Карте Получается Да А Нет Наоборот Наоборот На ДФ Там Летали По-моему Еллка Бывает Что Бывает Что Для котлеты Как-то Ты Немного Спал Походу Хотя Стрим Уже 14 Часов Как Бо Идет Поэтому Наверное Достаточно Но Я Не могу Просить Финал Ты Вообще Той Я Конечно Задолбался Не насыпаться Сам Но Я думаю Высплю Сегодня Ну Еще И Самый Прикол Ребята Для Тех Кто Не Слышал Я Уже Не Раз Это Говорил Завтра Отдохнуть Мне Нихера Не Получится Потому Что В 15 00 В Арди Викли А В 20 00 И Ем Котовится Отборочный Европейский Второй День Хелрайзер И Блай Будут Играть Надо Смотреть Надо Болеть Можно Конечно Посмотреть Их Если Проиграет Ливнуть Кайван Но Во-первых Это значит Рассчитывать Сразу На то Что Проиграют Во-вторых Все Таки Там Все Стадии Очень Крутые Плюс Там Корейцы Кстати Будут Четыре Штуки Такие Как Мару Криэйтор Трэп И Тру Играть Корейцы Видите Хотят Евроквоты Забрать Надо Увозить Надо Увозить За такую Наглость Просто Так Ну Здесь Два Погодите Первую Небу Получить Да Нексус Первую Небу Ну Понятно Два Гейта Встенкера Кибернет Шторгейт Надежный Шторгейт Куда Вот Они На второй Тепош Три Дрона Под Столькими Собаками Забрал Три Дрона Жесть Просто Жесть Заберут Все Квоты Уверенно Как ты Прям Говоришь Я Думаю Что Будет Им Даже Одну Стек Тяжело Отжать Квоту Потому Что В чем Суть В том Что Корейцам Надо На Евросервере Играть За Эти Квот Никто Не Будет С ними Играть Никакие Тридцать 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 Одиннадцать Рабочих Разниц Такой Разницы Не Должно Быть Даже Даже При Нексусе Первом Наверное Видимо Это Связано С Этим Вообще Так Дептос Летят Твайлайт Погнал Кстати После Таргета На Мэй Ну Это Полный Провал На 36 Лимите Собой Блок На Три Овер Я Уже В Это Девника Почти Я У Косты Картинку Показываю И Че Та Говорю А Вы Там Уже И Сами Вы Тоже Делайте Потому Что Я Пропускаю Здесь Многое Уже Не Озвучивание В Плане Тыхания Стараюсь Не Пропускать Особо Ничего Так Аракул Королев Сожгли Адепты На Землю Упали И Помогают Они Оракулам Сейчас Оракулы Адептам И Так Ну конечно Ж Никуда Тпшиться Не будет Это Очевидный Момент Куда Ты там Ломишься Треть Третьи Собаками Собаками Четыре Не Убьют Королев Как И Глепы Подъехали Адепт Сразу Адептами Начинают В топку Подкидывать Пердаков Бомбящих Зерговских И не только Зерговских Своими Этими Резонирующими Глепами Или что У них Называется Как Именно Так И Называется 18 Адепт У Ниба Из них 15 10 У Чама На Мэйне И на Второй Базе Пытается Чам Тут Дронами Адепт Подбивать И Оторвьет Дронами Глеп Адепт Но Это Проблематично Ребят 4-1 Ниба Это Уже Понятно Становится В общем Сейчас Мы Заглянем На Стрим Основную Посмотрим Победителя Чтоб Он Как бы Запечатлен Был В записи Для тех Кто будет Смотреть И Я Буду Ливать Буду Вырубать Стрим Просто Что-то Разорвал Ниб Чам Смотрите 10 Юнитов У Ниба Потеряно У Чама 115 118 Как на Дрожах А все Тут 11 Адепт Погиб Потери Просто Жесть 12 Но Тут Уже 130 Его Ну да Я думаю Что Пвп С пробом Было бы Более Для Ниба Напряжено Ты тут Прав Но Думать Можно Все Что Угодно Блин Но Этого Не Случилось И Поэтому Что Тут Такой Финал Был Такой Был Финал Понятно Что Не Фаворит Был Но Что Казалось Чам Все Таки 6 800 На Евросервере Прикиньте 6 800 На Евросервере Это Вообще Высший Уровень Практически А Что С Этим Уровнем Ниб Делать Ладно Там Ладерные Очки Не Все Отражаю Далеко Потому Что На Турнире На Лане Где Это Вообще Никому Не Интересно Это Никому Ей Интересно Вообще 60 122 По Лимиту Чам Что Не Сдается Что Он Хочет Я Не Знаю Насирался Лейзером Да Чам Насирался Лейзером Но Тоже Неплох Но Если Будет Тренеться Я Думаю Тоже Подтянется К ним По Уровню Потом Уже Когда Так Главное Идет Нив Какой-то Пуш А Призма То У него Есть Вообще Нету Призмы А почему Не Делается Нив Уже Считаешь Так О Пошел Степ Я же Глю Нив Любят Постебаться Херню Всяку Поделать Вот За Это Нагнет Его Какой-нибудь Кореец В Какой-нибудь Игре Где Он Так Херней Начнет Заниматься Уже Автоматически Потому Что Любят Херней Заниматься ГГ Чемпися Ну Нормально Прикололся Че Молодец Я Еще Воле С Иллюзиями ПВТ Играл Любил Я Иллюзии Помню Как Жопку Твою На Родниках Баден Баден Не Подтирал Короче Как Вот Я Уже В Стиле Даун Хауса Херню Начинаю Лепить Люзи Это Я Любил Но Причем Здесь Это Дени Вообще Дайте Ним Сюда Я Нибо Хочу А не Этих Американцев Американцы Индиецы С С Этим Ну Вы Поняли С Шоколадным А то Меня Там Услышат Где Ни Скажут Что Я Гоню Короче Не Будет Ниба Не Индеец Индиец В смысле Я Сказал Так Вот Все Ребята Короче Ниба Ниба Оказывают Я Короче По промокоду Еще Призовой Пополнить Пополнить Вроде Можно Я Так Понимаю К Этому Турику Вот Ребят То есть Призовы Увеличатся Я так Понимаю Может Эвердосу Чего Больше Дадут До Баксов На 20 Короче Этот Ладно 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 Всем пока Ребят До Завтра Увидимся Пора Отдыхать Время 4 часа Почти Вот Запись Выложу Завтра Завтра С утра Наверное Что Комп Надо Вырубить Комп Вырубить Надо А то Блин Не заснуть Будет Не совсем Все Ребят Пошел Спасибо Всем За Поддержку За Внимание Громадное Завтра Приходите 15.00 Точно Варди Будет Варди Викли Турнир На Всех Плеерах Вот Так Помидор Россий Слов Да Нет Ты Просто Аутист Короче Как Его И Может Быть Fallout Побегаю Пораньше Ну И В 20.00 Но Это Только На Ггплеере Будет И Емчик Ну Я Там Вам Расскажу Все Всем Пока